Доброе утро, спасибо, что пришли. Я сегодня хотел поговорить на... У меня слайды будут на английском, чтобы Гентам и Питерам могли читать. Вы можете читать мои слайды. И, собственно, тема поиска всех далеких скоплений, она, ну, интересна для меня, немножко, ну, другим аспектом, чем обычно вызывает интерес скопления галактики. Он связан с происхождением галактик в скоплениях. Вот, поэтому, то есть уклон будет немножко другой. Понятно. Заклад вроде мой. Ну, хорошо. Я думал, другой будет слайд первой, но он, видимо, у него. В общем, смысл, да, смысл и интерес заключается в том, что мы знаем, что галактики, скопления галактики были сформированы достаточно рано и достаточно одновременно. То есть они на красном смещении порядка тройки. Вот. И было бы интересно как-то наблюдать вот этот процесс. Вот. И если мы рассмотрим... И, ну, поскольку мы говорим об объектах, которые станут большими скоплениями галактики на красном смещении порядка ноль, то и на больших красных смещениях это тоже должен быть достаточно редкий объект. Вот. И на красном смещении порядка тройки это уже достаточно массивная группа галактик, чтобы быть редким объектом. То есть порядка 5 на 10-13. То есть массивная группа галактик. Вот. И действительно, если мы рассмотрим то, как галактики, которые, так сказать, характеризуются большими темпами звезд образования, распределены в пространстве, то мы можем определить и некую, значит, массу голов, в которых они живут. И вот это, собственно, работа сделана вот Матвею Беттерменом. Показывает, что если мы берем галактики, чье звездообразование мы определяем по инфракрасовым наблюдениям, то есть в диапазоне порядка до 4 микрон и выше, уже до 7-литрового диапазона, то вот у нас вот эти вот измерения происходят, которые показывают, что вот эти галактики живут в более массивных головах, в сравнении с галактиками, которые детектируются в оптичных диапазонах и где звездообразование определяется по UV. И в этой работе мы использовали еще более смещенный диапазон для детекции, то есть 160 микрон и получили точку, которые соответствуют как раз вот этим предполагаемым группам галактик, которые должны, значит, вот, собственно, и быть хозяевами этого галактики. И что мы сделали потом, это просто сложили рентгеновские фотоны на месте этих галактик и вот получили такое изображение, которое, если посчитать все эти фотоны и использовать, собственно, переход от тригентской светильности в полную массу, который калиброван на низких смещениях с эфициентами эволюции, которые очень все стандартные, то, собственно, масса тоже получается такая же. Вот. То есть, действительно, в среднем у нас есть объекты, так сказать, селения на далеких смещениях порядке 2 и выше, которые действительно живут в массивных группах и, как говорится, в среднем обладает высоким рентгенским лучей. Но хотелось, конечно, бы все-таки не просто по сумме детектировать, но и иметь отдельные, как говорится, то есть изучать их с точки зрения детекции в рентгене и потом уже изучать их свойства звездообразования, а не просто те, которые образуют звезды, иначе мы всю картинку не поймем. Вот. Хорошо. Это как бы первое. Второй, собственно, вариант, что если мы будем брать наши наблюдения по эволюции звездоформирования в группах ископлений галактик и будем их продолжать на высокие красные смещения, то мы видим, что если мы будем берем скопления галактики, то их вклад в полное звездообразование Вселенной всегда остается маленьким. Если мы будем брать массивные группы, то их вклад значительный, а вот если брать маломассивные группы, то у них вклад может достигать чуть ли не 100% на высокие смещения, что достаточно удивительно, и хотелось бы в этом все-таки убедиться. Здесь ширина полоски, если верхняя часть, это космология по 7-биплавка 13-го года, это старая статья 14-го власти. А это вот, собственно, вот эта нижняя часть, это как раз обычно космология, которая фитирует подсчет скопления. То есть на самом деле я вот больше верю в нижнюю часть этой полоски, чем вот в верхнюю часть. То есть можно еще так сказать, что если плаг 7-б был бы правильный, то мы бы предсказывали слишком большое звездообразование Вселенной, которое не наблюдается. Можно и так все равно. Хорошо. Собственно, здесь показаны точки, по которым вот эта вот модель была построена. Я сейчас не буду останавливаться на деталях, что статья уже кончится. Наверное, одна одна только деталь важная, что некая вот загадка только заключается в том, что с таким-то звездообразованием, которое вот на высококосмещении наблюдается, можно за десять, за один, за десять девятый лет, можно достаточно много звезд сферировать. Куда это девать-то потом? Вот это тоже проблема. То есть не может так вот быть, что звездообразование там постоянно. Оно должно быть временное. Вот хотел бы тоже это понять. Вот такая тоже загадка есть. Вот. Хорошо. Теперь немножко о глубоких обзорах. У нас есть несколько типов обзоров. То есть обзоры, которые мы делаем с XMM. И вот они были сразу глубокие. И в последнее время Чандра стал догонять XMM по, собственно, эффективной экспозиции. XMM все-таки в десять раз более эффективной. Вот. Но со временем Чандра догнала. И вот вся работа, которая нам удалась, она была сделана с помощью Чандра. И я вот попытаюсь объяснить, в чем причина успеха. Ну, хотя там ответ примерно очевидный. Хороший в ПСР. Вот. А, собственно, хорошо. Значит, вот это вот у нас типично-рентгенское изображение после того, как мы вычли все точечные источники. И вот это вот, собственно, карта, в которой мы работаем, пытаемся, или питаемся вот эти вот такие вот источники как-то характеризовать и их отождествлять с скоплением головы. Вот. И вот, собственно, одно из таких скоплений, которые мы, собственно, уже нашли с XMM еще достаточно давно, так называемое скопление Эммануэля Дарик. У него градусы смещения 2.0. И, собственно, у нас, когда мы даем, скажем, центр по рентгеновскому излучению, мы знаем, что наши методы с XMM, они дают отклонение от центра с порядка 15 секунд. Это связано с тем, что все, что выделяется на 15 секунд, мы вычитаем, поскольку это похоже на точную историю. А остальное, естественно, дает такую вот ошибку, поскольку мы используем излучение на полуминуте и минуте. Вот. И вот у нас здесь концентрация галактики в цвете. Представлен вот у нас, собственно, кружок XMM. И когда мы перешли на чандру и стали думать, собственно, что можно было бы сделать такого-другого, то мы попытались использовать преимущество чандра в угловом разрешении и стали использовать другие масштабы, на которых производится детекция лучей. То есть мы ушли с полуминутных на 8 секунд. И уже с 8 секунд ошибка, вот она вот здесь показана, гораздо меньше, и такой источник легче отождествить. Поскольку 15 секунд можно найти очень много всего во Вселенной, а вот уже 5 секунд гораздо меньше, то стало интересно, что действительно будет, если мы возьмем и начнем искать источники, связанные именно с малым угловым размером. И это значит, сделаем такую работу в поле космос. Вот, собственно, изображение. Что мы сразу видим? Мы видим центральную часть известных скоплений галактик. Они вот даже и на источники не похожи, они вот такие вот, такие крестики, поскольку это обычно слияние скоплений там в центре происходит, то есть структуру мы видим. Я покажу распределение по красным смещением, буду объяснять. И действительно нашли сразу несколько кандидатов в скоплении на высоких красных смещениях. Здесь показаны только самые наиболее важные, наиболее большим, наиболее четкие скопления, найденные с помощью красной последовательности. И вот об этом скоплении, которое, это значит, смещение по красной последовательности, специоскопические наблюдения произведены. И это, самое, освещение померено, значит, 2.51. Вот, об этом, собственно, источнике я буду рассказывать чуть подробно. Вот, но сначала, собственно, распределение. Если брать такие низкие угловые размеры, то, естественно, возникает пик на ближайших галактиках. Он, конечно, нам не нужен. Это пик, ну, потому что мы смотрим на галактики. Это уже не скопление галактики, которое светит. И вот здесь, собственно, нормальный пик распределения, которое ожидается. Вот цвета показаны, насколько это действительно уникальная, ну, собственно, насколько хороша артическая планета. То есть 3 сигма с точки зрения случайного нахождения. Вот, и, действительно, вот это вот у нас скопление, которое на красное смещение 2.5, оно, естественно, одно из наиболее очевидных. Вот, вот сейчас мы из галактиков получили время пронаблюдать вот это скопление. У нас уже одно, как раз, смещение есть 3.5. Вот, это такая картинка. Ну, сначала подробнее о скоплении на 1.2.5. Собственно, та же самая группа, с которой я работал по, ну, вот, группа Эммануэля Дарри и группа Давида Эль, Больца, они это скопление нашли по оптике. И как раз спросили меня, как там у нас с рентгеном. Я говорю, что вот, ну, так это же я его тоже нашел. Вот, а они к тому времени уже померили 17 спектра красных смещений. Я говорю, ну, ладно, уже все сделано, давайте, значит, публиковать. Вот, значит, то, ну, в основном, вся работа, конечно, сделана была этой группой в Сохле. Вот, мой вклад только в измерение рентгенских параметров. Вот, значит, у нас всего отсчетов намеренно, 75 отсчетов, статистическая ошибка 15. Вот, то есть даже на одних отсчетах у нас больше трехсигмой детекции. Вот, и, собственно, контуры, показанные контуры детектированные в этой программке. И смысл в том, что, значит, источник, получается, у него флакс, поток, значит, порядка 5, здесь минус 16. И детектирование точного источника Чандрия, вот в этом поле, у него предел где-то в пять раз лучше. То есть, нужно иметь пять источников, и все равно их детектируешь. Вот, то, что мы их не детектировали, и то, что мы детектируем. Мы только детектируем излучение на марш на одного порядка десяти секунд. Вот здесь вот показано, что такое вот это пять секунд. Вот. И, собственно, и доказывает нам, что это действительно подтяженный источник, поскольку точно мы его увидели. С XMN такое бы не прошло. Детекция XMN, она не позволяла бы нам делать никакого вывода о том, что это источник. То есть, действительно используется характеристика телескопа Чандрия. Вот. Значит, что еще можно сказать по этому? А, вот. Самое интересное то, что вот из этих измерений, то, что мы посчитали, что это типичная разноцветимость, 7, 10, 40, 3, диапазон 1, 2, 4, кэва, что соответствует, собственно, массе, относительно массивной группы галактик, 14, 10, 13. А, вот радиус, реальный радиус, он 25 секунд всего. Вот это 25 секунд всего, это уже R2-хландер, там дальше уже не идешь никуда. То есть, действительно, они очень компактные объекты. Это, поэтому, собственно, и вот то, что мы начали использовать меньшую скалую дектирование, оно как раз позволяет находить, иначе мы слишком много фона замешиваем в нашу декцию, и ничего не видим. Вот. И, действительно, моделирование показывает, что, действительно, мы не можем их экспертировать здесь. Вот. Теперь, ну, рентгенская оценка может быть неправильная, да, вот. Но, поскольку померенное красное смещение, можно сделать, так сказать, там, получается, 530 км плюс-минус 100 км в секунду. И, собственно, масса получается очень схожая. Вот. То есть, можно сказать, что калибровочная точка и есть. Вот. Теперь, значит, объект интересен тем, что полная сумма звездообразования соответствует 4000 солнечных масс в год. Стали, значит, в деталях разбираться, что и как можно было разбить этот источник на несколько. Вот. Пять крупных. Они объясняют 80% вот этого звездообразования. И источники близко друг к другу, но по скоростям, где-то вот эти 500 км в секунду, разницы имеют. Это показана линия CO 5-4 переход. То есть, видно, что они по скорости разбросаны. Количество галактик без звездообразования очень мало. Это необычно для скоплений. То есть, скоплений на двойке и на 1.6 такого не имеют. Тут близкое расстояние до центра и мало галактик без звездообразования. Вот, собственно, в деталях, как была осуществлена, собственно, как бы существовала оценка звездообразования. То есть, вот эти померенные точки. Проведен теперь. Он и в фрагазном диспозоне. И можно вот эти вот пять галактик, которые Альма затопсировала. Вот они. Но и стали глубже смотреть, стали другие находить. Мне надо закачивать, поэтому я немножко побыстрее пройду. Собственно, что я хотел сказать, что, в принципе, если мы говорим про эрозиты, то есть, что для эрозита интересным является дефекция далеких скоплений в поле, которое не самое глубокое, а близко к глубокому. Но главное, чтобы площадь побольше была, когда есть шанс дефектировать скопления до размещения двойки. И, значит, собственно, здесь просуммировано то, что я рассказывал. То есть, я показал, что мы можем уже детектировать достаточно массивные группы на больших смещениях. Вот. И вот, если мы складываем вместе, то у нас типичный, чувствительный достигатель. Два на десять тринадцатый. Эта система очень маленькая, поэтому использование данных Чандра, оно действительно существенно изменило нашу прогресс. Потому что до этого у нас вообще ничего не было. Вот. И поэтому для нас интересно дальше изучать еще более глубокие поля, готовить семь миллисих кончантов. Спасибо. Аплодисменты. Какой спектр? Масса. Масса. Как он меняется со расстоянием? Масса? Чей масса? Скопление у нас? У нас всего одно, если мы нашли то, как это значит. Собственно, вероятность нахождения такого скопления 30% в поликосмосе. При стандартах самого. Если это был вопрос. Еще вопрос, пожалуйста. Я не знаю, у меня есть, я бы пытаюсь... Сергей, а можно спросить, по поводу глубых источников, которые были на карте, вокруг... Это что такое? Это другие какие-то? Близкие города? Или даже близкие страны? Что это? Группы? Да. Это не надо. Это столько. Вот поэтому, вот если брать, вот представьте, да, вот если брать вот кружок, вот в 5 раза больше, и будете думать, что же светит, правильно? А тут вот, маленькие, понятно, что светят они, а не вот эти вот. Конечно, это все... Я не знаю, я просто спрашиваю. Нет, нет, это вот... Как раз это было в том, что работа над методом, чтобы нам самим было проще. Что же нам потом разбираться-то? Все это очень интересно. Давайте еще раз поговорим докладчикам. Я бы хотела вам сегодня представить один подход по измерению массы и наклона профиля массы для элитических галактик, который, в принципе, мог бы быть применен для анализа больших обзоров для элитических галактик, то есть он прост и быстр с существительной точки зрения и основы на максимально базовых наблюдаемых профилях. Во-первых, хотелось бы обсудить, почему именно коррекционное линзирование и звездная кинематика. Какую информацию из этих двух подходов мы можем извлечь? Как известно, эффект коррекционного линзирования возникает тогда, когда источник, массивный объект, который выступает в роли линзы, и наблюдатель лежат примерно на одной прямой. Когда это согласие очень хорошее, то есть примерно на одной прямой, мы наблюдаем такие кольцеобразные структуры, которые называются кольцом Эйнштейна. В пределах этого кольца Эйнштейна галактиционное линзирование позволяет с процентной точностью измерить спроектированную массу. Мы называем ее Эйнштейновской массой. Однако мы не можем измерить наклон профиля массы. Звездная кинематика, в принципе, позволяет измерить профиль массы, его наклоны, изучить его свойства, то есть разделить на темные светящиеся компоненты в пределах одного-двух эффективных радиусов. Однако такой подход, он очень трудоемкий и затратный с чувствительной точки зрения. Он предполагает полное моделирование всевозможных арбит системы. Если же мы используем какой-то другой метод, а не полное компьютерное моделирование, то неизбежно сталкиваемся с вырождением между анизотропией звезд и массой галактики. То есть в зависимости от того, какое распределение орбит звезд на предположение, мы получаем совершенно разные профили масс, которые могут значительно отличаться разом в два. Однако комбинируя эти два подхода, кольцовое линзирование и анализ звездной кинематики, мы можем избежать или снять как минимум вырождение между анизотропией звезд и массой галактики и оценить наклон профиля масс. Методом, который сейчас является передовым на данный момент, является самосогласованное детальное моделирование, разработанное Маттео Борнадо и Пикмасом в 2007 году. Что предлагается сделать? Предлагается предположить некоторое аксисимметричное распределение плотности, с которым мы получаем кредитационный потенциал. Далее, под пиксельном мы пытаемся реконструировать модель линзы и в то же самое время применяем моделирование шпачельда, то есть мы моделируем всевозможные орбиты звезд данной системы и пытаемся найти такие параметры, которые в совокупности удовлетворяли и модели линзы, и наблюдение кредитационного линзирования, и звездной кинематики. Однако, как понятно уже из этой схемы, подход довольно трудозатратный, и в принципе он может быть применен только к отдельным галактикам, для которых есть очень хорошие детальные данные. В частности, есть детальная кинематика звезд. Другой подход, более простой, который разрабатывался именно для обзоров, был предложен командой Coupons Petrium в начале 2000-х, и он основан уже не на детальном моделировании орбиты системы, а на использовании уравнений джинсов. Буквально кратко, что такое уравнение джинса. Некоторое уравнение для сферической системы, которое позволяет связать операционный потенциал или массу галактики, трехмерную плотность пробных частиц или звезд, радиальную дисперсию скоростей этих пробных частиц, и параметры анизотропии, которые характеризуют распределение орбит звезд. Как мы видим, здесь четыре переменные. В принципе, мы можем подключить еще два уравнения, которые связывают уже наблюдаемую поверхностную яркость и наблюдаемую дисперсию лучевой скоростей с 3D величинами. И мы получаем три уравнения и все равно четыре неизвестных. Мы неизбежно сталкиваемся с вырождением этой массы и анизотропией. И это вырождение в работе Coupons и Трю было снято следующим образом. Предполагается циферическая симметрия. Предполагается, что полная плотность всех галактик имеет степенной вид, а также, что все орбиты – изотропные пространства. Ребята анализировали обзор SLACS и получают некоторую вероятность получения наклона профиля плотности. И если рассмотреть произведение всех этих вероятностей для отдельных галактик, получается хорошая статистическая средняя маленькая ошибка. Однако вот это вот предположение об изотрудности распределения орбит пробных частиц попрощено вопросом. Вот, к примеру, график из работы Евгения Михайловича Чарова 2010 года, где показывается, что как раз таки апертурная дисперсия достаточно чувствительна к предположению об анизотропии звезд. То есть, если мы рассмотрим чисто радиальные, чисто круговые орбиты и изотропные, то они сходятся примерно на масштабе 10-ти вертинных радиусов. Это слишком далеко, это очень большая апертура. Для большинства галактик обзора SLACS доступна только центральная апертура, которая составляет долю эффективного радиуса, где ее расхождение может быть достаточно большим, как мы видим. И наши простые тесты, которые предполагают не постоянную анизотропию, как здесь, а изменяющуюся с радиусом, но такую, которая выглядит более-менее правдоподобно, мы извлекли ее из симуляций, показывают, что для индивидуальных галактик разброс только из-за предположения об анизотропии может составлять 20% легко. А насколько хорошо предположение того, что у вас профиль плотности PowerLock? Это тоже отдельный вопрос. Для массивных галактик он более-менее выполняется в определенном диапазоне радиуса. А, да, я не сказала, что этот анализ здесь применялся на массивных галактиках для дисперсии скоростей больше 200 км в секунду. То есть наиболее у нас сильные близкие галактики. Что же мы хотим сделать? Мы хотим использовать другой подход, но также простой. Мы хотим использовать не апертурную дисперсию лучевого скорости, а некоторое локальное ее значение. Но, опять же, мы неизбежно сталкиваемся с анизотропией, с вырождением анизотропии и массой, которые мы хотим обойти следующим образом. Мы будем пытаться найти некоторый радиус, на котором наша оценка массы наименее чувствительна к этой анизотропии. И такой радиус действительно существует, что было показано в работе 2010 года и проиллюстрировано в этом графике. Если мы построим дисперсию скоростей, наблюдаемую дисперсию скоростей от радиуса для чисто радиальных круговых и анизотропных орбит, мы видим, что, в принципе, есть некоторый радиус, на котором неважно наше предположение об анизотропии, мы все равно наблюдаем примерно одно и то же значение. Это мы используем значение дисперсии на этом радиусе, мы и используем в качестве опорного. То есть здесь приведем, собственно, сам метод. Решая уравнение джинса, мы можем получить вот эти выражения чисто аналитические. То есть это теоретический подход, основанный на уравнении джинса. Мы берем наблюдаемый профиль поверхностной яркости и ищем точку, в которой на пол поверхностной яркости примерно r-2. И в этой точке оказывается, что мы можем достаточно хорошо восстановить массу системы или круговую скорость, так говорить тоже. Этот подход мы достаточно широко протестировали. на аналитических моделях, на симуляциях, на реальных галактиках. Вот, к примеру, график из работы по анализу симуляций. Мы протестировали на достаточно большой выборке около 100 объектов нашу локальную оценку и получили, что в среднем по ансамблю, по выборке мы получаем смещенную оценку круговой скорости или массы. И РМС-разброс составляет 5-6% для скорости, ну и в два раза больше для массы – 8-12%. В принципе, неплохо. Теперь, собственно, о нашем подходе к совместному анализу линзирования и кинематики. Начнем с линзирования. Известно, что масса Эйнштейна и кинематиционное линзирование измеряясь процентной источностью, особенно если мы наблюдаем лицеобразные структуры или четыре изображения симметричных. И в этом случае мы можем достаточно уверенно в предположении сферической симметрии и того, что у нас полная плотность изменяется как степень, преобразовать цилиндрическую массу в сферическую. Тогда у нас просто появится зависимость от коэффициента гамма, который стоит здесь. Однако вот эта вот формула не учитывает следующего факта, что линзирование измеряет полную массу вдоль луча зрения. То есть, если, в принципе, у вас галактика существует не в пустоте, то эта линзирование структуры и глубочного зрения тоже вносит вклад в это значение. Однако сейчас мы это не учитываем. Мы это опускаем, как, собственно, большинство, кто занимается этим бизнесом. Исходя просто вот из этого аналитического соотношения, мы его построили по оси. По вертикальной оси отложена масса, по горизонтальной оси отложена радиус. И мы видим, что при разумных предположениях о наклоне профиля плотности у нас есть некоторый диапазон радиусов, в которые наши измерения не точны. То есть, если мы, например, измеряем массу из кинематики вблизи вот этой точки, то мы не можем однозначно сказать, какой наклон имеет данная галактика. Более того, как мы видим, здесь есть некоторая, опять же, очень узкая область, где очень высокая густота линии. И мы можем сказать, что вне зависимости от наших предположений о конкретных гаммах, мы восстанавливаем сферическую массу из цилиндрической достаточно точно. И вот это вот утверждение мы протестировали на модельных галактиках. Буквально пару слов о том, что это за галактики. Мы использовали галактики из симуляций Вильгого озера 2012 года. Они получены из космологических симуляций 65 галактик с разумными кинематическими свойствами. То есть было показано, что всевозможные кинематические карты находятся в хорошем согласии с тем, что пронаблюдали в обзоре Atlas 3D. Что касается вот этой нашей оценки, которая позволяет сферическую массу перевести в сферическую вне зависимости от гамма. Мы протестировали, собственно, этот специальный радиус, на котором это получается, на всех модельных галактиках в трех независимых проекциях. То есть у нас получилось 195 объектов. И как мы видим, для дисперсии скоростей больше, чем 200 км в секунду, для массивных галактик, для которых предположение о постоянстве гаммы более-менее грубо выполняется, мы получаем достаточно разумное согласие. То есть здесь вот единица, то, что выше единицы, это мы немножко переоцениваем. Что тоже понятно, так как в среднем в этих симуляциях, как было показано, профиль на самом деле не двойка, а выше 2,5. То есть это все выглядит очень разумно и правдоподобно. То есть теперь мы имеем одну точку узкие матики, мы измерили массу, вторую точку мы измерили линзирование, и теперь мы можем легко получить, собственно, наклон массы, не эти точки, если только эти точки не слишком близки к другу. На подвыборке из этих галактик мы выбрали наиболее массивные, исключили сливающиеся объекты, оценили нашим простым методом наклон профиля плотности между радиусом, на котором мы не чувствительны к анизотропии, и радиусом, на котором мы не чувствительны к предположению а-гамма, и сравнили с системным значением. Получилось достаточно неплохое согласие и разброс 15%. Здесь объектов получилось меньше, чем в изначальной выборке, но только из-за того, что для некоторой галактики случайно мы не чувствительны к анизотропии и не чувствительной гаммы оказались очень близко друг к другу. Тогда мы просто доминировали случайными ошибками и эффективными этих объектов личин. Мы также сравнили с подходом Кутманс и Трю на той же выборке галактик, мы решили уравнение Джейнсом, определили апертурную дисперсию для каждого теоретического решения и посмотрели, при каком значении гаммы получается наилучшее согласие с нашими симуляциями. Вот если по вертикальной оси истинное значение наклона, по горизонтальной оси оценка. Снизу взвешенная по массе оценка, как у нас, сверху просто оценка наклона профиля плотности. Здесь получается разброс уже достаточно большой, порядка 30%. В желтом специально помеченной галактике, у которых дисперсия скоростей выше 200 км в секунду. То есть для тех, для которых этот подход изначально и разрабатывался. Для них все равно разброс получается достаточно ощутимым. Больше, чем в нашем случае. А здесь вообще корреляции у этих данных есть? По осям? Кэффициент корреляции не читали? Нет. А что вы имеете ввиду? Такое впечатление, что они просто не скоррелируемы совсем. А, нет. Ну вот эти две личины независимы друг по другу. Они выглядят как облако просто. Ну, нет. Все-таки есть некоторые костяк галактик, которые хорошо согласуются. То есть в идеале мы должны были получить точки, близкие к этой прямой. Но из-за того, что наши галактики не идеально степенные, у нас получается такой существенный разброс. Также мы наш подход применили к реальным галактикам. Поэтому мы выбрали 15 галактик, элитических галактик-линз из обзора СЛАКС, которые уже были детально проанализированы передовыми методами в работах Бернабе и Юльшоцкая. Это типичные профили для этих галактик. То есть из карты поверхностной яркости и дисперсид скоростей мы извлекли наклон профиля поверхностной яркости. Вот почему дисперсид скоростей. Мы получили нашу простую оценку круговой скорости. Вот, например, здесь сравнили ее с некоторым истинным, который мы считаем более разумным профилем круговой скорости из работы Бернабе 2011 года. И получили также оценку на клон профиля плотности. Здесь черными треугольниками показаны оценки Бернабе, вот этими синими точками наши. Естественно, в индивидуальных случаях мы оцениваем значительно хуже, чем более продвинутые методы. И плюс наши ошибки, они довольно консервативны. То есть они учитывают и неопределенность дисперсид скоростей, и нашу неопределенность самого метода. Однако в среднем оказывается, что и наших простых оценок среднее значение наклона, усредненных на выборке, достаточно хорошо совпадает с тем, что получается значительно более сложным анализом. И я перехожу к своему заключению. Мы продемонстрировали некоторый подход к оценке наклона профиля массы электрических галактик, который, как нам кажется, не неправым на существование. Метод достаточно простой и быстрый. И, как показывают тесты на симуляции, в среднем верно восстанавливают наклон профиля массы. Разброс составляет 15%. Однако есть существенный недостаток, что для каждой галактики мы можем это применить. Если так совпало, что радиус, на котором уничтительная канизотропия, близок к радиусу, на котором уничтительная предположение гамма, то оценка становилась малоподсказуемой. Ну и также необходимы измерения дисперсии лучевых скоростей на достаточно большом удалении от центра галактики. То есть на радиусе примерно равным к киному. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, как вы оцениваете погрешности, которые связаны с триоксиальностью аббрионного вещества, то есть зеленые компоненты, так и темного вещества? Какие-то оценки вы можете делали? И вот какой возможный вклад в профиль наклона плотности от третьего факта? Мы не делали таких оценок. Мы предполагали, что вещество распределение самое простое. Однако вот в этой работе предполагалось элипсидальное распределение. Правда элипсоид вращения. И в среднем показывается, что от приплюсности элипсоидного вращения на плот гамма в среднем практически не меняется. В среднем. Для индивидуальных случаев там могут быть какие-то небольшие изменения, но в среднем на том же уровне остается. Чего вопросы? Какое-то именно распределение по отношению радиуса эффективного слипсоид и радиуса и нас. То есть для какой части галактики этот метод не будет работать после цели? А, я не упомянула это. В качестве членовского радиуса я использовала распределение, которое наблюдается для СЛАКС, где пик приходится наполовину эффективного радиуса. То есть я бы случайным образом приписывал радиус Эйнштейна галактикам таким образом, чтобы примерно это распределение было выполнено. То есть 2,2 Эйнштейновских радиусов это получается чуть дальше эффективно. То есть в какой доле галактики не будет работать? По симуляциям получилось 100 в четверти. Просто так случайно совпало. Еще, пожалуйста, вопросы. Доброе утро. В этой работе мы снова рассматривали модельную задачу диффузии элементов незамагниченной плазмы, находящейся в гидростатическом равновесии в галактиционном потенциале. Сейчас уже общепринятым методом к решению подобных задач является рассмотрение моментов кинетического уравнения большинства для многокомпонентной плазмы. Вот здесь представлено основное уравнение. Это уравнение на потоке импульса. Слева фактически стоят силы действующие на сорту S, а справа момент от интеграла столкновений, записано так. То есть это фактически передача импульса от сорта к сорту в результате столкновения. Вот здесь V это скорость диффузии, k это так называемый коэффициент сопротивления, который можно выразить через коэффициент диффузии. А вот функция F, зависящая от градиента температуры, представляет собой так называемое явление термодиффузии, которое представляет взаимосвязь между диффузией частиц и потоком тепла в газе. В принципе, из этого уравнения можно достаточно легко оценить скорость диффузии. Если пренебречь с членом термодиффузии, использовать спицеровский коэффициент диффузии для чистого кулоновского потенциала с коронированием на длине дебая, то для седиментации гелия достаточно просто можно получить вот такое выражение для скорости. Здесь я привожу некоторую историческую справку, не буду на ней сейчас останавливаться. И здесь приведена скорость оценена для характерных значений скопления галактик. Но, однако же, рассматривая диффузию скопления галактик, ясно, что видно, что таким образом в такой постановке задачи амплитуда эффекта, ну и вообще диффузия определяется гравитационным потенциалом, распределением концентрации температуры в газе. Однако, рассматривая скопления галактик, ясно, что эти величины не являются независимыми. Вот здесь приведены графики из работы Виклинина, в которой показано, что вот особенно для горячих скоплений температурный профиль имеет самоподобный вид. Сама средняя температура скопления очень близка к реальному значению, и в целом хорошо отражает глубину гравитационного потенциала скопления. несколько сложнее картина обстоит с массовой долей газа, но в целом тоже рассматривая горячие скопления на достаточно больших радиусах, можно говорить, что доля газа стремится к универсальному значению, близка к универсальному значению. Ну, таким образом, в такой постановке задачи ясно, что интегральный эффект диффузии должен тоже просто скалироваться с массой, и можно ожидать максимального эффекта для наиболее массивных, то есть наиболее горячих реализованных объектов во Вселенной. Ну, еще раз такой модельной задачи. Однако вот переходя к галактикам раннего типа, видно, что коррекционные соотношения между параметрами таких объектов показывают гораздо более сложный вид. Вот, в частности, зависимость температуры от массы, ну, вот здесь, от центральной дисперсии скоростей, при фиксированном значении массы имеет гораздо больший разброс. И, что интересно, в целом почти все галактики раннего типа демонстрируют среднюю температуру выше ее вириального значения. Вот здесь вот показана линия для вириального значения, а вот эта вот линия для уже температуры, при которой галактика не может удерживать гравитацию этот газ, он просто улетает. Вот. Что еще интересно, что при уменьшении массы галактики в целом это отклонение от вириального значения увеличивается. Ну, то есть это, по всей видимости, говорит о том, что дополнительные источники прогрева, ну, напрямую не связанные с гравитационным, с глубиной гравитационного потенциала в таких объектах начинают играть большую роль. Что тоже немаловажно, что радиальное распределение температур в галактиках раннего типа не имеет некого универсального значения, универсального вида. И, как правило, в галактиках с разреженным окружением, в маленьких галактиках наблюдается спадающий вид профиля температуры, либо наблюдаемая температура близка к изотермическому профилю. Наоборот, в более массивных галактиках, находящихся в центре групп, профиль температуры начинает как бы как держаться по виду, профилю, который наблюдается в скоплениях с холодными ядами. Массовая доля варионного вещества в таких объектах тоже достаточно сложный вопрос. Тут тоже приведен график из работы Вифленина. Видно, что даже на масштабах скоплений галактик есть некий тренд, то есть уменьшение массовой доли газа при уменьшении массы скопления галактик. А вот из работы САН, тут несколько другой график, но в принципе вот эти звездочки это те же самые скопления из работы Вифленина. Видно, что массовая доля газа становится почти на порядок меньше универсального значения. Но понятно, что это связано с тем, что в таких объектах массовая доля звезд становится больше. Тем не менее, говорить о неком универсальном значении массовой доли барионного вещества очень сложно, потому что доступная в рентгенском диапазоне область наблюдений значительно меньше радиуса R500, скажем. Ну, в общем, приходится заниматься очень сильной экстраполяцией, чтобы оценить такие вещи. Ну, учитывая все эти возможности, мы решили рассчитывать диффузию, используя наблюдаемые свойства газа в галактиках раннего типа. Вот мы отобрали, сделали такую выборку галактик, которые охватывают достаточно большой диапазон по массам, по светимостям. Плохо видно, имеют разные типы окружения, то есть разные виды, профили, температур. Мы взяли только те галактики, для которых имеются наблюдательные данные высокого качества XMM-Ньютон и обсерватории XMM-Ньютон и Чандра. И вот здесь показаны три галактики из нашей выборки. В целом, тоже тут плохо видно, они показывают достаточно регулярную рентгеновскую морфологию, то есть на изображениях отсутствует возмущение большой амплитуды, что в целом, наверное, должно говорить о динамической релаксации этой системы и близости газа к гидростическому равновесию. И используем для наблюдаемой температуры три простые модели. Бета-профиль для спадающего вида температуры, функцию, которая используется для холодных ядер скоплений, для возрастающего профиля температуры, и изотермический профиль. Для плотности газа мы тоже используем бета-профиль, в некоторых случаях с дальним наклоном. И далее, предполагая гидростатическая равновесия газа, находим ход общей массы. Здесь есть некоторая экстраполяция, потому что данные не всегда, тут 10 эффективных радиусов, чаще всего данные все-таки меньше этого радиуса. И, соответственно, результат, который мы получаем, для изотермических скоплений здесь представлено распределение плотности элементов в результате одного миллиарда лет диффузии, и в результате двух миллиардов лет диффузии. Вот с трех пунктов достаточно плохо видно. Ну вот видно, что происходит, естественно, гравитационная седиментация, быстрее всего седментирует гелий. Интересно, что вот эта вот галактика имеет несколько большую среднюю температуру изотермическую, однако эффект в ней меньше, за счет того, что в ней большая массовая доля газа. Ну, еще надо учитывать, что и размер этой галактики больше, почти в два раза, а здесь приведено к эффективному радиусу. Вот здесь показан результат для галактик со спадающим профилем температуры, то есть тоже профиль, которым мы аппроксимируем, наблюдаемое значение профиль газа общей массы, и результирующее распределение элементов. То есть видно, что градиенты температуры сразу достаточно сильно усложняют картину седиментации. Ну, в принципе, тут еще не очень сильно. Тут еще одна галактика со спадающим профилем. И галактики с холодными ядрами. Здесь уже средняя температура таких галактик, газов таких галактик выше. И, в принципе, здесь тоже видно, что вот этот градиент температуры центральной и спадающей, он противодействует седиментации, как и скоплению галактик. И, в целом, в некоторых случаях, способен полностью компенсировать действие гравитации. Еще один сет для галактик с холодными ядрами. И еще один. Но тут совсем такой уникальный случай. Далее мы изучаем интегральный эффект, то есть изменение массы элементов, отнесенные к массе водорода. После одного миллиарда лет диффузии, здесь показан график, внутри одного эффективного радиуса. Вот здесь синие точки – это гелий, пурпурное – это кислород, красное – это железо. Вот тут для разных галактик правильные маркеры. Я, по крайней мере, плохо вижу. Вот здесь зависимость от массы газа, а здесь зависимость от полной массы, найденной в условиях гидростического равновесия. Вот что интересно, основной результат, который мы получаем, это то, что при увеличении массы, как массы полной, так и массы газа, амплитуда эффекта спадает. Достаточно хорошо это видно для всех элементов. Вот это та же самая картинка внутри четырех эффективных радиусов, здесь менее очевидный, уже эффект становится, но в целом все равно видно травм. Этот результат является… частично этот результат объясняется тем, что для таких галактик, галактик с меньшей массой и отклонения от вериального значения средней температуры становится больше. Вот здесь показано тоже изменение массы газа внутри одного и четырех эффективных радиусов для разных элементов, в зависимости от отношения средней температуры к вериальной температуре. Вот. Но также важную роль играет то, что при меньшей массе галактики массовая доля газа становится меньше. Вот. Еще интересный эффект заключается в том, что термодиффузия тоже, в принципе, способствует этому полученному результату, галактика с холодными ядрами. А, вот здесь на графике представлено отношение распределения плотности гелия к водороду и железа к водороду с учетом термодиффузии, деленное на соответствующее распределение без учета термодиффузии, когда мы ей пренебрегаем. Вот видно, что для галактики 1399, которая имеет холодное ядро, термодиффузия подавляет седиментацию центральной области. А вот для галактики 1399, наоборот, термодиффузия усиливает эффект седиментации в центре. Мы сравниваем результат, полученный в галактиках с модельной задачей скоплениях галактик, которой мы и занимались до этого. Мы взяли все галактики из выборки Филина 2006 года и почитали для них распределение элементов через миллиард лет. И вот можно сравнить с синими точками. Здесь показан эффект для галактик, чего он имеет для скопления. Но тут не стоит сильно заострять внимание на нормировку относительно этих распределений, потому что это зависит от объема, который он интегрирует, а его довольно тяжело совместить, потому что оценить, скажем, радиус R500 для доступной области наблюдений в галактиках достаточно сложно. То есть это такая неоднозначная процедура. Но что важно, что эти эффекты имеют разный наклон. Для галактик, как и ожидалось, он растет с массой, а для скоплений эффект уменьшается. С массой галактик эффект уменьшается, с возрастанием масса скоплений эффект возрастает. А я по-другому сказал? Извиняюсь. Ну, мы также проводим еще раз такой тест. То есть помимо распределения тяжелых элементов, диффузия влияет на распределение гелия, которое напрямую из рентгена не может быть определено. И это должно сказываться на величинах, определяемых из спектроскопии. То есть в случае скопления галактик можно говорить о неком байсе космологических величин, а в случае галактик можно говорить, наверное, только об определении металлов. И вообще пониженное содержание металлов в межзвездном газе в галактиках раннего типа это достаточно такая, ну, пока нерешенная проблема наблюдения пониженного содержания металлов. Ну, вот, может быть, некоторый вклад может внести изменения в геле относительно солнечного значения, которое предполагается при анализе данных. Ну, вот на этом графике изображен такой простой тест. Мы случайным образом накидываем, мы используем модель AtomDB в программном пакете XPEG, которым случайным образом накидываем обилие, ну, используем VVAPEC, если быть точным, где фиксируется водородная обилие, а значение обилия гелия мы накидываем произвольным образом. Вот. Затем фитируем эту, получившийся спектр модели, ну, сворачиваем его с наблюдениями, с респонс-матрицей АКИСС, чандры, обсерватории Чандры, и фитируем это, считая обилие элементов Солнечных. Вот мы получаем такое распределение ошибки в определении металлов, ТЗ, тета-0, которое, в принципе, можно в целом описать вот с очень простой формулой. Вот тут она приведена, которая попадает в 95% этих точек. Но вот что интересно, при уменьшении газа, вот здесь невязки с этой формулой показаны в зависимости от температуры. определение обилия тяжелых элементов становится довольно неопределенной задачей. В принципе, рассматривая галактики раннего типа, мы всегда находимся в области каких-то температур в районе вот этого значения. То есть, как только мы уходим на большие температуры, определение металлов становится менее зависимым от предположения геля. То есть, в целом, это говорит о том, что такой фит становится просто плохим при маленьких температурах. Но это, в частности, связано с тем, что при таких температурах мы попадаем уже на экспоненциальный хвост спектра межзвездного газа для чан. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, ясно, что картина как бы физических процессов, которые происходят в межзвездном газе, гораздо более сложные, чем мы рассматриваем такой простой модельной задачи. Тут сложно что-то сказать про то, как это будет взаимодействовать с ветра. В целом, когда мы переходим к объектам меньшей массы, скорее всего, межзвездный газ становится менее стационарным в таких объектах. То, что наблюдается, что его температура выше реального значения, скорее всего, означает, что в нем могут быть оттоки газа и в то же время притоки газа. Но мы показываем, что в принципе на достаточно коротких временных интервалах диффузия элементов может достаточно значительно изменить распределение элементов. Более точно ответить на этот вопрос можно только включая этот процесс, моделированный, полное моделирование таких галактик. А правильно я понимаю, что вы не включаете турбулентную диффузию за счет просто турбулентных движений? Перемешивание? Да. Нет, здесь не рассматривается. Здесь рассматривается полностью статическая задача. Хорошо. А насколько будет важна роль этого эффекта? Ну, это зависит от масштаба. В целом, как бы, вы перемешиваете газ, но в целом он все равно, как бы, ну, транс смещения его остается для тяжелых элементов. Ну, зависит, конечно, от масштаба, в котором вы это перемешиваете. Ну, в целом, тут и с магнитными полями сложная история. То есть, если для скопления галактик мы хотя бы имеем какие-то оценки подавления теплопроводности, электронной теплопроводности, и что-то можно пытаться сказать о диффузии, то есть мы знаем, как там спицерские коэффициенты теплопроводности по данным, то в случае межзвездного газа в эллиптических галактиках, ну, в галактиках раннего типа, сложнее об этом говорить. У нас свободного пробега другая, боль-то другое, и неустойчивости могут... При наличии магнитного поля у вас будут развиваться всякие магнитно-термические неустойчивости, которые тоже будут перемешивать все это. Так что это вообще-то... Ну, да. Но в целом, как бы, из-за гидростатической оценки массы, она не так, чтобы очень сильно расходится с другими оценками массы. То есть... Ну, а это что-то говорит об аккуратности состояния газа таких объектов гидростатического. В принципе, по изображению рентгенского тоже должно быть что-то видно. А вот в связи с предыдущими вопросами, а есть ли какой-нибудь наблюдательный свидетельство в пользу того, что центральная часть галактики получила генера? Да, есть гипотетические, как бы, возможности набрать это. То есть, во многих галактиках, ну, в большинстве более массивных галактиках, то, что называется, ярчайшие галактики скоплений, наблюдается так называемый ультрафиолетовый избыток, который, в принципе, теоретически может быть связан с избытком гелия таких объектов. Это довольно интересная задача, но там, тем более, учитывая новые данные Галиксы, в принципе, это дело сейчас исследуется, но в целом пока какие-то явные корреляции с ожидаемой амплитудой эффекта не выявлены. Но другое дело, что модели, которые используются для проверки, они очень простые, они чаще всего используют те же коллекционные соотношения, что и для скоплений галактики, и, соответственно, получают обратные зависимости. То есть ожидается максимальный эффект диффузии на наиболее массивных галактиках, а расчет на реальных наблюдаемых распределениях показывает, что картина гораздо более сложна. В принципе, может быть, как бы, с этого аспекта, если по-новому взглянуть на ультрафиолетовый избыток, то можно найти какие-то корреляции. Да, давайте это все в дальнейшем обсуждении перенесем на копию, а потом мы останемся после перерыва. Значит, это замечательно. Для начала я хотел поблагодарить организаторов за возможность рассказать о своей работе. И, как указано здесь на слайде, я буду говорить о магнитных полях дисков галактик. Мой доклад будет основан на анализе численных МГД моделирований междузвездной среды в галактических дисках. В первую очередь, в счастье или к сожалению, магнитные поля присутствуют везде. Они найдены в бойдах, в скоплениях галактик. Естественно, есть куча наблюдательных данных о том, что магнитные поля, в принципе, существуют в дисках галактиках, а также в эллиптических. Существуют некоторые наблюдательные указания на то, что достаточно сильные магнитные поля имеют место уже на Z-бойду. Но важны ли магнитные поля для теоретических расчетов, которые пытаются воспроизводить наблюдение эволюции галактик? Ведь когда люди начинают делать моделирование галактики и выписывают на листочке те эффекты, которые они хотят учесть, первым или практически первым под нож попадает магнитное поле. Вот оказывается, что если рассматривать космологические расчеты о формировании эволюции галактик, то магнитное поле в целом играет существенную роль для количества, для распределения массы галактик во Вселенной, а также на истории звездообразования. Вот здесь показаны картинки эволюции темпов звездообразования, которые совпадают с учетом разброса с данными наблюдений. Конечно, можно говорить, что неопределенность в различных параметрах, аппроксимациях других процессов также можно уложить в эти наблюдаемые неопределенности, но, тем не менее, по крайней мере, включение магнитного поля не меняет картину драматически. Но что же оно может нам дать? В самом пути магнитное поле можно рассматривать как видеокомпозиции турбулентных полей, регулярных. Интересными являются вопросами, как быстро эти компоненты генерируются, когда и достигается ли насыщение, как структура магнитных полей связана со структурой галактики, и могут ли в определенных ситуациях магнитные поля влиять на именно перестройку каких-то морфологических особенностей в дисках. Вот эти вопросы я буду пытаться обсуждать в течение доклада. В первую очередь, естественно, магнитное поле в диске нашей галактики. Вот здесь показано наблюдение о эмиссии и поляризации излучения. Видно очень много особенностей, которые выходят над плоскостью галактического диска и внутри. Видные шпуры хорошо выделены, различные вихри, которые связаны как с особенностями движения межзвездной среды, так, наверное, и с предыдущими этапами, связанными со звездами. Для теоретических рассмотрений более привычен вид плашмя, и такие попытки восстановить магнитное поле в галактике тоже имеют место. Вот здесь показано положение Солнца, здесь галактический центр, и цветом указана величина магнитного поля, вот здесь шкала справа, и синий соответствует направлению магнитного поля к Солнцу, и красный от нас. Видно, что структура магнитного поля достаточно сложная. Более того, имеют место изменения знака направления магнитного поля в некоторых частях, вот, например, в этой области, которые традиционно пытаются объяснить наличием спиральных структур, или динамических особенностей неосимметричных возникающих дисков галактик. Что же насчет внешних галактик? Во внешних галактиках все кажется более определенным. Вот здесь М51. Хорошо видно, что направления векторов магнитного поля замечательно совпадают с направлением со спиральными рукавами. В М83 ситуация немного сложнее. В каких-то частях магнитное поле совпадается со спиральными рукавами, как вот здесь, а в других частях это совпадение уже не очевидно. Другой пример. Видна хорошо кольцевая структура в галактике, однако магнитное поле никак не отражает это кольцо. Ну и, наконец, еще один пример, в котором галактика не показывает никакого достаточно ярко выраженного узора, но тем не менее в магнитное поле видны хорошо такие магнитные спиральные рукава. Это означает, что у нас имеется полное разнообразие конфигурации поля и структур галактик, и вот весь этот набор факторов представляет особый интерес для расчетов именно динамики эволюции магнитных полембийцев. Вот я буду основываться на проведении МГД расчетов с учетом нагрева и охлаждения самой гравитации газа во внешнем потенциале галактики. Я попытаюсь успеть рассказать о двух моделях. Первый составик мы рассматриваем галактический газовый диск, который экспоненциальный, он равновешен, в нем есть равновесная кривая вращения, учтенный нагрев и охлаждения. Мы рассматриваем там начальное чисто троидальное магнитное поле, то есть мы здесь не ставим себе задачу распроизвести формирование первичных магнитных полей, то есть мы начинаем рассмотрение с того поля, которое не противоречит наблюдению в современную эпоху. И мы рассматриваем гравитационный потенциал, гравитационный потенциал спиралей, которые вращаются в диски, и вот отклик системы на такую эволюцию я буду обсуждать. Для начала модель без магнитного поля. Хорошо известно, что в результате целого пучка неустойчивостей гравитационных, термодинамических возникают мелкомасштабные облака, неустойчивость типа Кельвина и Гельмбольца. Это был случай без магнитного поля. Когда мы начинаем добавлять магнитные поля с различными начальными величинами поля, мы видим, что по мере увеличения поля количество мелких структур уменьшается, а также сильно меняется морфология, особенно видно это в центральной части, где практически все замывается, а на периферии, вот если сравнивать, то есть в этой области становятся более выделены такие протяженные филаментные структуры. Хорошо видно также, что для расчета с различным магнитным полем возбуждение самого поля, рост поля тоже сильно отличен. Если мы задаем большое поле, то рост поля практически несущественен. И ситуация обратная, если мы стартуем с маленькой величины поля, можем получить его увеличение примерно в два раза на шкале буквально пары оборотов диска. Вот здесь показан радиальный профиль. Видно, что если мы стартуем с красного профиля распределения поля, то в конце эволюции, через 500 миллионов лет, профиль становится более плоским, но тем не менее увеличение поля больше происходит на периферии. По всей видимости, это связано с действием караспиральных руководов, которые помогают транспорту магнитной энергии наружу. Здесь мультик, который демонстрирует эволюцию диска. Слева газ, справа модуль магнитного поля. Вот то, что я говорил, формируются различные масштабные структуры, которые видны и в распределении плотности, и в магнитном поле. На первый взгляд кажется, что картинки очень похожи, но тем не менее, если смотреть на них более детально, конечно же, разница достаточно существенна, особенно в межрукавном пространстве. Вот если мы возьмем кусочек, вырежем, увеличим его немножко, видно, что там, где есть глобальная спиральная структура, в магнитном поле практически так в целом совпадает с распределением плотности, однако между руками видно много всяких структур, облачков, протяженных, филаментов. А магнитное поле представляет собой такие линии, которые нанизывают несколько различных газовых структур, и все это перемешано такими слоями, разложенным в диске. По всей видимости, за счет дифференциального вращения возникают такие протяженные филаменты уже магнитного поля. Очевидно, что если мы рассмотрим связь магнитного поля с концентрацией газа, то из общего соображения должна иметь место некоторая зависимость величины поля с плотностью газа. Здесь данные наблюдения, которые позволяют рассматривать участки разной плотности газа. Видно, что есть некоторый тренд на увеличение величины поля с плотностью газа. Здесь пример расчета изолированного молекулярного облака с учетом поля. Видно, что тренд есть, но он не очень ярко очерчен. Тем не менее, если мы начинаем рассматривать такую же диаграмму только для всей галактики, то выясняется, что вообще картида более сложная. По всей видимости, разные спиральные структуры, разные морфологические особенности очень по-разному выглядят на этой диаграмме. Здесь, да, свойства поля. Здесь достаточно сложно их разделить, но тем не менее, мы попробовали. И здесь нарисован параметр β. Это отношение термодинамического давления к магнитному. И мы выделили область в спиральных рукавах и веже спирали. Мы видим, что именно в спирали, где наиболее четкая, наиболее прямая связь, есть такой заметный достаточно узкий тренд. Хотя все равно есть, проглядываются какие-то структуры, которые могут быть связаны с какой-то более локальной динамикой. Между спиралями видно, что ситуация достаточно неопределенная в плане разброса параметров, которые мы можем получить. Вот здесь я нарисовал график. Мы провели, во-первых, серию расчетов отдельно, где мы меняли начальное магнитное поле и смотрели то, как меняется толщина филаментов, которые возникают. Вот сейчас появилось много данных о том, что в звездной среде в основном заполнено не круглыми облачками молекулярного газа, а филаментами, которые имеют достаточно универсальные свойства. И вот мы решили посмотреть, как начальное магнитное поле влияет на толщину этих филаментов. Выясняется, что их толщина уменьшается с ростом магнитного поля. Но помня, что магнитное поле, возбуждаемое в действии, зависит от начального, возможно, есть некоторая связь между начальным магнитным полем в межзвездной среде и современной структурой, например, толщиной этих филаментов. Таким образом, возможно, некоторые филаменты могут запомнить то поле, которое в них было, когда они только родились. Поскольку в диске рождается много мелких структур, то можно разделить и посмотреть влияние этого достаточно хаотического процесса на формирование различных компонент магнитного поля. Вот здесь показано линиями фитоя и радиальная компонента. Видно, что вот здесь синим азимутальное поле имеет достаточно значительную противоположную компоненту, то есть достаточно много реверсивного поля. Случайный компонент, вот здесь справа, поле может достигать примерно до четверти от общей величины. И вот здесь в качестве примера я рассматриваю поле в шкурах, не в шкурах, не над плоскостью, а в галактических шкурах, связанных со спиральными ветвями, которые возникают, по всей видимости, в результате устойчивости типа Кельдера и Гельгольца. И вот слева нарисована плотность газа, и вот этим оранжевым контуром я выделил какое-то значение плотности, перенес его на карту магнитного поля, в фито-компонент магнитного поля. Вот здесь вот мы видим два шкура А и Б, и цветом здесь показана величина фито-компонента магнитного поля. И видно, что и для шкура А, и для шкура Б на переднем краю имеет место рост положительной компоненты поля, затем поле резко переворачивается где-то посредине, и с обратной стороны поле уже имеет обратный знак. И вот если начать приглядывать, то практически все, даже мелкие структуры, которые имеют более-менее радиальную протяженность, они характеризуются вот такой вот особенностью реверсивного поля. Конечно, это достаточно малые масштабы, не очень понятно, можно ли это все детектировать во внешних галактиках, но хочется верить, что для нашей это можно проверить. Вот здесь я показал, что на малых масштабах структуры сильно зависят от структуры магнитного поля, где в газе, в спиралях магнитное поле сильнее связано именно с газовыми структурами реверсов, но не то поле является очень распространенным, особенно в шкурах. И здесь я быстренько попытаюсь пройтись по второй модели. Она практически такая же, только мы смотрим на оси симметричный гравитационный потенциал, но к начальному азимутальному полю мы добавляем бисимметричную такую компоненту, малую здесь, малый параметр, и пытаемся посмотреть, можно ли что-то получить, что-то увидеть. Интересно, если такое поле было в начале. Оказывается, да, здесь сверху эволюция плотности, снизу модуль магнитного поля, и видно, что в оси симметричном диске за счет начальной неосимметрии магнитного поля развивается такой вот спиральный узор. Он очень-очень тугозакрученный, там угол закрутки меньше 5 градусов, но эта картинка очень хорошо, да, вот здесь видна амплитуда, это фурье, рост фурье гармонии второй моды на различных радиусах для плотности магнитного поля. И эта картина, вот то, что мы видим здесь справа, очень хорошо напоминает спирали в лензовидных галактиках. Считается, что в этих галактиках практически нет газа, но тем не менее, в пылевом, там есть пыль, и пыль образует такие вот очень-очень тугозакрученные спиральки, которые достаточно сложно объяснить за счет галитационной тепловой неустойчивости и в силу просто малой плотности вещества, но вот за счет магнитного поля, которое должно действовать на заряженной пылинке, во всем этом случае это выглядит достаточно похожим. Это я пропущу. Оказалось, что вот кинематика таких волн в случае бисимметричной компоненты магнитного поля достаточно любопытная. Вот мы здесь померили скорость вращения волн в магнитном поле и в плотности. Видно, что центральная часть, вот здесь вот она, она имеет до такой вытянутой структуры, и она вращается существенно быстрее, чем спиральный узор, который остает. И мы решили посмотреть, может ли это дело влиять на подпитку центральной части газом, поскольку если есть некоторое выделенное направление, которое обособлено кинематически, и мы посмотрели на темп аккреции газа в центральные 100 парсек для различной величины бисимметрии, начальной бисимметричной компоненты. Видно, что если мы увеличиваем эту бисимметричную компоненту поля, темп аккреции начинает расти, и мы формируем вот здесь в центре такой оверденсити, который, возможно, в некоторых ситуациях должен помогать притоку газа, чтобы обеспечить подпитку центральной черной дыры. Здесь у меня заключение о том, что бисимметричные компоненты способны генерировать кругозакрученный узор, и, возможно, в некоторых ситуациях обеспечивать приток газа в центр. И вообще, как оказалось, включение магнитного поля в относительно простые модели галактик дают очень много интересных особенностей и эффектов, которые очень любопытно изучают. Спасибо. Алексей Петрович. Вот когда вы в модели говорите о газе, это нейтральный газ, соревнованный, молекулярный, некий обобщенный газ, там по-разному ли будет магнитный поля? Да, мы сейчас здесь, я рассматриваю идеальный МГД, мы не разделяем напрямую все эти компоненты, все это некий средний газ. Конечно, если рассматривать не идеальные, там будет еще интереснее. Как будет с космическим лучшим? В плане учета... В плане галактики считается, что давление космических лучей в порядке давления поля? Ну, да. Вы действительно правы, что это считается. И когда я говорю о построении модели галактик, магнитное поле идет под нож первым, ну, может быть, не первым, а вторым, первым идет к космическим лучшим. Не очень понятно, как их включать, как учитывать, как на разных масштабах они будут действовать. То есть это должно быть важно, но я думаю, что люди над этим тоже работают. Что даст Вашим моделям галактик, 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 галактик? В нахабовских временах эта модель имеет место жить, потому что мы показали, что достаточно на коротких временах структуры уже образовываются. И дальше эволюция должна повторяться в каком-то смысле. Плюс есть факторы, которые мы не учили, естественно, в модели. Это звезда образования, которое должно поддерживать формирование мелкомасштабных структур и, в свою очередь, дополнительную генерацию поля давать. Плюс дополнительно к этому на больших временах, пожалуй, наиболее важным фактором является динамо, которое должно диспетчивать рост поля более надежным способом. Последний вопрос. Возвращаясь к вопросу о разных фазах, ниже может сильно отличаться степень реализации. То есть у Вас предполагается, что газ полностью реализован? То есть какая степень реализованного газа, который реагирует на возникновение более против, более менее реализованного пассивного газа, как бы ясно, а пока слабый проект. Это же, да, ну, вот, то есть здесь у Вас. Ну, у нас здесь идеальная МГД. То есть здесь... Да, да. Спасибо. Давайте еще раз поговорим. Спасибо. Первый докладчик у нас, руководитель проекта Керосип. Кероскопа-Обсерватория Сергея Мини-Керпредель из Института земной физики в Архиве Магии. Please, please. Здравствуйте. Продолжение следует... First, I have to apologize to give my talk in English, because Гаварита Руски wouldn't be a good idea for me. And, okay, I'll show. This is a first-time event in two respects. This is the first time that I'm here invited, and I'm very grateful to the organizers for doing that. And the second thing is that you are the first audience to which I can tell that EuroZeta is ready. So, after 10 years of development, more than 90 million euros of money spent, many ups and downs, EuroZeta is ready, and it's completely calibrated with an excellent performance. In some cases, even better than what has been specified 10 years ago. It's completely assembled. It passed successfully the end-to-end test during the last three months, and it will be shipped on the 18th of January. We wanted to ship it because there is Christmas first in Germany and then in Russia. We wanted to ship it with the first flight after EuroChristmas on the 11th of January. But then for the first time, Lavochkin postponed the delivery. Since I have been complaining for many years that we delayed, but then we are postponing the shipment to the 18th of January by one week in order to have sufficient time to do all the paperwork with customs. And we will use the German post, the DHL, so we have to put a stamp on the container. And Airbridge Cargo, by the way, is a Russian cargo company, and there are regular flights three times a week from Munich Airport to Sheremetjewa. Let me spend a few words about the whole organization in Russia and also in Germany. On the Russian side, and please correct me if I am wrong, we have the Russian Academy of Science. ICI is an institute of this Russian Academy of Science. And then on the German side, we have the Max Planck Society, and MPE is an institute of the Max Planck Society. So this is Sun Symmetry. Then we have the two space agencies, Roscosmos here and DLR on our side. And then on the Russian side, there is all the company, Lavochkin Association, which is responsible for the spacecraft, for the launch, for the ground operation and so on. And there are two leading scientists, one Russian and one German one. On the German side, the Iruzita collaboration consists of core institutes. We call them core institutes because they get funding from our space agency. But the number of 90 million, what I told you before, only a minority of that is coming from DLR. The majority is coming from the Max Planck Society. So MPE is the leading institute, the scientific lead institute. We did also the project management, the instrument design, the manufacturing, the integration and test. Also afterwards, the data handling, the processing archive, almost everything. But we got help, or we're getting help, from other institutes, both in Germany as well as in Russia. and of course also from industry with key players all over the world, primarily in Europe, an Italian company which got the largest contract, but also companies from the US and also in Russia. And let me go a little bit back and remind you what happened in the first days of this project. Let me go back into the year 2005. That was the first idea when Misha and I met the first time and we were discussing in summer and I can really remember what happened when we said goodbye to Zvidanya. We were not really convinced that we really could make it. That is, what I'm showing here are all Russian drawings. So none of them came from us. So it is an Arctic sea, there is a British lobster instrument and this here is our old BRICSUS satellite and the idea was to have a piggyback or a passenger payload on that mission. That was absolutely the first idea. To be launched on a Soyuz with a Fregat upper stage. Then on a flight from Munich to Moscow and we were discussing we need more effective area, we need more collecting area and on this two and a half hours flight we developed the idea to take the old small BRICSUS mirrors with 27 shells and seven mirrors and simply put outer shells on that design but keeping focal length and everything the same. And when we arrived here at Sheremetyeva we called a colleague at home Peter Friedrich please make us a simulation and a thing until tomorrow in the morning the next morning we presented that to IKI and we never have changed that design. That was fixed and that happened on a flight from Munich to Moscow. And this is what we got in the end. Then in September 2005 two months later the atmosphere was already much better as you can see it was September and Munich in September means Oktoberfest. I do not explain why the Oktoberfest is in September and this was the scheme at that time. So Erosita was a simple box Arctic Sea was a coded mask instrument and then we had lobster here and that was sitting on a spacecraft still we launched on a Soyuz-Fregard from Kuru in a equatorial orbit and we were talking about the year 2010. Then again later we had the idea or Gunther was asking we need more field of view and so we have to talk about a larger detector and there were ideas more pixels smaller pixels larger pixels and so on and during a breakfast on a conference in Orlando Gunther myself and two other colleagues we made the decision how to increase the field of view up to one degree in diameter we took the old design we had this already the CCD this X-ray CCD and we simply added one channel so we not talking about the details of the readout but we had two times 128 readout channels and now we have three times 128 readout channels that makes the odd number of 384 pixels what the Erosita CCDs have right now it's simply three times 128 then in September 2006 Erosita became a front cover so it was closer to a trash bin now Arctic Sea changed the design I think that was the time when you had a Kumakov optics and we still had lobster and it wasn't permanently a spanning instrument with a sun direction that the old instrument describes great circle in the sky but at the same time the idea was what Cosmos told us no not flying from Kourou there we have to pay 20 million euros simply for launching our own rocket let's do it from Baikonur because there we know what's going on we have experience there and so on the problem was only that we had to go in a 30 degree low earth orbit with we were talking about ground stations in Namibia and so on the performance of Erosita with the larger field of view the four years survey and the effective area if we compare that with Rosat this is seven times more effective area better angular resolution for the survey a much better spectral resolution because we have CCDs and Rosat had only a PSPC the field of view is smaller but on the other hand they had eight times eight full sky scans rather than what Rosat had one that gives us in the end sensitivity which is 25 up to 30 times that of Rosat and the design driving science I'm hesitating to say this is the key science of Erosita but the design driving science was the aim to detect 100,000 clusters of galaxies in order to constrain the parameters of the dark energy but in addition there will be 700,000 stars 3 million Agen and a lot of other science so it's everyone who knows what Rosat did 25 years ago can imagine what we can do with Erosita with 25 up to 30 times better sensitivity Erosita is a PI instrument the data of Erosita are split 50% MPE 50% ICI and we did it simply in a way that we cut the sky in galactic coordinates in the center ICI gets the east part and MPE the west part and we have a policy what to do with the data we have proprietary access to the Erosita data and the consortium and the papers are regulated by working groups we have working groups and probably you have the same for all galactic for all scientific subjects and then there is also policy enabling individual collaboration with individuals and also with groups in March 2007 I think there was I think a problem because then we had a calorimeter on board this is Artic C again changed the design Erosita came closer now to what we have right now lobster was spread over the platform and we had a calorimeter I have to admit that I personally was absolutely against that and you see why I was against it had been unfeasible it had been absolutely unfeasible and I think the scheme what we have right now is much better but the problem was it took one year to get rid of it and for the price for that we had to go to L2 rather than staying in a lower orbit this has a couple of advantages of course but for the price on our side that we had to redevelop our electronics from scratch we had the electronics already but then we had to design it in a way that it is radiation hard high rail for a deep space mission then in 2009 finally a detailed agreement was signed between Roscosmos and DLR both Perminov and Werner are no longer the heads of their agencies Perminov has been replaced by someone and Werner is now the boss of ISA but this marks I think the starting point of a phase CD of the project and if you take this as a starting point and supposing that we really make it in March 2018 for launch we are talking about eight years eight and a half years and this is absolutely normal or even excellent for such a big mission so Rosat took eight years XMM was a little bit longer Shantla much longer so if we really make it in that time I think we can be happy this this what I said the data sharing between MBE and Russia in galactic coordinates and since 2009 I think the design of the whole mission is fixed and there haven't been major changes anymore but we were supposed to launch with this elite freight gut having ground stations in Russia let me talk about Eero Zeta this is a schematic view first so we have a front cover we have the seven mirror modules there are two star trackers but the star trackers belong to the spacecraft but simply for reasons of accuracy they are mounted on Eero Zeta the same as for the sun sensors then we have the mirror modules they have rather complicated X-ray levels in front and all focus of each of the mirrors there is a camera each camera has a filter wheel and its own electronics what you can see here also are four large radiators two of them for cooling the electronics and the larger one for cooling the cameras because we have to go down with the CCD temperature to minus 95 degrees and we can do it only by passive means I said something that we had ups and downs let me mention only one we had many of them mirrors so we simply thought that our mirrors the EeroZeta mirrors are small copies of XMM mirrors and so the technology was known everything was known the companies were the same so let's do it but then it turned out that it was a big mistake because the short focal length and the short length of the mirrors made it much more difficult than what we thought in the beginning and people are saying now that the development for the EeroZeta mirrors took longer than that for the XMM mirrors that was much more effort so we had an engineering model in 2009 with 42 arc seconds angular resolution but we want to get 15 in the end we made 16 the amazing thing is that we had not the slightest clue how to do it what to improve for three months we had really nightmares sleepless nights and so on then we changed the industrial cooperation and in the end and that amazes me even now DLR gave us 15 million euro in the end and we placed the contract from the germ research institute from the max plank institute we made the contract with a small almost bankrupt italian company and we by ourselves put a lot of effort in it and in the end we got it this is here when we picked up the first mirror by ourselves we picked up all the mirrors by ourselves so no forwarder was involved that was the first ride of Joseph Heder and myself just before Christmas in 2009 picking up the mirror from this company and Joseph became always nervous when we had a bump on the street and Joseph why are you so so nervous you have calculated this and he or every month I calculated by art simply without any computer while driving what is the acceleration right now on the mirrors and everything is fine and in the end we knew all bumps and holes in the roads between Monza and and we noticed that the highways in Italy were the best the Austrian were well but the German ones were ugly and terrible at that time these are the key performance parameters of Eurozita so this is the spectral resolution the energy resolution of the cameras this is really the best whatever has been made and flown much much better than the XMM cameras and all of the mirrors this sorry this is the mirrors and these are the cameras so we have even at the carbon alpha edge at 0.3 kV we can resolve that what XMM couldn't do or can't do and we have an angular and specular resolution of the order of 60 electron volts and here at aluminum we are still below 100 EV then here for the mirrors we are with all the mirrors these are 8 we are between 15 and 16 arc seconds angular resolution and even at higher energy we are below the specification so we have specified it for 20 arcs seconds and we have 15 this year is the worst mirror and it will stay on ground we do not repeat the mistakes the XMM people have done the best mirrors of XMM are still at MPE at Ponder being stored so we fly the best and leave the worst one on ground so this is the real beast the front view with what you see here in front are the baffles the baffles you can't see it really here are 54 cylinders of metal sheets extremely precisely matching the footprint of the mirrors behind this is the spider wheel of the mirrors and this is the rear end it looks a little bit complicated but it is these are the seven electronic boxes of the cameras the cameras are seen here and these are the filter wheels and if you take all the cabling here away then you see here heat pipes this is a heat pipe for cooling the electronics and there are a lot of other heat pipes purging lines we have to keep the instrument clean on ground therefore we are purging that continuously this is the whole beast together with arctic sea sitting on a navigator and until a week ago we have been sitting on a upper stage last week on Wednesday we have been in front we had a meeting this was cosmos DLR and everyone else and now since we know officially that we will fly on a proton and having a block dm as upper stage there are a couple of there have been a couple of rumors before in the press in the media and so on about proton and the reasons why but since last week is I think fixed and the launch date will be in March 2018 right now EeroZeta is not an MPE it's the premises of a company in the south of Munich where we have done last test for instance on a shaker EeroZeta is sitting on a shaker that happened two weeks ago everything was fine but also here do I have a few more minutes you have seven minutes to look yes 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 okay no I was driving on a highway from Prague to Munich and I got a phone call from Josef Adam who is our assistant engineer they made they just made a low level random and he didn't dare to do the full random Josef what are you talking about you are the expert I'm the PI are you asking me to do a full random yes I don't dare because it's noisy and then while driving the car we were two we were calculating a little bit what is the sound pressure when it's noisy and the sound pressure when it's noisy is of the order of 50 or 100 Pascal and something breaks glue or so in the order of mega Pascal and then I called Josef and told him don't worry the loudness the noise doesn't tell you anything about the stability of the instrument in both ways yeah I got the same message from the company itself and everything worked yeah this is one of the last pictures the full thing it's three and a half meters tall two meters in diameter and now we have first Christmas and right after Christmas we will do the shipment by the way the process of something shipping from this kind from Germany to Russia is a rather complicated process it took us many many months to prepare it and for the next project I recommend that Russia join the European community in order to save all the problems so in the end I want to show you something just for fun a slideshow with music when we when we transported Erosita from MPE to our X-Ray facility punter for doing all the thermal back tests but it gives you an impression what will happen when Erosita arrives here do you hear that sound what means to 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 be true and take my eyes over you you'd be like heaven to touch I want to hold you so love and love that love that way and I thank God I am alive you're Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Дорогие коллеги Мой рассказ будет о тех вещах Которые большинству присутствующих В этой аудитории хорошо известны К сожалению, коллеги наши Не понимают по-русски Поэтому если будут вопросы, я в конце Отжечь Нет, не надо, в конце Отжечь пойдет о потенциале Наших российских обсерваторий По поддержке Миссии Спектр-РГ Прежде всего Наш общий потенциал Наших институтов Здесь такая примерная схема На которой Извиняюсь На котором Где тут у нас Размерами кружков Показаны размеры институтов Самым большим институтом у нас является ИКИ и дальше поубывающим Не все поместилось Потому что мало места на данной картинке И процентами показано Примерное соотношение Численности научных работников В этих институтах Там много инженеров Без исключения технического И так далее А где здесь указка Я вот Понял Спасибо Ну общая численность Астрономов в нашей стране Порядка тысячи человек В активной фазе То есть те, кто регулярно Публикуется В научных журналах Около 500 Реально 500 человек Это включая университетскую науку И науку академическую Вот наши оптические инструменты Нашей страны Которыми сегодня мы располагаем Ну прежде всего наш флагман ВТА Которому уже более 40 лет Исполнилось недавно 40 лет эксплуатации Три телескопа Класса 2,5 метра И несколько инструментов Политрометрового класса Ну и еще целая серия инструментов поменьше Которые конечно же Тоже могут использоваться Для поддержки миссии Общая собирающая площадь всех наших зеркал Примерно 50 парадных метров Что составляет около 5% От мировой площади оптических Оптических зеркал Значит в течение длительного времени Вот мы с Рашидолевичем Участвовали в работе Которая в общем закончилась Ничем на данный момент Работе по Вхождению в Россию В Европейскую Южную обсерваторию Эта работа была начата еще В 2000 и далеком 2006 году Когда у нас впервые Катрин Цесарский Генеральный директор Ясова приезжала нам в Россию В Москве здесь встречались Разговаривали потом Очень много мы работали С Тимом Газел Для того чтобы Продвинуться И здесь некоторые Пункты которые говорят Зачем нам нужно было Вступать в Диезу Я в разных аудиториях Об этом рассказывал Поэтому не повторяться Но главное это конечно То что Россия получала бы Доступ к крупным инструментам Возможность участвовать В решении фундаментальных задач И формирование направлений исследований Ну и так далее Это все достаточно очевидные вещи Конечно все упиралось в деньги И здесь показаны расчеты Которые были на 2012 год Пощипы же нами При обсуждении этой темы Видно что типичная стоимость Была разбита по годам Стоимость ежегодного взноса Это порядка стоимости 2-2,5 метрового телескопа То есть попросту говоря Мы могли за эти же деньги Что и вступить в Лесу Могли строить ежегодно Примерно телескоп Ну тот который поссорил ГАИШ Сейчас в Карачаево-Черкесии Общая сумма Напомню она была Вступительный взнос Около 120 миллионов евро Ну там еще и ежегодный взнос И так далее Несколько раз приезжал Генеральный секретарь Тим Дозел Вот в 2009 году Он выступал у нас В Академии наук На собрании физиков В отделении физических наук Потом он приезжал к нам В Петербург На Европейскую конференцию Астрономов И была создана Рабочая группа При Министерстве образования и науки Работала комиссия При администрации президентом Возглавлял группу Сергей Иванец Он потом стал ректором Дальневосточного университета А сейчас как вы знаете Находится в не очень отдаленных местах Но все пришло к тому Что в итоге Все было размазано Затянуто И главный аргумент Был всегда один и тот же Астрономы России Не могут Сформулировать Единую задачу Для того Чтобы Правительство Администрация президента Министерство образования и науки Знали Куда вкладывать средства Потому что каждый раз Когда проходили такие обсуждения Например на рабочей группе По инфраструктуре российской науки Возникало предложение Строить 100 метровый телескоп 60 метровый телескоп Входить в ЕСО Входить в СКА И так далее И так далее Все рассыпалось И чиновники используют Это как аргумент Для того чтобы Мы вообще никуда не вошли Хотя деньги Естественно были потрачены На вхождение Другие проекты Физиков Ну например Проект Дези В Германии Европейские проекты Крупные По Взятерной физике Да Какая часть И стоимость 20 миллионов евро Это общий Взносов От других стран 10% Значит стоимость Вхождения Россию в ЕСО Она Рассчитывалась Исходя из Национального Волового Продукта И приравнивались Мы к Испании В тот период Примерно Значит мы 10% Должны были Внести средств В бюджет ЕСО Соответственно Мы имели Примерно 10% Гарантированного Времени Но Время конечно Распределяется На телескопах ЕСО Программным Комитетом Так что Просто так Не однострально Получать время Только за деньги Нужно еще Иметь научное Обоснование Таким образом Мы остались Пока с тем Телескопом Который был построен В середине Прошлого века Единственный Оптический Большой инструмент Нашей страны Это телескоп БТА На Северном Кавказе Ну и здесь Оснащенность Его инструментальными Средствами Показана На БТА Все инструменты Были построены Астрономами САУ Кроме Вот последнего Основого Звездного спектрометра Который Таким Убыточным Таким Сжатым Кутовым режим Используется Для магнитометрии Звезд Все остальные Инструменты Были созданы Трудами Астрономов САУ Я не буду Рассказать про БТА Все знаете Очень хорошо Главная проблема БТА Нашего телескопа Если мы его Планируем Использовать Для работы По спектру РГ Главная проблема Это конечно Погода У нас В районе Установки БТА Это многолетние Данные За много Много лет По месяцам У нас примерно В среднем 120-140 часов Наблюдательного Времени В месяц Попросту говоря Примерно Половина Ясных ночей На БТА Кстати Во всех Основных Обсерваториях Несмотря на Патриотические Заявления Других Институтов Примерно Такая же ситуация В нашей истории Так вот Половина Ясных ночей Из этой Половины Половина Соответственно Это ночи С хорошим Очень хорошим Качественным Изображением Продвижается К одной секунде Мы имеем Четверть Ночей На телескопе С Excellent Quality Nice Кстати Такое небольшое Замечание Может быть Не имеющее Напрямую Отношение К этому Выступлению Но все же Отмечу Вот глобальное Потепление Просто взял В картинок Из интернета И у нас Явно Есть Тенденция На БТА Что за последние Скажем 30-40 лет Значительно Ухудшился И астрономический Климат В районном КБТ Если В 70-е годы Когда Дельскоп Начал работать У нас Были длительные Периоды Зимой По 10 И даже 15 ночей Ясной Погоды Неплохие Стабильные То сейчас Как правило Типичные Две ночи Погода Меняется По видему Глобальные Изменения Достают И астрономам Может быть Это и Других Абсолют Мира Тоже БТА Мы Всем Все знают Что мы Меняем Главное Зеркало Нашего Телескопа В далеком Уже В 2007 Году Мы сняли Первое Зеркало Которое Лежало В контейнере Здесь В течение Почти 30 лет В боковке И это Зеркало Первое Которое Было Очень Некачественное Из-за Располировок Из-за Того Что На нем Были Заплатки Из Другого Типа Стекла И так Далее Это Зеркало Мы Доставили На Тикарийский Завод Получили Деньги В стране Для того Чтобы Довести Его Поверхность До Высокого Качества 159 Миллионов Рублей Было Выделено На Российской Академии Наук Правительства Но потом Случился Кризис Вы помните Вскоре И половину Этих денег Отсекли Так что Мы не смогли Закончить Эту работу И оно Лежало В течение Длительного Времени И только Вот в этом Году Буквально Вот Нет Деньги Еще не пошли Да Сегодня Пошли Сегодня Пошла Последняя Сума 50 миллионов На завод В Литкарина Которая Должна покрыть Их Расход Зеркало Практически Завершено Но это не означает Что работа Закончилась Поскольку Нам придется Монтировать Его в следующем Году После перевозки Монтировать На БТА Видите Зеркало Имеет Вот эти Отверстия Для системы Разгрузок Стекло Оно Плывет Поэтому Коллективу САЛО Придется Даниматься Огромной Работой По Формированию Поверхности С помощью Датчиков И с помощью Активаторов Которые Мы будем Устанавливать На телескопе Это будет Квазиактивное Зеркало Очень медленно Но квазиактивное То есть Нам придется Общую форму Задавать Уже В процессе Установки На телескоп Хотя Поверхность Сейчас сделана Очень хорошая 20 нанометров Качество полировки И в целом Оно Намного лучше Того Что мы сейчас Используем В качестве Второго зеркала Ну и Инструментов Которые Интересны Для Спектра РГ Это конечно же Прежде всего Спектрограф Низкого И среднего Разрешения Вот такой Универсальный Спектрограф Построенный Под руководством Нашего сотрудника Виктора Афанасьева Имеющий Такие Многие Разные моды Я не буду Здесь говорить Об этих всех модах Но У нас сейчас Два варианта Прибора Один работает В штатном режиме Второй Скорпион 2 Сейчас В состоянии Доводки Это инструмент Который Главный Инструмент Для Получения Информации Далеких И слабых Источников Вот этот Инструмент Может Использоваться В будущем Для поддержки Миссии Ну Некоторые Примеры Спектров Тоже Достаточно Устаревшие Одновременные Спектры 16 объектов Которые Выделены В поле Зрения Не те Спектры Показаны Значит С разрешением Примерно 20 Экстрен На Скорпион И Вот Иллюстрации Того Что дает Инструмент На БТА Здесь Далеко Плохо Видно Но Вот Экспозиция 5000 секунд 21 Звездная Меличина Галактика И Самый Последний Спектр Зашуменный Сильно Конечно 24 С половиной Величина В красном Свете Экспозиция 12000 Секунд То есть В принципе БТА Оснащенный Достаточно Эффективным Светосильным Спектрографом Позволяет Получать Скепры Очень слабых Объектов Ну На Мировом Ура Вторым Инструментом Конечно Такого Крупного Класса Есть Еще Более Старенький Еще Сталинской Эпохи Телескоп ЗТШ Который Крымской Обсернатории И Которой Я потом буду Об этом говорить В общем Конечно Придется Если мы будем Использовать Для этих работ Придется Серьезным Образом Дооснащать И модернизировать Новый Инструмент Который На горе Ашат Жат Мас В нашей Карачаево-Черкесии 70 километров По прямой От телескопа БТА Телескоп Университета Московского Пока что Еще рано Говорить Какие будут Возможности Это инструмент Но Совершенно Очевидно Что это Рядовой Хороший Инструмент Который Позволит Каким-то Образом Разгрузить БТА В том числе От Огромного Количества Задач Особенно На темное Время Когда Спрос Большой Когда у нас Конкурс 3-4 Но Этот инструмент Пока в состоянии Первых Пробных Работ И Еще будет Видно Насколько Он Эффективен Часто Говорят О том Что Астроклимат Здесь На этой Горе Лучше Чем На БТА БТА Вот там Находится Рядом Но Я думаю Что Это Одна Из Таких Обычных Версий Которые Пока Дескоп Не Начало В В Никакой Разницы Между Установкой Телескопа Одного И Другого 70 Км По Погоде Нет Третий Инструмент Который Насходится На склоне Горы Эльбрус На пике Тарскол На высоте 3100 метров Один из наших Высокогорных Телескопов Двухметров Угличий Критен Значит Сделали Германии Значит Институт Астрономии Сейчас Оперирует И Содержит Этот Телескоп Телескоп Значит Не Оснащен Оборудованием Которое Необходимо Для Спектроскопии Слабых Объектов В основном Используется Для Звездной Спектроскопии Климат К сожалению Даже Хуже Чем В районе Установки БТА Стекающие Холодные Потоки Воздуха Со склона Горы Эльбрус Очень Тяжелые Условия Для Эксплуатации Так что Здесь Тоже Огромная Работа Если Мы Собираемся Его Использовать В контроле Эмиссии Розель Инструмент Который Принадит Казанскому Университету ИКИ И Турции В РТ Т 150 Раньше АЗТ 122 Назывался Нагореть Убитак Здесь Место Получше Оснащен Сейчас Спектрографом Фоск Спектрографом Эффективность Около 20% В среднем Диапазоне От 400 До 800 Нанометров Новый Телескоп Который Сейчас Вступил В строй АЗТ 33 ИК Инфракрасный Института Солнечной Земной Физики Иркутская Установлен Бурятии В Саянских Горах Он уже Оснащен Высокоэффективным Спектрометром Сделан Кстати В САУ Для Такого Диапазона Глин Вол Низкого Разрешения От Несколько Их сотен До 1200 Разрешения И тоже Можете Использоваться Для поддержки Космической Обсерватории Ну Мы ждем Сейчас Когда Начнет Работать По-настоящему Ну И На этом Все И есть Еще Конечно Целый ряд Инструментов Такого Класса Метрового Класса Я не хочу Все перечислять Но Это Наш Тот Набор Который Позволит Работать По Поддержке Миссии Спектра РГ Недавно Усилиями Наших Коллег Юрий Юрьевич Ковалев И Борис Михайлович Шустав Организовали Опрос Мнения Астрономов России Что же Все Такие Приоритеты Мы Могли Выставить По Развитию Наблюдательной Базы Наземной Астрономы В нашей Стране И Участвовало Почти 500 Человек Пришли К заключению Что В области Международных Проектов Первоочередным Является Вступление В Европейскую Южную Обсерваторию В области Таких Наших Локальных Проектов Это Все-таки Создание Инструмента Четырехметрового Класса С большим Полем Зрения Около Трех Градусов И С Активным Первичным Зеркалом И адаптивным Торис Для Видимого Ближнего И К-диапазона Для Обзорных Задач Такой Инструмент Явно Очень нужен Для Нашей Страны И В принципе Это Посильная Задача Для Нашей Промыслики Заткаринский Завод Аптического Стекла На котором Сейчас Наше Большое Зеркало Создание Таких Зеркал И Таких Телескопов В частности Лыдкарина Делала М1 И М2 Зеркала Для Телескопа Виста В Чили Так что Там Асферика Была Огромная Около Одного Миллиметра Не умеют Делать Асферические Сложные Зеркала Это Посильная Задача Но Конечно Конечно Это Дело Далекого Будущего Потому Что Даже Если Такие Решения Принимались На нашей Стране Сегодня То Мы Такой Инструмент Могли Получить Ну Будем Оптимистами Через 12-15 Лет Когда Наверное Уже Нереальная Эмиссия Будет Уже Спектр Эргене Актуаль Хочу Сказать Что Было Много Проектов Российской Астрономии Крупных Телескопов Я Сейчас Ковыряюсь Нашел У себя В запасниках Было Такое НПО Астрофизика Предлагали Телескоп Сферической Монтировки Будет Телескоп Это Кстати Не Оригинально Потому Что Антуан Лаберила Франции Таких Телескопов Несколько Построил Диаметром 25 метров Они Канули Все В прошлое Такие Инструменты Так и Не Блажен Блаженного Храм Но Суть Такова Что Естественно Что Когда Промышленности Как Таковой Оптическое Телескоп Постояние И Ее Надо Еще Создавать Для Создания Телескоп Не Один Десяток Лет Кстати Стоимость Его Должна Если И ЛТ Сейчас Оценивают 40 метровый Телескоп Примерно Полтора Миллиарда Евро То Там Четвертая Сепель Это Может Тянуться Четвертой О 60 метровом Телескоп Так что Это Пока Что Только Слова Это Филология До Настоящей Работы До Настоящего Делого Далеко Хотя Хотя Вышему Руководству Страны И Скажем Ростех Чем Очень Интересные Веганские Масштабные Проекты В принципе Кто Знает Что Придет В голову Этим Людям На Такую Рискованную Сложную Работу Отважиться В любой Момент Так что Здесь Надо Быть Очень Внимательным И Готовиться К тому Что Наше Астрономическое Собственно Может быть Искупит В работу Большим Телескопом Заключение Значит Вот Я Сколько Тема Достаточно Обширная И О ней Может Долго Вырискну Главное Телескоп ПТА Наш Крупнейший И Единственный На сегодня Инструмент Который Работает По Расписанию Для Всех Пользователей Страны Может Использоваться Для Поддержки Спектора Не только Эпизодически В некоторых Задачах В первую В очередь Потому что Погодные условия Сложные Во вторых Большой Конкурс В-третьих Потому что Передать его Полностью Для обеспечения Только одной Миссии Это было бы Наверное Неправильно Нет у нас Других Инструментов Второе Крайне важным На мой взгляд Является Немедленно Начинать Работы По Переоснащению Или оснащению То что уже делается Телескопом Двухметрового Класса Новым Спектарным Оборудованием И приемниками Для Выполнения Задач Сопровождения Миссии Это можно Сделать В короткие Сроки Какие Здесь Суммы Приемник Большого Формата Сегодня Стоит Вместе С матрицей И Которые Нас Покупают Рубежом 20 Миллионов Рублей И Спектрограф Пример Такой же Стоит Комплект Инструментов Для Это не Универсальный Спектрограф Конкретно Комплект Инструментов 40 Миллионов Рублей Для того Чтобы Оснастить Ну как минимум 3-4 телескопа Нашей страны Оборудованием Для Сопровождения Порядка 150 Миллионов Рублей Сумма Вполне Посильная Я думаю Что если Мы Примем Такое Решение Я имею На астрономическом Таком Нашем Вышем Форуме Это Вполне Реальные Деньги Которые Можно Получить И Можно Получить И Промышленности Быстро Они Включатся Для Тиражировать Разработки Которые У нас Имеются Это Реальная Задача И тогда Можно Сказать Что Мы Могли Бы Действительно Включиться В реальную Поддержку Комиссии Спектра РГ Дальше Обязательно Нужна Координация Работ Обсерваторий Действующих Наземных Обсерваторий Открыва И Завершая Все Что Имеется В Эти Диапазоне В Рамках Некой Коллаборации Мы Сейчас Пытаемся Организовать Через Комплексную Программу Научных Исследований Где Каждая Обсерватория Имеет Свои Куски Ответственности И Это Для Того Чтобы Можно Было Скоординировать Те Реальные Работы Тонцные Работы По Спектру РГ Наземную Поддержку Иначе Это Будет Все Извините Не Разбазарено А Будет Кусками Вырываться Из Бюджета Научного Обсерватории И Оно Не Будет Иметь Достаточно Эффективности И Наконец Конечно Нужно Прогладать Как Одно И Тоже Заклинание Не Устали Поговоря Что Нам Надо Прогладать Усилия По Ухожению Нашей Страны Европейскую Семью Астрономов Невозможно Быть Сейчас Изолирован Мира В этой Сложнейшей Очень Дорогостоящей Задачей Как Создание Моевых Телескопов Методов Инструментов Работа Людей Новые Направления Следований Невозможно Замыкаться В рамках Своей Дельной Квартиры Но Мы Подождем Как Будут Развиваться Моевые События Я думаю Что Это Главная Задача Все Пункт Номер 2 Спасибо Аплодисменты Вся Остальная Наука Казалось Всас Обделена Деньгами Вот Уже Есть Один Мегапроект Мне кажется Вам В этой Комиссии Надо Рассмотреть И дать Четкое Ясное Заключение Насколько Это Все Амутеристично Иначе Это Может Действительно Выскочить Конечно Тут Экспертная Функция Российской Академии Новоклазовых Первых Есть Уже Все Он Уже Сейчас Помощнику Нет Но Есть Это Комиссия Не надо Нам Высущность Уплодить И Второй Вопрос Вы Ничего Не Сказали Про Радио Астроном Что Тут Просто Не вместилось В докладе У меня Была Тема Четко По Аптической Астроном Здесь Есть Специалисты Лучше Меня По Радио Астроном Там Семного Лучше Потому Что Намного Больше Антенн Силу Понятных Причин Радио Огромная Кришна Антенн Многие Из Могли Бы Работать Лучше Другой Стро Их Хуже Потому Что Число Людей Работающих Радио Астроном Радио Астроном Крайне Невелико Здесь Очень Мало Астроном Осталось И Большой Инструмент Например Ротан 600 Нашей Обзерватории Который Тоже Гигантская Машина Крупнейшее Вложение Денег Он Очень Узкого Узкой Направленности Научной И К сожалению Немного Функционально Он Не Может Работать По Таким Задачам Так Сначала Борис Путал Я в ответ На Вопрос Есть Такое Предложение Вам Отвечер Дело в том Что В этой Грунте Мы Выработали Эксперты Советского Астрономического Существа Наше Представление О Проектах В том числе И на Гагаре Оно Очень Четкое Значит Проект Преждевременный И очень Сильно Совершенно Неподготовленный И По Запросу Недавнику Из Администрации Президента Я Еще Раз Обратился В том Часле К Фаршу Галевичу У него Такое Же Мнение Что Такие Проекты Непродуманные Неподготовленные Ввязываться Астрономическое Общество Нельзя И По Видимому Там Все Таки Со Стороны По Крайне Администрации Президента Давление Вот Этого Реализовать Во Что Это Не Став Не Будет Спасибо Вы Хотели Роман Сказать У меня Вопрос У Четырехметрового Перспектива Телескопа Он Планируется Как Свою Роданал Акласс СТИ И Если Он Будет Реализован То Где Планируется Поставить Это Вопрос Установки Конечно Не Обсуждался Это Просто Тоже Проект Очень Сырой Просто Это Выражение Мнения Наше Научное Сообщество О том Что Какой Инструмент Могли Были Сделать Крочайший Срок И Что Нужно Для Нашей Обзорного Телескопа Для Видимого Ближнего Века Диапазона Нет В Большем Поле Сейчас Есть Полупрометровые Будем Надеяться Что Они Дадут Какие Результаты Четырехметровых Очень Нужно Отлично Поздарим Я Моя Задача Рассказать Телескоп Российский С участием Америки НАСА Артекс Текущее Состояние Дела Конечно После Блестящего Доклада Питера Приделя Который Похоже На Рождественскую Сказку Что Такое Произвести Письмосложно Но Поскольку Сергей Антонович Вемешевский К сожалению Не смог Прибыть На нашу конференцию Сделал Доклад ПСРМ Мы Тогда Сняли Все Вопросы Поскольку Здесь Бывают И пресс И Многие Участники Интересуются Состоянием Дела Мы Вынуждены Через Какие Телефонные Интервью Давать Вот С Питером Приделем Недавно Мы Известим Тоже Рассказывали Состояние Дел В общем Что Произвходит Сейчас У нас Замена Ракета Носителя Замена Разгонного Блока И Вот Этот Замечательный Разгонный Блок Фрегат Который Долго Хранился В Лавочкино Он От Нас Уходит Дальше Я Буквально Летом На СПИ Конференции Показывал Вот Эту Фотографию Блестящую То есть В общем Где У нас Вот Эта Ракета Зенит Которая Была Использована Для Запуска Электро 2 А Вот Это Нам Все Говорили Что Спутника Мы Запустим И Ее Тоже У нас Сейчас Похоже Заберут Возникло Какое-то Полукометическое Полуполитическое Решение Использовать Эту Ракету По всей Видимости Запуска Ангольского Спутника Вот Если Мы Обсуждали Дату Сентябрь 25 Сентября 17 Года Еще На Прошлой Конференции Я Об этом Говорил И Все Мы Считаем Что Так И Будет Вот На Это Не Совсем Так То У Нас Вынужден Будет Произойти Переход На Протон Разгоны Блок ДМ Но Нам Все Говорят Что Не Поиспокойтесь Она Уже Готова Есть Разгоны Блок Есть И Все Это Возьмется Из Резерва Программы ГЛОНАСС Но Официального Решения Еще Не При Но Все Бумаги Подготовлены Для Это Вот Что Это Приводит Почему Я Не Говорю Что Это Переход Ракеты Сдвигает Запуск Просто Мы Не Успели На Сентябрь Вот А Когда Мы Страшиваем Наших Уважаемых Баллистиков Как Едатур Нам Лучше Всего Использовать Оказывается Существуют Астрономические Все Так Периоды Это Примерно По Одному Месяцу Раз Полгода Это Зима Нет Осень И Весна Ну Что Такое Осень Это Аугуст Сентябрь Или Март Апрель То С чем Это Связано Потому Что Нам Надо Наблюдать Спутник Из точки Л2 Каждый День Получать Информацию Полгигабайта Информации Наши Антенны Находятся На Северном Полушарии И Никак Если бы У нас Было На Юге Мы Спокойно Видели А Так Чтобы У нас Было В зоне Видимости Всегда Спутник Вот Эти Два Окна Они Нас Вызывают Как говорится Ограничение Позарства Поэтому Сейчас Обсуждается Март 2018 К сожалению Но Я Напомню То Что Петр Рассказывал Здесь У нас Зашла Большая За Долгий Период 10 лет Обсуждения В конечном Итоге Мы В 2009 Году Зафиксировали Характеристики Телескопа Российского И Здесь Вы Видите Характеристики Энергетический Диапазон Поле зрения Но Я Это Много Раз Рассказывал Ничего Не Поменялось Просто Еще раз Напомню Что У нас Тоже 7 Зеркальных Систем 7 Детекторов Ну Вы Видите Эту Внутренняя Структура Она Достаточно Понятна Прозрачна Теперь Еще Раз Напомню Что Жесткий Телескоп Он Должен Дополнять Ерозиту В жестком Диапазоне Долинго И Вот Вы Видите Желтенький Это В режиме Трехрустной Стабилизации Наведения Мы Практически До 30 КФ Здесь Рассматриваем В обзоре Мы Что-то Дадим В диапазоне От 6 До 11 На 12 КФ То есть Здесь Позволяет Нам Как говорится Наш Прибор Сдвинуть Информацию В более Роский Диапазон Теперь У нас В этом году В 2016 Проводилась В параллеле Работа С тремя Изделиями То есть Первое Это то Что мы Еще 4 года Там Назад Поставили В Энфу Лавочкина Технологический Образец Мы Сделали Вообще-то За все Время Период 4 Полностью Собранных Телескопов Вот Можете Представить Что такое Космическая Программа Вот К сожалению У нас Эпизодически Проводятся Стыковки С космическими Аппаратом И могу Сказать Что мы Решили Все Проблемы Это Все Работа Продолжается В общем-то И она Еще Не закончена Ну Вот Так Выглядит Технологический Образец Вот Разобранный Космический Аппарат Это Постоянно Вот Идет Такая Эпизодическая Работа Когда Они Готовы Они Нас Вызывают Мы Приезжаем Включаем Получаем Информацию Говорим Что Не Очень Все Здорово И И так Продолжается КДИ Образец Это Коврекционно-доводочный Образец Который В принципе Можно Запускать В космос Ничего Натлетного Практически Не Отличается Если Не Считать Что Там Только Российские Азерканты Системы Стоят Сделанные В Сарове Вот За Этот Год Мы Провели Огромную Программу Связанную С Механическими Испытаниями Коврекционной Программе Провели Термолатумные Испытания ЦСКБ Прогресс Нигде Не нашлось Камеры Которые Позволяют Работать С телескопом Гейс Радиоактивные Источники 18 суток Мы проводили Испытания Имитировали Полностью Вывод На орбиту Первое Включение То есть Открытие Крышки Условия Марса Миниум Чипов Притоков И так далее Ну и Электромагнитная Соместимость Электростатический Разряд Мы проводили В Росатоме Не Айнидуховая Это бывший институт Импульсной техники На Митрово-Царицыно Ну и В РФЦ В Сарове Продолжаются Ресурсные Испытания Я могу сказать Что У нас Никогда Не делались Инструменты И спутник С сроком Арктидного Существования 7 лет Это вот Мы первые Проходцы Я думаю Что С точки зрения Научной аппаратуры Ну вот так Выглядит Скадеичный Образец Под Эфти Вы видите Здесь Это фильмы Ну это Пленочки Которые Скрывают Зеркальные Системы Вот так Вот уже После Открытия Крышки Это Дермоватурные Камеры В Самаре Это Современная Камера Которая Собственно Полностью Условия Космические Открытого Космоса Ну вы видите Количество Кабелей Которые Соединяются Блоками Электроники То есть Это на самом деле Сложнейший Инструмент И вообще Телескоп Сродни Космическому Аппарату Практически По сложности То же самое Вот Это вот Электромагнитная Совместимость Проведения Испытаний Вдухова Вы видите Тоже Тоже Здесь В общем Все Измеряется Стоят Всякие Волноводы Которые Измеряют Воздействие Ну На Телескоп Делаются Внешние Поля Магниты Электрические И точно Так же Смотрится Что он Излучает Потому что Там Ну На космическом Аппарате Нет Понятия Заземления Куда Вы можете Сбросить Все И Естественно У вас Может Накапливаться Электростатический Заряд Который Может Прошибать Как Молния И Приходилось Ну Там Раз Двадцать Почти Как Молния Там В Телескоп Разряжать Но Все Выдержал Слава Богу Ну Вот Так Он Выглядит Теперь Штатный Образец Мы Провели Разобранный Комплекс Проводились Весь Год Калибровки Зеркальных Систем Детекторов У нас В ИКИ Юстировка В СОРОЕ Но Приема Задачные Испытания Ну И Был Транспортировка Уже В ИКУ Лавочки Ну Вот Вы Видите Это Штатный Телескоп Вот Во Время ПСИ Нормальных Условий В СОРОВЕ Ну И Даже Мы Вентилятор Использовали Потому Что Это Самое Простое Техническое Решение Вот Это Уже Под Электровакумной Теплоизоляцией Вы Видите В отличие От КДИшного Просто Бликов От Золотистой Бленки Ну В общем То Сделали Вот Такой Блэк Ну Радостная Новость Пять дней Там Назад Я могу Сказать Что В общем Телескоп Был Доставлен В НП Лавочкина Разгружен Телевизион В Теплый Цепт То есть Мы Программу Поставки Выполнили Полностью А Ке Которые Должны Были Ну Еще Раньше Поставить Был Поставлен Девятого Декабря Ну А Сейчас Начинается Процедура Так Называем Уходного Контроля Ну Еще Я Сколько У меня Привит Рожадович Есть Я Чтобы Сориентировался То Может У меня Отлично Тогда В общем То Я Хочу Сказать Что Мы Проводим Сейчас Интенсивную Программу Калибровок К сожалению Для Штатного Образа Мы Делали Укороченную Потому Что Нам Надо Собирать Телескоп Но У нас Осталась В руках ЗИП Образ Зеркальной Системы ЗИП Детекер Который Позволяет Нам Достаточно Хорошо Изучать Сейчас Свойства Будущего Телескопа Ну Это Вы Видите Здесь Фотографию Камеры Которая Использовалась Это Конечная Часть За ней 60 метровая Труба С рентген С источником И делаем Кваспоролельный Пучок Из рентгена Который Позволяет Нам Проводить Дескат Ну Вот Вы Видите Что это В Икеев Да Это В Икеев Это Вот У нас Процесс Установки На Гекса Под Зеркальной Системы Ну Это Из Производства Маршала Космического Центра Маршала Великолепная Группа По рентгенской Ортике Которую Я сделала Но В этом Классе Это Лучшая В мире Зеркальная Система Я могу Сказать Наши Разработчики Василий Левин Ставят На Гексапод Детектор Вы Видите Здесь Преклематор Очень Точная Система Я могу Сказать Что Точность Взаимной Системы Это Микроны Точность Угловых Поворотов Это Угловые Секунды Мы Счастливы Что Можно Такими Простыми Рисунами Приводить Всякие Измерения Леша Ткаченко Там Залез Еще В Вакуумную Трубу И Смотрит Взаимное Положение Но Это Наподобие То Что Пикер Показывал Что Все Это Достаточно Сложно Тоже Требуются Костюмы Все Это В чистых Помещениях Проводится Это Все Камерная Сеть Ну Вот Так Выглядит Просто У нас Еще Пленочка Стоит Перед Зеркальной Системой Но Это Бликует Уже Такие Фактически Отражения Стенки Камеры На Вот Этой Пленке Вот Просто Для примера Привожу Это То Что Получается Реально Изображение В логарифмическом Масштабе Это Вот Один Пиксель Ну Это Размер 3х3 Сантиметра Примерно Но Если Здесь Вот У нас Миллион Событий В пикселе Ну Мы Такой Чувствительности И Никогда Нет Таких Источников На небе Чтобы Мы Достигли Такой Статистики Но Мы Знаем Как Выглядит ПСФ Для Реальных Самых Далеких Краев В общем Если Понадобится Мы Можем Это Использовать Если Взять И срезать Допустим 5000 Отчетов Пикселей Верхний Порог То Мы Увидим Вот Такую Неожиданную Картину И Не Надо Пугаться То Есть Вот Это Кружок Который Это Дабл Рефлекшн Это Когда У вас Двухкратное Отражение Церковной Систем Производится Фотона Фокусируется И Вот Видите Они Распространяются Достаточно Далеко И Когда Говорят Ну Эффективная Площадь Церковной Системы Никто Реально Не Понимает О чем Идет Разговор На самом Деле Считают Именно По Этой Площади Не По Пикселю А По Этой Площади Почти Поколение Это Измерение Я Измерение Я Да Это Пора Была Гипербола Но Я Просто Чтобы Вы Понимали Масштаб Вот Этого Пикселя Это 40 Углов Секунд То есть Лучше А Вот Это Символ Рефлекшн То Это У вас Когда Углажают Всего Однократно Но Поскольку У нас Конечное Расстояние 60 Метров Естественно У нас Попадает На фокальная Плоскость Вот Эти Символ Рефлекшн Если Вы Идете На Бесконечность Вот Эти Все События Уходят Из Фокальной Плоскости И Остаются Вот Только Вот Эти Вот Но С Этим Надо Бороться На Земле То Надо Учитывать Но Вы Видите Вот Эта Подсветка И Главное Все Здорово Выглядит Ну А Если Взять Дальше 61 Кружочек Вот Я Могу Сказать Что Половина Плоскости Мы Собираем В Кружочек Меньше 0,85 Угловых Минут Но Если Брать 90% То Это Получается 4,24 Но Опять Ж Это Для 61 Метра Это Надо Учитывать Вот Это Для Молебдена Мы Собираем Фильтр При Высоком Напряжении 18 Киловой Оказывается Очень Важно Проводить Различные Наборы Неважно С Фильтрами Работать С Высоким Разным Стоками То Есть Это Для Нас Открылся Целый Пласт Достаточно Неизучно Перед Этим Вопрос Ну Вот Я По качеству Примеру Показываю У нас Естественно Используются Калибровочные Источники Амтек Вот Вы Видите Для 50 Киловольт На Молебдене Вот Характерная Линия Это Уже Пропущенная Через Система На Нашем Детекторе Это Логолитмические Масштабы Сразу Можно Понять Площадь Где А Это Пропускание Фильтра Здесь Достаточно Полмиллиметровый Реминивый Фильтр Который Позволяет Нам Отсечь Мягкий Диапазон Мы Видим Здесь Это Просто Перекачка Спектра Идет На К Вылете Патонов На К Метлу И Вот Эти Маленькие Скачки Здесь И Не Должно Быть Электронные Шумы И Вы Видите Просто Прекрасно Все Повторяет Спектры То Я Хочу Вам Сказать Что И Три С Полиной К И Даже Три К Чувствую А Здесь Неожиданно Для Нас Просто Артефакт Такой Что Когда Поставили Вистировочное Земкало Которое Для Потом Заменено На Заглушку Оно Сидит На Полутора С Часть Она Разглачена Для Рентгена И Мы Дали Вот Этот Бамп Который Нам Показал Просто Прекрасно Как Все Работает Здесь У меня Картины Полно Но Я Не имею Полности Уремя Для Того Чтобы Все Показывать Но Это Еще Два Примера Для 9 Киловольт И Для 26 Киловольт На Медии На Кроме Здесь Спектры Вот Это Беззеркальная Система Это Зеркальная Система Это Зеркальная Система Это Беззеркальная Система Но Вы Видите Здесь Все 3 Ну И Уровень Фона Который Мы Собственно Здесь Получаем На Земле В Камере Это Примерно 2 Где-то 2 На 10 На 4 А Черт Секунд На Сантиметра Квадратная На К Так И В заключении Я Просто Хочу Еще Здесь Показать Возвращаясь Когда мы оцениваем диапазон 8-24 кэва Это я на прошлой конференции говорил В общем-то И мы Радашидовичи до сих пор Думаем Что мы Можем Сделать Такой Квази Глубокий Обзор И получить Чувствительность По нашему Оценку То, что сегодня Мы Четко Видим По Тем Характеристикам Которые у нас есть Мы Можем Превзойти Ну Ту Чувствительность Которая Сегодня Есть В мустар Но Для Этого Нам Надо Тут Вопрос Сколько Мегасекунд Вот Ну И Естественно Я Хотел Просто Сказать Что После Всех Калибровок Мы Можем Сегодня Повердить Что В районе 10-14 Может Быть 2 На 10-14 Возьмем Такой Коэффициент Запаса В диапазоне 8-24 Кэва По Оси Зрения За 10-5 Секунд Мы Достигаем Такой Чувствительности На Телескопе От X И Для Того Чтобы Увидать Источники На Крае Нашей Галактики На Противоположном Конце Этой Чувствительности Достаточно Чувствительности Где-то Так Сказать В Действительности Но Это На Небе Вы Не Увидите Потому Что У вас Статистики Такой Нет Но Это Классно Просто Смотреть Угловые Минуты Это Все Реальные Измерения У нас Сделано В разных Линиях На разных Энергиях На разных Углах Вот Такие Собственные Измерения Все Первый Доклад Сегодня Когда У нас Есть Время За Вопрос За Пару Вопрос Есть Вопрос Пожалуйста А С какой Точности Можно Центроид Определить В ТСР Для Близких Источников Будет За Семь Лет Померить Пропроможность Роман Дело В том Что Здесь Тонкости Какие Мы Еще Не Говорим Про Это У нас Семь Телескопов И Зависит От Того Все Они Смотрят Параллельно Но С какой Точностью И Дальше Вопрос Как Мы Отъюстируем После Вывода На Космос По Ярким Источникам Здесь Речь Идет Секунд До Угловых Присущих Того То Что Романа Интересует Это Гораздо Меньше Я имею Ввиду Точность Локализации Еще Вопросы Тогда Благодарим Я Хотел Благодарить Организатора Конференции За Возвращение Я хочу Продолжить Тему Наземной Поддержки Немножко Детально Более Детально Рассказать О Одной Обсерватории В Четвером Итоге Здесь Пойдет Оцеанская Обсерватория Сезон Я представляю Туховскую Значит Что Больше Было Понятно Кто Незнаком Вот Эта Обсерватория Она На Границе С Монголией Здесь Иркутск Это Параметры 300 км От Иркутска Высота Абсерватория 2000 метров Вот так Это Выглядит Более Близко Там Расположено Несколько Инструментов Солнечных И несколько Звездных Речь пойдет О двух Этих Инструментах Кружков Так Это Выглядит Это Коплекс Коплекс Объединены Комплекс Общих Зданий С Общим Техническим Корпусом Из Двух Инструментов Из Двух Телескопов Диаметром 1,6 Десятых Метра Эти Инструменты Создавались В первую очередь Для наблюдений Из-за Космических Объектов В Космическом Пространстве Сфинансированы Сотрудничьих Организаций Но Конечно Как Любой Телескоп Могут Использоваться И для Астрофизических Наблюдений Здесь Зашел Разговор О погоде Наблажательных Ночей Я готов Поддержать Юлище Вот тут Показано Распределение Количества Наблажательных Ночей В процентах Ук-2 Ну вот В 2014 Году Было Хорошо В этом Году Похуже Это Показывает Распределение В часах Значит Качество Изображений Тоже Исследовалось У нас Специально Работал Инструмент ДИМ По Измерению Дражания Ну вот Получил Дистрограмма За Примерно Два Года Наблюдений В основном Качество Изображения От Полутора До Двух Бывают Моменты Ну вот Порядка Десяти Процентов С качеством Лучше Секунды Теперь По Инструментам Первый Инструмент Это Телескоп ЗТ-33 К Это Длиннофокусный Инструмент Поэтому Значит Его Конструкция Была Оптимизирована Для наблюдения ВК Поэтому Сильный Длиннофокус Перед смехом Поэтому Получение Изображения Делается С оптическим Редуктором Ну вот Тут Парамет Эпиодины Там Стоят Фильтры Сейчас Добавились Фильтры СДСС Значит Есть Камера ИК Диапазона Но она Ближнего ИК Диапазона Но она Для Физических Задач Не очень Прокодит То есть Чувствительность Не очень Хорошая И То что Было Сделано Последние Несколько Лет Благодаря ИК Срудничество Ки Это был Установлен Спектрограф Низкого Среднего Разрешения О котором Собственно И пойдет Речь Вот Этого Параметра Проведены На нем Можно Получать Изображение В поле Примерно Три Три С половиной Минуты Тоже Сейчас Установлен Фильт Произдач Сос Я Немножко Отвлекусь От Научных Задач И Скажу О других Задачах Которые Можно Будет Решать На Телескопах Полутораметрового Класса Речь Идет О Сопровождении Об Астрометрическом Сопровождении Такая Заявка Допустим ОТП Поступила То есть Их Интересует Получение Астрометрических Данных По Космическому Аппарату В точке Оль-2 Не по Вашему Конечно Такие проблемы Есть Сейчас В Оль-2 Находится Космическая Аппарат Гая По нему Были Проведены Работы У него Оказалось Очень Маленький Блеск То есть У него Блеск Предельный За все Время Наблюдения 21-22 Величина То есть Это Как раз Работа Для Полутора Метрового Телескопа Ну вот Такие Измерения Были Проделаны И была Оценена Возможность Построения Орбиты Проводилась Серия Измерений По ней Строилась Орбита Прогнозировалась А дальше Через какое-то Время Опять Проводились Измерения И сравнивалось Оказывается Чтобы достаточно Измерений Несколько раз Вниз Чтобы поддерживать Эдуард Ну конечно Точное Определение Орбиты Делается Другими Методами В основном Радиотехническими Получение Астрометрических Измерений Они Вспомогательную Ради Основная Неопределенность Какой Блеск Будет иметь Сфектор Орбита Никто Толком Сказать Не может Но Оценки Разные Говорят Что Все-таки Он будет Поярче А может И не Может Еще Более Крупные телескопы Такая работа Она не связана С научной поддержкой Но связана С проектом Сфектор Орбита Теперь По науке Как я уже сказал Основной На телескопе Азоте 33К Основной инструмент Это конечно Для поддержки Сфектор Орбита Это вот этот Тетрограф Низкого Среднего Разрешения Он разработан В САОРАН Вот тут Перечисленная Группа Авторов В главе С Сфектором Павловичем Ханасьевым Постановки Зачи Тима Участвовал ИТИ Здесь Приведены Параметры Сейчас там Стоят Три решетки С таким Разрешением Сфектор Орбита Установлен в прошлом Году Они были проведены Пробные измерения И вот Показано Что можно Получать Спектр Орбита 19-20 Величины Полосе За 30-60 минут Ну Более детально Несколько Примеров Вот Пример Спектра Галактики Скопления Галактики Скопления Галактики Из обзора Планка Ну вот Здесь параметры Приведены То есть Орбита Около 0,3 Его звездная Речина 19-я И экспозиция 30 секунд Ну 30 минут Конечно Да Это было Ну Была сделана Оценка Что Ну Где-то За час Экспозиция Можно С этим Инструментом Где-то Газет 04 Здесь Примеры Спектра Глазаров Глазет 3 3 4 Глазная Величина 20-я Экспозиция 30 минут Это Вот Тут Известный Самый Яркий Глазар Глазет 6 Он Глазет Да Который Глазет Глазет На маленьком Тенскопе Здесь Экспозиция 1 час Ну Видно Что Большой Запас По Сигналу То есть Можно Гораздо Более Слабо Абиты Вполне Хорошо Регистрировать Основная Задача Конечно Определение Красного Смещения Ну И вот Пример Уже В течение Года Получен Георгий Харунжев Проведение Спектроскопического Обзора Из 18 Кандидатов Клазара Из Рентгеновского Выбора Тене Подморожил Подтвердил На ЗТ Пятерка Фактически Довольно Ярх Поза У него будет Доплат На конференцию Мы более детально Протаскиваем Здесь Экспозиция Полтора часа Суммарная Значит Это что касается Наблюдения На ЗТ-33К Мы считаем Это Это Вейзор Дискаплата Нау Групп Слабо Кандидат Редак По поводу Второго телескопа Это Другую телескоп Немножко Леонид Ильич Спутал Это Телескоп Другими параметрами Он Разрабатывался Это Ширкопольный Телескоп Ну вот Его оптическая схема Здесь Приведена Здесь Используется Схема Квазирического Критена С линзовым Корректором Значит Параметры Здесь Показаны Диаметр Вверх В 1,6 метрах Фокусное расстояние 5,6 Поле зрения 2,8 градуса Рабочее При линейном 277 Линейном Такое Достаточно Маленькое Поле Линейное Достигается Внутренним Расположением Фокуса Телескопом Этим Достигается Маленький Размер Этого Линзового Корректора И Соответственно Экранера С одной Стороны С другой Стороны Это Дает нам Дополнительные Сложности С работой С этим Внутренним Фокусом Какой Статус У этого Инструмента Этот Телескоп Был Собран В конце Прошлого Года Показан Башня У него Есть Активной Оптики Вторичное Зеркало 600 Миллиметровое Установлено На Гексаподе Здесь Уже Показана Установлена Бленда Защитная Вторичное Зеркало И Под этот Телескоп Была Разработана Камера С Разработана С Лаборатория Перспективных Разработан С Такими Парагетами 2,7 На 1,3 Десятых Градуса С Площадь 3,5 Квадратных Градуса 48 Миллиметровых Пикселей Рассчитываем На Сборку Из 16 Фотоприемников Такого Формата Первые Тури К сожалению Пока Основная Задержка С этой Камерой Чтобы Мы не Смогли Приобрести Полное Количество Приемников Эта Проблема У нас Осталась Само Изготовление Камеры Достаточно Хорошо Продвинулось Вот Корпус Это Пластина На которой Крепятся Приемники Проделана Большая Работа Чтобы В этот Внутренний Фокус Вписать Такого Достаточно Небольшой Прибор Была Разработана Новая Электроника Пока Ж Мы Поставили Вот Такую Камеру Вот Этот Фланец Это Камера Которая Должна Пока Стоит Камера Маленькая Двока На Двока С ней Был Получен Первый Свет На Телескопе За Этот Год В принципе Мы Много С ним Продвинулись Достигли Может быть Еще Не Все Что Хотели Но Вот Тут Звездное Поле Вот Эти С этой Камера Поле 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 С Экспозиции 60 секунд Здесь Отмечены Звезды Сладея 22 Звездное Наличие Примерно Проницающее За Одну Минуту Сейчас У нас Так Ну И В качестве Иллюстрации Что За Этот Год Мы На Нем Все Так Работали Но Мы Не Делали Работу По Астрофизике 50% Облегательного Времени Уже Продано Роскосмосу Поскольку Он Оплачивает Финальную Часть Этой Работы По Его Изготовлению Но В Его Интересах Мы Проводили Некоторые Исследования Это Наблюдение Космических Объектов На Обрываются Где-то На 18 Объекты Все Что Слабее Оно В общем-то Неизвестно Не каталогизировано С помощью Даже Такого Небольшого Пуля Былось Провести Небольшие Обзоры И Продвинуться В Объекты Конечно Это Не Значит Что Они Будут Каталогизированы Тут Отдельная Задача Есть Но Еще Были Проведены Некоторые Отдельные Наблюдения Астероидов По Поиску Астероидов Там Обнаруживается Конечно Много Объектов И В том Числе Не Интифицированных Не Известных Достаточно Славных Ну Все Я В заключение Могу Сказать Что Телескоп Азет 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 Пожалуйста Подготовим Для поддержки Подделано Очень Много У стелескопа У ЗТ-33УМ Еще Предстоит Если Есть Желание Его Использовать Достаточно Много По Камере По Фотоэнферам Светральная Акорубка Веточка Спасибо Спасибо Максим Есть Да Пожалуйста У ЗТ-33УМ Как будет Организована Смена Фильтров Ну Это Вопрос Это Еще Надо Придумить Пожалуйста Вопрос Про Систему Обработки Данных Которая Планируется Для Телескопа Азет 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 Пока Мы пользуемся Тем Что У нас Есть Конечно Она Имеет Некоторые Свойства Распараллелирования Но Конечно Большое спасибо Еще раз Здравствуйте Всем Я Расскажу О тех работах Которые мы делаем В рамках подготовки К проекту СРГ Но Вначале Я хотел бы Сказать Что Одним из Активных Участников Нашей работы Был Михаил Геннадьевич Ираницов И Он И Участник Активный Участник И активный Автор Один из Авторов В работе По отрисовлению Рентгеновских Источников Спутника Интеграл И Когда мы Выполняли Эту работу По наземной Поддержке И Идентификации Он Активно Помогал В рентгеновской Астрономии Вот поле зрения Ошибка Положения Интеграла Чудовищная Фактически Невозможно Здесь найти Рентгеновский Источник Он находил Из архивов Других Рентгеновских Наблюдений Рентгеновских Обсерваторий Кросскорреляции И Фактически Очень сильно Сужал Нам Район поиска После чего Мы могли Получать Спектры Этих объектов Классифицировать И идти дальше Ну Его авторитет Помогал Даже Получать Из директорского Фонда Чандры Иногда Время Когда Уж совсем Была Тяжелая Ситуация И Можно Было С точностью До нескольких Секунтов Угловых Получать Изображения Рентгеновские И Он Просто Указывал Нам Где Точно Находится Рентгеновский Источник Вот Такие Работы Мы С ним Делали Была Большая Эпопея В свое Время По Коллаборации И Подземной Поддержки Интеграции Комблюдения СС-433 Тогда В казанское Время Мы Сделали Фотометрию Высокоточную Михаил Геннадьевич Он Проанализировал Эти данные Он Хорошо Работал Строить Спектры Мощности Показал Что Спектры Мощности В рентгене И в радио Имеют Один и тот Женоклон Еще Был Сделан Вывод Что Оптические Фотоны Их Прородителями На самом деле И являются Рентгеновские Фотоны Многократно Отраженные При выходе Из Жерла СС-433 И Более того После того Как мы Эти работы Сделали На времена Порядка С временем Разрешения 6 секунд Он С коллегами Закип Продолговал Эту работу И уже Используя Возможности Матрицы Андор Они с Ардюмом Бурениным Пошли Дальше И Нашли На самом Деле Что Здесь На Более Всяких Частотах Аспекта Мощности СС-433 Здесь Наблюдается Излом Более Того Михаил Геннадьевич Нашел Грант Когда он Работал В Германии На позиции По ЗОП Он Нашел Грант Немецкого Из какого-то Немецкого Фонда И Телескоп Был Оснащен Дополнительным Быстрый ПЗС Матрицей Со скоростью 30 Делать Дерц В секунду Это Нужно было Для задачи Которую он Планировал Поставить И решать Собственно говоря Он начал Эту работу Пример Когда он Тестировал Свой Матриц Этот Известный Пульсар Краби В качестве 30 Миллисекунды Временное Разрешение Показано Что работает Главное Что был На небе Такой Еще Другой Источник Во многих Статьях В общей Работе Он был Одним Из первых Авторов Активным Автором И Спасибо Организаторам За Прекрасные Пяти Стенды Здесь И внизу Где Улыбающийся Радостный Михаил Геннадьевич Его опыт Он Очень Ценный Ну Та Методическая Часть Которую Он Владел Ее Надо Будет Перенимать Молодым Коллегам Которые Идут Вслед Работают С нами Теперь Я Проложу По поводу Наш Проект Наш Проект Бел Он Специально Получиметров Телескоп Ориентирован На задачи Связанных С СРГ Просто По уставу По соглашениям По совместным Соглашением С Казанского Университета Кадем Наук Космических Исследований И Национального Аксерватория Телетат Время Распределено В настоящее время Следующим 50-50 И С момента Первого Среза После первого Шести месяцев Полета Планируется Что Стороны Начнут Из Словочек Показано Тот процент Времени Которые Стороны Будут Веляться Направлены Под Проект СРГ В сумме Получается До Времени Телескоп Будет Выделены Под Эти Задачи Пока Мы Тренируемся Готовимся Используем Те возможности Которые Есть Те Орбитарные 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 Наши преимущества К сравнению С другими Российскими Орбитарными Самые Южные Грузия Юг России Орион Сириус У нас Не Головой Но Достаточно Высоко И Эта Область Вблизи Галактического Центра Летом Нам Доступна Поэтому Эта Полоса Меньше Ниже Минус Пяти Градусов Она Нами Охватывается И мы Планируем Активно Работать Что Касается Научного Оборудования Научного Оборудования Было Создано Примерно Лет Десять Назад Сегодня Рассказывали Эволюция Самого СРГ Поэтому Мы Активно Его Задействовали Для Работы По Актическим Ради Сточников Задачи Это Объект Файн Поблик Спектрометра Камера Которая Приглянут Турецкой Стороной В обмен На склад С российской Стороны Здесь У нас Поле 13-13 угловых Минут 0.39 На пиксель Предельная Величина 24-й Звездная Величина За полтора Часа Экспозиции Две Системы Фильтров Стандарт ВВР СДСС Сейчас Появилась Полиометрическая Мода В прямых Снимках Низкое Среднее разрешение Для задач Там Исследования Двойной Систем Где нужны Скорости И так далее Отдельно У нас Есть Матрица Андор Которая Может Использоваться Независимо У нее Лучше Угловое Разрешение Если Это Потребуется В задачах Где В сложных Полях Надо Будет Использовать Мы Используем Мод Вариант Сандор Поскольку Угловое Разрешение Прибора Тефос Оно Лимитирует На самом деле В качестве Изображения В атмосфере Иногда У нас Бывают Лучше Секунды А разрешение Оптики Тефос Примерно На Недвиж Секунды Но Это Саме Еще На прибор Удоб Здесь И прямые Изображения И спектры Сразу Получаются Есть У нас И Спектрометр Высокого Разрешения Он нам Необходим Для того Чтобы Получать Спектры Прототипов Объектов Которые Мы В дальнейшем Будем Исследовать Используя Опыт На Легу Секунды При Анализе Двойных Систем Компактно Легеновским Источником Ожидается Что СРГ Обнаружит Оценки Разные 3-4 Не важно Несколько Миллионов АГН Миллион Африцирующих Белокарликов Большое Количество Массивных Скоплений Миллион Одиночных Зигвоз Понятно Что Основная Задача Все Надеются Что Большая Часть Кросс Использованием Уже Имеющихся И текущих Огромных Обзоров Как СДС И Другие Big Data Ну При этом Естественно Окажется Что Какая-то Часть Будет Неопередствована И вот Та Лакуна Где Придется Работать С телескопом Наземной Поддержки Это Область Млечного Пути Незаполненные Обзором Участки Всякие Вспыхивающие Источники Ну А также Будет Решаться По дороге Задача Более детального Количества Анализа Отдельных Источников Ну По дороге Теперь Я просто Пройдусь По некоторым Объектам Где-то Я на Докладе По-моему Даже в Казани 5 лет назад Я Слушал доклад Что И от комет Регистрируется Рентгеновое Получение Что Ерозита Будет Видеть Мы Не занимаемся Кометами Но Так Для интереса Ради В свое время Попробовали Получить Не только Изображение Даже Даже Спектр Комет Ну Что-то Получается Если Это Потребуется Будем Пробовать Про Одиночные Звезды Мне некогда Рассказывать Тестные Двойные Звездные Системы Двух Типов Маломассивные И Массивные Здесь Наш Интерес Он Традиционно Связан С Призмическими Переменами Хотя Они Больше Степени Ультрафиолетовые Источники Но В гряде Случа Могут И Мягкими Рентгеновскими Сточками В оптике Мы их находим Из-за Эффекта Отражения Когда Орбитальный Переод Модулируется То есть Характерные Время Здесь Несколько Часов Следующие Это Кривоизмические Переменные Либо Поляры Такой Опыт Отожесления С участием В том числе Михаил Геннадьевич Мы имели Для Интегральских И Эрокси Сектор Здесь Либо Модулируется Вращением Модулируется Вращением Белого Карлика Либо Аккредиционные Диски Дают Соответствующие Эмиссионные Линии Вот Интересная Задача Которая Может быть Как Известно До сих пор Природа Предшественников Сверхновых Первого Типа Неизвестно Что это Либо Аккредиционные Белые Карлики Которые Достигают Массы 1,4 Массы Солнца Придется Сверхновых Либо Слияние Двух Белых Карликов И Даже Для Ближайших Галактиках То есть На снимках Хаббла Не видно Предшественники Мы до сих пор Не знаем Что же На самом Деле Возорвалось Ну вот Марат Дельфан Делал Оценки По рентгеновским Данным По наблюдениям XMM Показал Что Исходя Из Предполагаемой Расчетной Рентгеновской Системости И наблюдаемых Данных Что Не хватает Числа Таких Систем Предположения Если Этот Сценарий Развивается При перетекании Вещества С одной Компонентом На другую Ну вот Интересно Если В нашей Галактике Такие Предшественники Будут СРГ Обнаружены Интересно Будет Посмотреть Что же Они С себя Представляют Если Мы Увидим Сначала В рентгене Такие Системы Аккредицирующие Потом В оптике И будем Получить Каких Результат Особенно Большая Проблема Будет Естественно Вблизи Вличного Пути Где Вот Это Поле Зрения Интеграла А это Характерное Поле Зрения Телескоп Артекс Или Ярозита Несмотря На что Здесь Порядка 30-40 Угловых Секунд Если Вы Идете Сюда Здесь Нужна Будет Все Равно Прекрос Идентификация С существующими Каталогами Вряд ли Сразу Удастся Отверженствить Какой Из этих Источников Является Реальным Источником Который Обнаружил Проект Ну Здесь Я хотел Просто Повторить Картинку Каталога Вчера Показывал О том Что Мы Да Говорим О миллионах Объектов Будет Обнаружен Но Все Наши Знания Которые Мы Сейчас Используем Они Связаны С С С С С С С Поэтому Каждый Новый Объект Который Будет Идентифицировать Классифицировать И получать Для него Количественные Данные Будет Вклад Конечно Мы надеемся Не на Единицы А на Десятки Может до Сотни Когда С Марат Раверичем Говорили Сколько Может двойных Систем Быть Обнаружен Он Сказал Что Это Может Быть Несколько Тысяч Но К сожалению Заполощение В нашей Уграничном Пути Нам Доступно Будет Несколько Сотен Для Идентификации Исследования Это Пример Того Как Совместно Обнаруживали Идентифицировали Объект Который Сразу Сам Начало Интеграла Обнаружен Как ременовский Источник Потом Долго Идет Работа По Анализу Что же Это Такое Потому Что До сих пор Идет Дискуссия Что представляет Из себя Компаньон Горячий В литературе Он Был Классифицирован Как Свердеган По нашим Данным Это Получается Звезда О9 Главная Последователь Свердеган И здесь Оказывается Принциально Является Как вы В точной День Модели Атмосфер Опишите Профили Линии Елия Вот Наши Данные Работы Говорят О том Что Скорее Свердеган А Масса Соответственно Будет Другая И Соответственно Оценка Массно-нетронной Звезды Будет Другая Ну Тысяч Объектов Кандидатов В жестком Диапазоне Сможет Обнаружить Здесь Тоже Преимущество АТЭКС Что Он будет Обнаруживать По сравнению Со Сферозитой Поглощенные Источники То есть Давать Будет Этот Плаг Другой Стороны Оптические Обзоры Я уже Как-то Об этом Говорил В поглощенных Источниках Контраст Эмиссионных Линии Гораздо Ниже Чем Непоглощенных Поэтому Оптические Обзоры Которые Сейчас Выполняются Стептральные ДСС Они могут Пропускать Такие Источники Ивухи Поэтому С ними Одинно Тоже Будет Работать И Мы Планируем Работу С АТЭКС Взаимодействию В этом направлении Работы Которые Мы Выполняем Несколько Последних Лек Коглажению Рашталеевича Это Оптические Отрестления Скопления Галактик Обнаруженных Планком Пока Верозита Нет Но Опять же Как всегда Нам Команда Планка Передала Самые Неудобные Места С которыми Работали В районе Млечного Пути Вчера Родион Рассказывал О нашем Опыте Тоже Замечательная Ситуация В этом Планк Обнаруживает Источник Который Есть В каталогах И Известная Кросс Корреляция А рядом Находится Источник Планка Източник Извиняюсь Планка Которого В каталогах Нет И Для него Нужно Было Выполнять Оптическую Идентификацию Несмотря На то Что В Рассаков Данах Этот Источник Тоже Присутствовал Но Мы Такую Работу Проводили Выяснилось Что Между прочим Среди Кандидатов В Галакти Планковских Были Достаточно Близкие Скопления Которые Были Пропущены Оптическими Несемьями И Не существовали В каталогах Наши Оценки Которые Показывают Что По оптическим Данным Прямым снимкам Мы можем Добираться До Z Равно Единически Достаточно Быстро Для Z05 Прямых Снимков Что Да Имея Многоцветную Фотометрию Мы можем Строить Красные Последовательности И оценивать Фотометрические Красные Смещения Наши Возможности Позволяют Также Получать И Спектры До Примерно Z04 05 На Z0 Дальше Нам уже Сложнее Потому что Зеркало Не очень большое Света Мало И речь идет О часах Полночи Нужно Для того Чтобы Затратить Спектр Такого Объекта Такого Стопления Получить Но Здесь Возникают И Другие Проблемы Потому что Для того Чтобы Предварительно Выделить Собственно Стопление Галактики Вам нужно Хорошего Главного Разрешения Если Распределение Яркости Галактики В октябре Пропали Две Ночи Были Родиона Родиона 10 Пропали По-моему Да И Надеемся Что Комитет Отбучитет И В следующий год Нам Восполнить Потери И Все-таки Мы Скопление На этих Z Сможем Спектр Получить На 6-м километровом Есть Еще Другая Проблема Для Раштаревич Уже Говорил Вчера Что На самом Деле У Планка Плохо Угловое Разрешение И При Плохом Угловом Разрешении Планк Показывал Нам Направление Где Мы На самом Деле Находили Ну Пока Непонятно Либо Два Скопления Они С одной Стороны Наша Точность Примерно Несколько Тысячных По Z Поэтому Мы Заведомо Разделяем По Z Но План Дает Как Единый Объект А Является Единым Скоплением Или Это Группы Которые Чувствуют Планку С этим Разбираемся Наши Работы Сейчас Вошли В серию Публикаций По Планку Сейчас Вышел Второй Каталог Планка И Фактически Работа По тем неотержествленным 1600 объектов Из которых 400 Скоплений Было Неотержествленное Завершается Близости К концу И Родион Расширил Тешкист И вчера Он рассказывал За счет Привлечения Данных СДСС Из И ЛАЙС И чуть-чуть Понижение Порога Детектирования У Планка Там Сразу Объем Новых Объектов Вырос До 3000 И 500 Неотержествленных Объектов Которые Не мы Но вместе С коллегами Которые Могут Это Делать Планируем Там Получать Ну вот Здесь Опубликованы Первые Статья Которые Опубликованы Видом Сколько Скоплений Мы Подтвердили С С Другими Участниками На Канарских Островах Ван Старс И так Далее Сейчас Число Площадок Которые Мы Осмотрели Уже Больше 100 Близости 200 И Мы Уже Имеем Право Публиковать Независимо Некоторые Результаты Потому что Каталог Планка Открыть Такую Работу Мы Проводим И В этом Году Мы На ТТ-150 Получили Большое Количество Прямых Изображений Частично Для Близости Скоплений Спектры И Эта Работа Продолжается Мы Планируем В ближайшие Годы По крайней До Западской СРГ Выполнять В В Времени ТТ- Ну и Здесь Я Линзы Спектры Нам Тяжело Получать Пытались Получить На БТА Но Из-за Того Что Погу Свободен Не Повезло До Сих Порез Красного Смещения Для Этих Линз Пока Не Было Получено Гравитационный Линз Да Ну и Я В заключение Хотел Сказать Что Мы Вчера Уже Говорил О Что В Казанском Университете Казанскому Университет Тоже Пытаются Найти Флаги Которые Он Будет Двигаться Как Федеральный Университет Нужны Какие-то Результаты И Мы В общении С руководством Смогли На данный Момент На сегодняшний Год Убедить Что Исследования Космоса Являются Приоритетом В современную Эпоху Что От этого Отмахиваться Нельзя Дело В том Что Многие Показатели Которые Требуют Министерство Образование Не Количественные Естественно В области Астрономии Не По количеству Студентов Не По количеству Там Публикаций Мы Не Можем С Гуманитариями Просто Сравниться Но Мы Подчеркиваем Что Мы Можем Конфицировать Какие-то Качества Но Здесь Нам Предложено Ити по Пути Создание Организационных Таких Форм Научно Образовательные Центры Виртуальные Которые Могут Сложиться И здесь Работают Наши Кафедры В институте Физики В институте Математики Ну и Здесь Мы По факту И так Сотрудничаем С коллегами В ИКИРАН В САУ И В ИНОСАН Но Здесь Предлагается По тихонечку Расширять Всякие Коллаборации Такие Организовывать Не знаю Как будет В следующем Году Потому что Очередное Переформатирование Произойдет Программа Повышения Компулярентоспособности За два года Или за три года Третье Переформатирование То есть Министерство Образование Постоянно Меняет Свои правила Но если Нас учтут И не выбросят Из программы В следующем году Реагируя На наши результаты То мы Планируем Таким образом Привлекать Коллег Которые Активно Работают Спасибо За внимание Вопросы Криклана Политича Криклана Вы сделали Все Все Просто Хотел Есть Вопрос Пожалуйста Вы Сложные Области Работ Как Близко К Плоскости Галактики Вопрос там порядка 10 ближе к десяти уже иногда были вы просто звездные поля очень близко 5 градусов но через них пробиться иногда я удавался когда не звезды 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 по прямым снимкам до примерно 07 до единички уже видел здесь вот юрий юрьевич говорил о том что там в своем докладе показал что 20 процентов эффективность действительно рассказал что наш прибор ты пост он создан был 2004 году еще со старой матрицы и сейчас на самом деле обсуждаем с нашим приветственным коллегам модификацию оборудования должны сделать все-то светосильным приподнять наши пределы речь идет в первую очередь о замене матрицы на современном на приборе ты пост по видему либо вот возможно обсуждение того варианта которым говорил юрий юрьевич на 40 миллионов на 1 те убедить руководству там казанского университета а проблема в принципе у нас был вариант что вы могли найти два года назад когда нам программа там условия что прибор был сделан в течение одного года когда я обратился в салоне сперва что там такую систему за 20 миллионов за один год вам не сделал потому что в салу готовить без пикировых урок там очередь на создание для саянского телескопа делали поэтому невозможно было реализовать условия что-то пойти и купить сразу но тем не менее надо работать у нас уже почти полный зал начинаем следующий доклад профессор Гюлпер Хазингер директор нового есть award из турни?, там достает значение это Dashechak 35 в несказ всем В последние годы я пришел сюда очень часто, но в последние годы я не смогу пришел. Я должен перевести титул моего разговора, чтобы понимать, чтобы поговорить о будущем футболе Хаваиин, и также проспекты для кооперации. И я очень рад, что мы уже начали кооперацию между Россией и Хаваиином Группом, для приготовления Ирозита. Но я хотел бы вам показать вам более оборудование о том, что мы имеем в Хаваиин. Это Мауна-Кея, как мы видим, на спace station. И когда вы посмотрите на спace station, вы не видите те телескопы очень хорошо. Если вы вздумите немного, вы увидите небольшой ринг, о том, что здесь. И это, в общем, это обсерватория на топе Мауна-Кея, где мы имеем 12 телескопы на топе, и там есть радио телескопы немного немного внизу. И для того, чтобы сделать небольшое оборудование, что здесь телескопы, у нас есть из самых лучших производителей в том, что в данном случае это карт, которые показывают все телескопы более 3.5 метров в мире. И их бары такие, как лимоносит, то есть из-за 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 5 или из-за 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 к из-за 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 того, с Great observatory, because on one hand the wind is always blowing in a very constant laminar fashion and the Hawaiian volcanoes have a very smooth slope, very gentle slope, they are very high but the wind is actually blowing over them in a laminar fashion and so the stars are not twinkling up on the summit of Hawaii and that's the reason why every telescope that you put there is more powerful than when you put it somewhere else. And another point I want to make is that the direction, the distance to most of our partners is almost the same, we are sitting in the middle of the Pacific and so what I would like to call this is a pan-Pacific observatory because in the meantime we have a great interest from the Far East Asian countries Japan, China, Taiwan, Korea, we also have partnerships with Chile, Argentina and Brazil and then USA and Canada and there is in principle a potential, and this is our collaboration with Russia Russia is also a Pacific Rim state and so it would be natural to think about partnerships between Russia and Hawaii in the view of this Pacific Rim the total output as I said of telescopes on Mauna Kea is quite impressive here this is the comparison of the Mauna Kea telescopes with for instance the Hubble Space Telescope and all ISO telescopes and so we are in good partnership we are actually dominating the world scientific output in astronomy from Mauna Kea now just to give you a little bit of a feeling this is a time-lapse movie of a few minutes of observations on Mauna Kea here you see the two Keck telescopes and Subaru and Gemini observing all the galactic center at the same time with their laser beams and then you see how the night is moving on not always they are looking all in the same direction here you see the laser beams shining in different directions and all the telescopes are active every night throughout the whole year as long as it is not bad weather like for instance today they are observing right now also it has snowed yesterday so they are still trying to get out everything and so let me just focus on a few of the important telescopes that we are in particular planning to use for the Erosita cooperation you know that two Keck telescopes are the most powerful telescopes in the world and in particular with their 10 meter size mirror they have a very large collecting area but they also have a huge efficiency and wonderful suite of instruments and I would like to focus in particular on one instrument which is MOSFIRE this is the most sensitive near infrared multi-object spectrograph which is actually used for a lot of the exploration of the early universe and so this will be very important when we want to follow up high range of clusters like the ones that Alexis Finogenov was talking about today then the Subaru telescope is very important for us the Subaru telescope right now has the hypersubprimecum spectrograph in the hypersubprimecum spectrograph you can imagine this almost like a telephoto lens in your camera only 20 times, 20 times or 30 times bigger so this is a live person here, a Japanese person, 1 meter 50 and this is about 2.5 meters spectrograph and the CCD focal plane contains 120 individual CCDs and this combination is the largest grasp telescope so that means the effective area of the mirror multiplied by the field of view the field of view is 2 square degrees and so this is the most powerful wide field imager of the world right now and we are using it, we have been using it for our Irosita preparation as I will show you in the future the Japanese are building a multi-object spectrograph FiberFET which can use this whole field of view this is called the prime focus spectrograph this is done in collaboration with Princeton and others and so in the future we will also be able to use that prime focus spectrograph for the follow up of Irosita sources and then the Gemini North Telescope we have so far, I personally have so far not observed on Gemini North but it's clearly a very powerful resource and then we are also using the Canada-France-Hawaii Telescope Canada-France-Hawaii means that Hawaii is actually a co-owner we own about 15% of the telescope and we are also getting roughly 15% of the observing time and the CFHT right now for our purpose is a very important instrument because it has the most efficient U-band filter in the world so if you want to do deep U-band surveys you have to go to the CFHT and so that's what we are using and then there are two more telescopes which have belonged to the United Kingdom the United Kingdom Infrared Telescope and the JCMT, the James Clark Maxwell Telescope both of these telescopes have in the meantime been transferred from the United Kingdom to the University of Hawaii so we are now the owners of those telescopes Yes, the ownership they have stayed in Hawaii but the ownership has been transferred to the University of Hawaii and for the UKERD telescope in particular there is something we are operating that in partnership with universities like Arizona and also other partners and we are actually looking for more partners so if the Russian community would be interested in joining operations on UKERD this is actually a very efficient and cheap way to get access to a 4 meter telescope in a major fashion so this is something that I would like for you to consider another possible interesting possibility may be in the long run if Russia is really interested in the large generation of telescopes it would also be a possibility to consider to join the TMT so that will clearly be some interesting possibilities Ok, and then this is not all we have another mountain on another island this was Mauna Kea on the big island Maui is another island with a volcano that is not 14,000 feet but only 10,000 feet so about 3 kilometers high and it contains some of the best observatories for daylight observations this is the picture of the Haleakala observatory there is a whole military complex which we call the Maui Space Surveillance Complex where the Air Force is actually looking particular for satellites we are the westernmost point of the United States and so it is clear that things that come from far east would be interested to watch from here but we also have civil access to some of these telescopes so we can also use them, about 10% of this big telescope we can also use for real astronomy and then on this side we have the new Daniel K. Inoue Solar Telescope which is a national telescope which is just being completed it will have first light I think in 2018 and then we have the two Pan-STARRS telescopes where I would like to focus a little bit more these are two small telescopes, 1.8 meter in diameter but they have the largest optical cameras in the world so this is actually one of the Pan-STARRS cameras it has 64 chips and these 64 chips together have 1.5 gigapixels and so as such until the LSST camera is finished it is actually the largest camera in the world with a field of view of 7 square degrees and so Pan-STARRS just two days ago has made us a great present it has finally published the Pan-STARRS sky survey which is about 3 billion separate objects and 2 petabytes of data you can imagine when you would write to it if you would like to print out this data on a normal A4 sheet you need 47 million file cabinets to print this data so we would never print this data but this is now available to the public and this is an extremely important resource I believe for Erosita because finally we have the dream of an all-sky digital survey which is available for us it is actually not all sky the southern sky is missing but it goes down to minus 30 degrees and so in the context of what Peter told us the sky distribution between Russia and Germany this is roughly where it cuts through this is the galactic plane the galactic center is down here and so this is the Russian part of the sky which is almost completely in the Erosita sorry, in the Pan-STARRS map and this is the German part of the sky which is also, I think 2 thirds of it is in the Pan-STARRS map so I think this will be a very important resource and so I just want to give you a feeling about what the huge amount of information which is in this data set so I'm zooming into the galactic center region that's this region here and I'm zooming in a little bit further this looks roughly how our plates over lunch looked like after eating the gulasch and so when you are now it looks a little bit fuzzy but when you are concentrating here this is just one single field of view of Pan-STARRS and when you zoom out when you zoom in and you see the galactic nebula and you see a lot of objects so there's a huge amount of information and data that would be readily available for us ok, and that brings me to the that brings me to the scientific part my main motivation originally and this goes back to Abrixas and then it goes back to the early times of Roseta and then finally E-Roseta is still to try to understand the growth and the evolution of black holes and you know that we have the active galactic nuclei we have different variants we have active galactic nuclei where we can see the center and then others that are heavily obscured and so with Roseta we were able to resolve only the ones that you can see directly and then with Chandra maximum Newton we got the ones which have been have a moderate obscuration but there is still a large uncertainty of what happens in the very hard x-ray band where only Neustar and in the future Art-X-C can observe because also this model is now quite established and very I think popular it still contains a large uncertainty about how many objects are obscured as a function of red shift so the obscuration factor as a function of red shift is a very important ingredient which could in the end actually establish I mean how the AGN have formed at high red shift and this is basically where Spectrum X-Rama with E-Roseta and Art-X-C will cover the whole band and we will get a large number of new objects so this plot has already been shown by Peter Predel this is the survey sensitivity of E-Roseta for point sources and for clusters and so here when you compare it with the Rosa and Allsky survey for clusters we are more than two orders of magnitude deeper here and for point sources it is about the factor of 25-30 that we were talking about and so this is what we want to exploit this new parameter space the log n log s of AGN is very well known and E-Roseta will not go the deepest I mean the deepest will be done by the Chandra deep fields but E-Roseta will cover a very important range from the first survey after one year this is called E-Roseta 1 when basically the first sky survey has been done and then until the deepest regions that are covered in the ecliptic poles you span an order of magnitude in sensitivity which is very important for calculating luminosity functions in the hard band this is the blue data and in the soft band it is the yellow data and so I am particularly interested and I would like to propose for cooperative work one survey which is similar to what we have done in the Rosart times where we work together with the Selinchuk observatory to identify the 2,000 brightest sources in the Rosart sky which gives a very important local anchor of the population and then also we have embarked on the E-Ros program this is the so called Hawaii E-Roseta ecliptic pole survey where we are covering the deep north ecliptic pole with deep optical observations and later we would like to do the crosswalking and so this is the current state of affairs with all the LGM that we know in the sky in the hard band this is based on Swift-Budd observations Askar observations, Exxon and Newton, Chandra and so on and the Chandra deep surveys are covering the faintest and highest redshift population but you see that there are big holes here that is because there is no all-sky survey in the hard band and this will actually be filled completely with E-Roseta over the four-year survey and the two surveys that I was talking about the E-Roseta bright survey which could in principle already be done after half a year so this is something that could be done quickly as a very fast because also the objects will be relatively bright so that will be a fast turnaround identification program and then finally E-Ros will cover the faintest part close to the Exxon and Newton and Chandra deep field surveys We will get an even better characterization of the evolution of the AGN luminosity function this is from our most recent work, Miyagi et al. and something similar has been done with Ueda where you see the space density of active galactic nuclei how they actually change with redshift the most luminous AGN are peaking at a redshift around 2 to 3 and the least luminous AGN are peaking at a redshift around 0.5 or so and so there is a clear trend of the peak going down to lower redshifts which we call the anti-hierarchical scenario because small things usually should come first but in here the big things are coming first but there is an interesting, when you look at this curve there is an interesting other interpretation that you actually have two different modes of growth you have one high luminosity mode which is shown here and then at lower redshift there is a lower luminosity mode and this could actually be referred to two different aggression modes one from major mergers where two galaxies are eating each other and then from secular processes where pre-existing black holes are already fed back so E-Ros will produce a huge amount of additional information in particular at high redshift and then also will increase the statistics for lower luminosities and it will be a very powerful tool for AGN work but as you know the most important work for EuroZeta will be the clusters of galaxies and so that is where I have already started to do a bit more work for preparation this is the exposure map expected for EuroZeta where you get the deep exposure at the poles and at the poles you are getting roughly 20 kiloseconds or something like that and roughly above 10 kiloseconds EuroZeta will start to be confusion limited and so the poles itself will actually be a very powerful deep survey and so we have embarked this year on this Hawaii EuroZeta ecliptic pole survey where the blue curve is 17 kiloseconds observation the red curve is 15 kiloseconds observation and the area in the sky that we are observing is visible from June to August roughly so during the summer months we are observing those fields I don't want to dwell on this too much but we are observing those fields in nine different filters GRI, ZY and two narrow band filters from Subaru and then we get the J band in the near infrared and the U band with CFHT and so the data, the first analysis of the data which I have done personally myself I was only able to look at the central field out of the 30 fields that we have so we have now piped the data into the Pan-STARRS pipeline because it is just too much to analyze on your own but the data is beautiful as you will see the resolution of the images is great this is the G band appearing in blue and just by chance the north ecliptic pole is very close to a planetary nebula which is a fascinating object that for some people is interesting for us it is only a kind of foreground object what we are mainly interested in are potentially high-red shift clusters so this is a group of galaxies with a relatively red color and this is where we would like to follow up with Eros-heta and X-ray observations the seeing that we got was excellent we got a median seeing of about 0.6 arc seconds both on CFHT and Subaru so 90% of the data that we are using has a seeing of better than 1 arc second which is really excellent and the number counts that we are getting are perfect in agreement with what we are expecting so this is the GRIZYNJU band and so the deepest fields that we have have a limited magnitude of 26 roughly which is really wonderful and the least sensitive band is the J band the near infrared band that goes to about 20 second magnitude so I think most of the Eros-heta counterparts will actually be covered by those magnitudes and this gives a color-color diagram for the optical astronomers among you you can actually get a lot of information from excellent colors this is actually an example from the cosmos field which is even substantially deeper and we have a full set of photometric red shifts for all objects and so this just gives you an example where you can actually see the stars here this is the G minus sorry this the K minus Z band so Z minus K and this is the G minus Z band so these are relatively broad color ranges and what you also see for the first time I have seen that with naked eye is the red sequence of the clusters up to red shift of 1 roughly where you can actually really see in the full field by displacing the colors the red sequence of the cluster so when you select these objects you can directly zoom into the cluster this is our Eros the current status of the Eros field and we are still far from the accurate photometry that we need in order to separate it out but I have done some tests I think we also see the red sequence here and so I have selected a few objects in this red sequence part which is going roughly from redshift 0 to redshift 1 here and these are a few candidates that I analyzed just yesterday so this is going while we are speaking these are a few cluster candidates redshift 0.7, 0.8, 0.9ish where you can beautifully see and disentangle the different colors I have not yet been able to push through the redshift 1 band and what we are planning to do now I mean while we wait for Erosita to come what I would like to do is I would like to reanalyze the ROSAD data around the north ecliptic pole because ROSAD has done the all-sky survey but ROSAD has also done a number of pointed observations so this is just a quick look data of ROSAD for the central region this is the north ecliptic pole itself and so we would like to reanalyze the ROSAD data with a finer point spread function and then we want to look up the optically selected clusters and see what their x-ray fluxes are and so you don't need many x-ray photons to determine the flux you need many x-ray photons to get the size of the cluster so we can already do some preliminary work on ROSAD I am almost done we are also very interested in with the narrowband filters in finding high redshift Lyman alpha emitters these are two examples from the cosmos field which is already based on our narrowband data and this is one example in our heroes field where there is one object that has a very bright red color and so it is probably a Lyman alpha line at a redshift of 5.7 so we will get the whole emission of the Lyman alpha emitters over the 120 square degrees both in the redshift 5.7 and also a 6.5 band and then finally that ties back to one of the talks that we heard I think yesterday or this morning about the gravitational lensing we are also trying to find new lenses like this beautiful golden lens where you see an Einstein ring and the large area that we are covering and the relatively good angular resolution of our images should allow to detect a few of these golden lenses our Japanese friends have already found one golden lens where they have two Einstein rings at two different redshift so that is a very rare phenomenon and so I believe we should have the data to get a handful maybe 10 or so additional golden lenses in the heroes program and with this I would like to thank you mahalo is the Hawaiian word for thank you mahalo and this is actually a picture taken a few days ago from Mauna Kea in snow somebody went up there because the road was closed so they had to walk up there took this photograph and for us and in Germany we will have a Christmas holiday soon and for you you will have it a few days later so happy holidays to all of you thank you well you mentioned this briefly but what is the future of the TMT in your opinion? yes so the TMT is right now going through this so-called contested case which is basically a kind of judiciary mitigation or measure of trying to listen to the community this is dragged out right now by the opponents for a very long time they tried to postpone the decision because TMT has said that they need a decision very soon whether they will build in Hawaii or in the Canary Islands what is the deadline? and they are closing a deadline by roughly September 2017 where they had to have the final decision and I am still very optimistic I am hopelessly optimistic that we will actually make that deadline and so we are very strongly putting all of our energy in keeping the TMT in Hawaii on the other hand I mean I understand the project they need the partners they need an alternative site and so Canary Islands is a site but it is definitely not as good as Bonapier next question so you selected J-band also for this survey yes can you explain what the J-band is more because this is such a wide field the J-band is about twice more efficient than the K-band so we would need twice longer to observe it with the K-band maybe we can come back later and observe it with the K-band as well but the CF what do you mean is more efficient? no this is actually the CFHT in order to reach the same sensitivity with the K-filter we would actually have to expose twice as long and so right now it is a kind of compromise between covering a large area and getting the sensitivity and the problem is that CFHT is actually the most heavily oversubscribed telescope right now and so while we march along with Subaru unfortunately we didn't get the observing time for the near and for this year so this is a very limited resource and we have to kind of optimize it yes 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 this is actually normalized by telescope so this is per telescope so that means the VLT you have to multiply that by three what do you mean by four by four and the K you have to multiply by two sorry but oops but per telescope this is K this is UKERT ВЛТ вы должны быть в 4, и КЭК вы должны быть в 2, но по телескопу. Да, но это вообще Крептри, который находится в Канаде. Ещё вопросы? Так, поблагодарим. Спасибо большое организаторам за приглашение выступить на этой замечательной конференции. Всегда очень приятно приезжать в Москву. Если вы внимательно слушали доклады в течение предыдущих 2-3 дней, как это делал я, вы, несомненно, заметили, что звёздная астрономия, или, скажем так, звёзды играют очень большую роль во всех областях астрофизики. Только они никогда не упоминаются напрямую. Они всегда упоминаются, так сказать, через какие-то параметры фидбэка, которые форматизуются, и вот это там константы. А я сейчас бы хотела посмотреть в деталях именно на звёзды. И мы можем разделить все звёзды на несколько групп, например, на такие две группы, как маломассивные звёзды и массивные звёзды. Маломассивные звёзды – это деление сделано по типу остаток, который остается после того, как звезда заканчивает свою жизнь. И маломассивные звёзды – нижний предел массы примерно 13 масс Юпитеров, верхний предел массы примерно 8 звёздных Марс, и они становятся белым карликом в конце жизни. Массивные звёзды – примерно 8 соло в начале жизни, в низком конце их масс спектра. И наиболее массивные звёзды – верхний предел масс массивных звёзд ещё неизвестен. Может быть, 150, может быть, больше. Это диаграмма Гершмонга-Рассела, которая показывает трехи звёзд разных масс. Например, это звезда солнечного типа, это массивная звезда. И, как вы видите, звезда солнечного типа совершает долгую экскурсию по диаграмме Гершмонга-Рассела, в то время как массивные звёзды эволюционируют примерно с одинаковой светимостью, заканчивают свою жизнь, может быть, взрывом суперновой, становятся нейтронной звездой или белым карликом. Эту картинку я… Чёрная девочка? А что я сказала? Чёрная девочка. Да, понятно. Чёрной дырой или нейтронной звездой. Эту картинку я стащила с сайта Макс-Планка-Института, которая показывает созвездие Альона, которое мы тут все прекрасно можем видеть, по крайней мере, вчера, по-моему, в оптическом свете и в рентгеновском диапазоне. Со-звёзды во всех областях диаграммы Гершмонга-Рассела, излучают рентгеновское излучение. И это короткое содержание моего доклада. Я постараюсь сделать обзор, да, то есть очень быстро – хоп-хоп-хоп. Я буду коротко говорить о звёздах маленькой массы и массивных звёздах. Не секрет то, что рентген обладает большой проникающей способностью, поэтому вот эта классическая картинка, полученная Хабблом телескопом, показывает звёзды молодого образования. И вот эти вот пунктики здесь, вот эти точечки здесь – это изображение, полученное телескопом Чандра. И мы видим, что рентген хорошо показывает нам звёзды, которые сидят в средине вот этих вот полевых колонок. Следующее я пропущу. И сразу скажу, что рентгеновское изучение молодых звёзд, маленькой массы, да, они называются звёздами типа Титаури, Титерца. Оно, механизмы не очень хорошо понято, но, по всей любви, это связано с атрицией. Во-первых, вещество атрицируют на центральный объект здесь, который ещё не находится на главной последовательности. И взаимодействие между диском и магнитным полем звезды, которая только-только начинается вот тут вот, происходит возникновение, зарождение динамо каких-то вот процессов. Что важно для нас здесь, в контексте рентгеновской астрологии? Для нас очень важно то, что свойства диска сильно зависят от параметров рентгеновского изучения, которое падает на этот диск. И это имеет прямое отношение к формированию планет. В настоящее время, в следующие десятилетия, конечно, поиск новых планет будет играть приоритетную роль в астрономии, и множество планет уже найдено, и этот процесс будет продолжаться. И теперь, значит, заканчивается время, когда мы просто забираем данные, мы можем начинать делать настоящую физику. И вот одно из первых таких физических процессов, которые еще не понят, это то, что люди нашли, что масса планет коррелирует с падающим рентгеновским потоком от их центральной звезды. И некоторые механизмы предложены, например, может быть, планеты испаряются жестким рентгеном, или мягким рентгеном, или вот-эво, что угодно, или какие-то процессы рентгеновского изучения как-то влияют на процессы динамики диска, и это все еще совершенно не понятно, но, конечно, этот процесс, который будет изучаться. Что тут важно для нас в контексте особенно эрозиты, это то, что эрозиты получат хорошие рентгеновские флаксы, множество планет, которые содержат звезды. И особенно все это во время, когда будут улучшены параллаксы. Так, я закончила с молодыми звездами, и мы теперь переходим к более провинционирующим звездам все еще низких масс, звездами типа Солнца. Да, звезды типа Солнца, в них магнитные поля, магнитные поля, которые могут быть померены прямыми методами, например, земеновское расщепление. Но эти магнитные поля, да, это, кстати, картинка Солнца вчера и сегодня с веб-сайта СОПО, но эти магнитные поля, которые могут быть померены прямыми методами, они находятся в фотосфере. Магнитные поля в фотосфере не играют значительную роль. В то время как короны, солнечные короны, они полностью доминированы процессами магнитных полей, поэтому магнитные поля лучше всего изучать в рентгене. Вот я бы просто хотела показать, на мой взгляд, очень элегантную статью, которая была напечатана несколько месяцев назад в журнале Nature, просто для того, чтобы мотивировать, может быть, молодых людей, которые здесь сидят, потому что очень простое наблюдение, тем не менее, замечательная публикация в Nature. Сейчас попробую объяснить, что тут показано. Значит, этот плод показывает рентгеновскую светимость, а здесь вот показано вращение звезды. И это звезды, вот эти все пунктики, это звезды злоточного типа. И что мы видим здесь? Вот это медленно вращающиеся звезды, здесь быстро вращающиеся звезды. Когда звезды вращаются быстрее, 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 у них, значит, растет динамо, ну, все знаете, все катаетесь на велосипеде, и рентгеновская светимость увеличивается, 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 до какого-то момента, когда происходит насыщение. Да, вот оно насытилось, и, значит, динамо сидит вот здесь. Они как бы быстро не вращались, и рентгеновская светимость не увеличивается. Вы, значит, так, как вы все выучили в университете на втором курсе, а, может быть, даже на первом, динамо работает в линии между радиатив и конвективной зоной звездных. Да, это там, где производится динамо. И это как бы, а динамо, конечно, это основная, это физика, это звезды, это вообще все. И теперь люди сказали вопрос. Хорошо, этот плод мы можем объяснить динамо-теорией. А теперь люди, почему Nature Vapor? Потому что люди сказали, а давайте возьмем звезды, карлики класса М, которые полностью конвективны. У них нет вот этой тахолинии. И просто очень простое наблюдение. Просто померим их рентгеновскую светимость. Вот они здесь померили их рентгеновскую светимость. Четыре вот этих пунктика здесь сидят. И эти звездочки прямо попали вот на эту линию, где сидят звезды специального класса G. Этого не должно было быть. Потому что это показывает, что теория, общепринятая теория динамо, где динамо в тахолинии может быть не совсем полна. Тем не менее, это только четыре точечки. И что такое четыре пункта? Ничего особенно. В то же время, как пирозиты уже на начальном этапе, вместо этих четырех пунктиков мы получим здесь 250 полностью конвективных звезд. И, конечно, это позволит нам сильно улучшить теорию, скажем, динамо наше понимание звезд на данную последовательность. Теперь я перейду к массивным звездам. А массивные звезды – это та область, в которой я работаю сама. То есть это я знаю немножко лучше, чем предыдущая часть моего доклада. Так, массивные звезды – они массивные, да? Они более массивные, чем восемь звездных масс. Горячие. И не всегда они горячие, не важно. И они очень быстро живущие звезды. И когда люди говорят об этих звездах, они часто говорят и по вот рок-звезды. То есть знаете, как говорят о рок-звездах. Жил ярко – умер быстро. Заканчивают они свою жизнь, скажем, с нейтронной звездой или черной звездой, что, конечно, очень важно для нас в контексте этой конференции, когда мы говорим о гравитационной лагу астрономии. Значит, это очень маленькое количество всех звезд. Это меньше, чем один процент. Тем не менее, они играют очень важную роль в космосе. Пример показан здесь. И в докладе я буду концентрироваться на звездных ветрах. Все горячие, массивные звезды производят сильные звездные ветра. И пример показан здесь. Это звезда, которая называется «Зитах Мухи». Это «Runway Star». Не знаю, что сказать по-русски. Быстрая бегущая звезда. Которая вот она… как? Убегающая. Убегающая звезда. Вот она движется через межзвездную среду и производит сильную ударную волну перед собой как раз из-за своего звездного ветра. Теоретически было предсказано недавно, что в таких ударных волнах должны производиться ускорение частиц. И, к сожалению, наблюдения пока это не совсем подтверждают. По-моему, вчера, когда были доклады по космологии, люди говорили, что, ну, не а, как бы, звезды не могут делать такое сильное влияние на… Открывает среду. Поэтому я поставила эту картинку. Здесь эта звезда, которая называется «Вольфроед-142». Это звезда с одним из самых сильных звезд в ветрах галактики. Скорость звездного ветра в этой звезде 6 тысяч километров в секунду. 6 тысяч километров в секунду – 10 минус 4 масса солнца в год, звездный ветер. То есть эта звездочка примерно поставляет 10-38 per second в междузвездную среду звездным ветром. Когда мы интегрируем по всему время жизни этой звезды, ее, значит, вклад энергии сопоставит вкладом энергии от суперновой. А она еще и сверхновую произведет, когда она, значит, взорвется. То есть ни в коем случае нельзя пренебрегать вкладом звезд в структуру галактики и прочее. Ну и здесь быстренько, что звездные ветра играют большое значение во многих областях астратизики. Хорошо, это все хорошо, и вы мне скажете, а при чем тут рентген? А рентген вот при чем. Вот это вот спектр звезды класса В в оптике. Да, пожалуйста, были доклады по оптической астрономии, очень легко получить такой спектр, что мы видим, что спектр в оптике полностью доминируется линиями абсорбции. Он произведен в фотосфере. Когда мы сравним такой спектр с моделями, мы получаем параметры звезды. Радиус, масса, химический состав. Мы получаем множество важных прекрасных вещей, но мы не знаем ничего о звездном ветре. Теперь посмотрим рентгеновский спектр этой звезды. Это рентгеновский спектр той же самой звезды и все линии в эмиссии. Да, все линии, весь спектр произведен в звездном ветре. Я хочу сказать, что рентгеновский диапазон является важнейшим диапазоном для изучения звездных ветров, именно горячих звезд, которые просто не наступят в любом другом режиме, даже в ультрафиалете. Можем об этом тоже говорить. Поэтому, да. Как рентгеновское звучание производится в звездах, в массивных звездах, еще не совсем понятно. Одна из лидирующих теорий то, что звездные ветра не стационарные, в них производятся ударные волны, материал нагревается в этих ударных волнах, и значит рентгеновское звучание термальным образом оттуда там производится. Здесь это вот такой снабшот о гидродинамических симуляциях звездных ветров. Но, к сожалению, несмотря на всю свою привлекательность, эти модели еще не в состоянии воспроизвести основных наблюдательных характеристик, таких как, например, корреляция между рентгеновской и волнефрической светимостью звезд. Поэтому множество интересных вещей еще впереди, и эрозита нам в этом очень поможет. Особенно, как уже упоминалось, то, что это будет первый обзор неба на жестком рентгене. Так, какие сюрпризы мы можем увидеть в жестком рентгене? Вот это вот обыкновенная звенда А-класса В в оптике, и она выглядит совершенно, так сказать, нормально. Когда мы на нее посмотрим рентгене, мы можем ожидать всякие замечательные вещи, потому что какое-то количество звезд являются, то есть существует несколько механизмов, которые объясняют жестокое рентгеновское звучание звезд. Один из них – присутствие магнетизма. Маленькое количество, примерно 10%, массивных звезд являются сильно замагниченными, и в таких звездах магнитное поле может доминировать над звездным вектором. То есть в результате звездный вектор нагревается и производит достаточно мягкое рентгеновское излучение. А мы говорим о жестком негеновском излучении. Вот нам только что статья, которая была, сейчас она уже принята в публикации, такой механизм предложен. Давайте сконцентрироваться на этой картинке. То есть у нас здесь есть вращающаяся звезда. А – магнитное поле. Значит, вот эти линии показывают дипольное магнитное поле, и ветер следует по этим, значит, линиям. Не забывайте, мы говорим о звездных классах, например, здесь есть звезда класса В. Звезда класса В – значит, что водород полностью ионизованный. У нас есть протоны, у нас есть электроны, у нас есть магнитное поле и у нас есть шок. Потому что все следует, значит, магнитным полям сталкивается. То есть у нас есть все составляющие для того, чтобы произвести ускорение частиц. И мы предлагаем, что именно это и происходит. Частицы ускоряются, следуют линиям магнитного поля и ударяются о поверхность звезды. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем полярное сияние со звезды в жестоком изменении. То есть, похоже, мы предлагаем, что механизм полярного сияния работает как от Земли, так и до очень массивных звезд. Ирозита будет очень важна почти у все массивные звезды. Внутри двух парсек будут увидены ирозиты, которые еще не будут сделаны. Так, перехожу к немножко гравитационно-волновой астрономии. Мы вчера слышали блестящие доклады, которые нам рассказывали о классической теории двойных звезд, которая может привести к гравитационным волновым событиям, но очень быстренько здесь. То есть у нас есть массивная двойная звезда. На каком-то этапе более массивная звезда взрывается как сверхновая. Значит, если повезло, как вчера было сказано, было сказано очень просто о китах, ничего не известно. Не было. Но, тем не менее, наблюдательный факт, значит, не все. Есть high mass x-ray binaries. Если, значит, повезло, и нетронная звезда осталась на орбите, она может атлетировать эмиссию звездного ветра и стать, например, Ленгеновским пульсаром. Она еще может быть и остаться внутри сверхновой. Правильно? То есть если Ленгеновский пульсар молодой, он должен сидеть внутри сверхновой. Вот этого долгое время никак не наблюдалось. Потому что, наверное, сверхновая быстро взлетается. Но если выживет второй хик, значит, то станет двойной нейтронной звездой, которая, в конце концов, должна нам дать гравитационную волновую вещь. Мы говорили о жестоком Ленгене. В общем, я вам хотела сказать немножко о том, как обнаруживать массивные двойные системы. Когда вы об этом подумаете, вы поняли, что если две звезды абсолютно одинаковые, так как, например, вот сейчас вот этот вот, последний гравитационный, да, вот эти две черные дырки, они примерно одинаковые массы, да? Значит, если начинаем думать, как это могло быть, значит, в начале конфигурации у нас должно было быть примерно две очень одинаковые звезды. Если они были на длинной орбите, то их обнаружить очень-очень тяжело. В этом смысле рентген – блестящее, блестящее, наблюдательное окно, которое может нам позволить обнаружить двойные звезды, просто потому что звездные ветра от массивных звезд могут сталкиваться. То есть, такая звезда будет выглядеть во всех параметрах, если просто наблюдем телескоп один раз и далее, она выглядит нормально. А потом у нас есть ерозита. Мы смотрим, у нее жестокий леген и, значит, у нее немножко высшая светимость легене, чем у других звезд. Мы говорим, а, это должна быть двойная звезда. Потом мы идем к людям, которые сидят, нам нужен маленький телескоп, двухметровый, полутораметровый телескоп. Я говорю, а вы посмотрите на эту звезду, найдите нам, пожалуйста, двойная, она тройная, и как там масса компонентов и прочее, прочее. То есть, блюстящие совершенно вещи для того, чтобы наблюдать и открывать двойные звезды. Да, это очень активная область исследований, но теоретически и наблюдательное, конечно, я думаю, что ерозита сделает очень большой вклад в эту область тоже. Последние вещи, которые я вам хотела рассказать, это статистика компактных объектов, стадис, изучение числа компактных объектов галактики. Ну, здесь вот показана такая звезда, они называются звездами типа BI. Это звезды, которые имеют большие диски. Эти диски не ампреционные, а наоборот, они, значит, звезды. Видите, вот как они так в плоскости располагаются. Недавно Константин Александрович предложил, что часть таких звезд, которые называются звездами гамма-кассиопия классов объектов, что они могут содержать нейтронную звезду, которая очень быстро вращается с магнитным полем, то есть она не показывает те же самые параметры, как обычные нейтронные звезды рентгеновских пульсаров. И я предсказываю, что эрозита поможет увеличить цену с таких звезд, типа гамма-кассиопия, много раз. И последнее, что я хотела сказать, области с низкой металличностью эрозита будет наблюдать, например, маленькое макгаланное облако и крыло маленького макгаланного облака, у которых в доличности 10% звездного. Это небольшой кластер, звездное скопление в этой области. Вот как оно выглядит в рентгене. Здесь, например, хочется подчеркнуть, что мы наблюдаем рентгеновское изучение мало-макгаланного облака от очень молодых звезд. То есть это такой интересный факт. И быстренько, значит, тоже статистика рентгеновских источников и компактных двойных в макгалановых облаках. Любой, мы не время об этом говорить, но любой обзор нам сразу... То есть эти рентгеновские источники в главных облаках, они часто не сияют на одном и том же уровне, они показываются всплески. Поэтому каждый раз, когда смотришь на эту область, всегда возникает и открывается что-то новое. И я бы хотела закончить с этим слайдом, который показывает как раз рентгеновский пульсар внутри сверхновой, как и было предсказано теоретически, нам было очень сложно это поймать, как это было сделано. Спасибо. Можно вот такой вопрос задать, но тех рентгеновских источников, которые будут звездами в обзоре герозита, для исследований звезд, какие еще данные потребуются? Будет ли достаточно тех обзорных данных, которые открываются и будут открыты еще? Или нужны специальные педроскопические орудения или какие-то еще? Ну, если в массе стоит. Как всегда, один раз мне сказал один человек, что патометрия – это хлеб бедного человека. То есть, естественно, первое, когда будут обзоры, какие-то новые источники, естественно, первая классификация будет сделана патометрически. И, как я, например, показала, с этими звездами, с дайнамо, это уже важно – получать статистику. С другой стороны, конечно, детальные эксперименты, специальный спектроскопический анализ. Мы можем поговорить просто более детально сейчас. Я хочу сказать, что, пользуясь этой возможностью, я хочу сказать, что когда люди на двух-метровых, полутораметровых телескопах играют, «А, слишком много звезд, мы их всех выкидываем». Не выкидывайте, потому что там масса информации. Как раз эти вот маленькие телескопы, они будут очень, то есть, как уже было сказано, и розетка видит миллион звезд. И с маленькими телескопами этот миллион звезд – это будет гадская венчатая информация для всего, для массивных звезд, для ротационной луны, для астрономии, для планет. Прошу. Алексей, вы сейчас хотели еще. Вот там. А если что и хотели еще? А на геландских облаков, что вы ожидаете? От геландских облаков я ожидаю открытие новых ременностей. У меня вопрос по поводу молодых звезд. Вот насколько лучше и розетка будет, как бы, выступить, можно сказать, в Орионе по сравнению с Чандра-Арай-Наутрадихо-Прозе? У них же гораздо хуже разрешение, там будут проблемы с краудингом. Конечно. Хотя бы, насколько она будет глубже? Какие еще преимущества? Нет, ну, дело в том, что тут разница между большой и шелло, и настолько глубокий обзор, и глубокий обзор, как Чандра может сделать. То есть это будет абсолютно наука, которая дополняет друг друга. Что сделает Эрозита? Она преднаблюдает молодые звезды, метриска в 100 килопарсеков. То есть это не обязательно... Нет, не килопарсеков, парсеков. Парсек, 100 парсек, да? Со всего неба. Со всего неба. Со всего неба, да-да-да. То есть мы получим полную... Не фокусируясь на Орионе. Не фокусируясь на Орионе. То есть мы получим полную картину звездообразования в нашей области, которая... У вас еще будет рентгенская переменность тоже? За 7 лет, много лет? Конечно, конечно. Очень интересно. То есть я тут... Тут была картинка, у меня не было времени остановиться, которая показывает, что все эти звезды, они активны. Они все... У них у всех вспышки, у них у всех циклы, которые ничего не известны. То есть работает гигантское количество групп на этой динамы Теореновке. Ну, у меня пора заканчивать. Все, спасибо еще раз. Здравствуйте, да. Меня зовут Сергей Копосов. Я расскажу о первых результатах проекта Гая. Собственно, я благодарю организатора за эту возможность. И, собственно, я работаю в университете Кембриджа. И университет, наш институт является участником проекта Гая. Так что у меня есть возможность, ну, некоторым образом, изнутри проекта, посмотреть, как он проходил. И, значит, я постараюсь в своем докладе рассказать. Ну, я начну с небольшого введения. Для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает, что представляет проект Гая. Потом я расскажу о том, собственно, какие первые данные с него пошли. И в некоторых проблемах тоже расскажу. И особенно я расскажу о первом релизе данных, который произошел в сентябре. И потом уже расскажу буквально о нескольких примерах уже статей, которые появились с интересными результатами по Гая. Значит, да. Значит, спутник Гая, собственно, это спутник, который был, собственно, изготовлен Европейским космическим агентством. Цель спутника это острометрия, померить, собственно, движение параллаксы для порядка миллиарда звезд. Он был запущен, этот спутник, в 2013 году. И запущен с помощью ракет «Союз» и раздуманного блока «Фрегат». И запущен он был в L2. Вагранжа. И планируется, что миссия проработает порядка 5 лет, но, возможно, будет чуть-чуть дольше. И, собственно, первые полгода там спутник, они там делали проверку, а первые наблюдения уже официально начались в августе 2014 года. Что из себя представляет спутник Гая и как он определенно устроен? Идея, ну, достаточно проста, что вам нужно точно изменять положение звезд на небе и особенно мерить параллаксы, потому что, ну, вы знаете, что каждый из видов описывает такой кружок на небе. И для того, чтобы их точно померить, нужно вам два телескопа. И поэтому как раз у спутника, у него реально два телескопа, которые смотрят под углом порядка 100 градусов друг относительно друга. И вот, собственно, здесь вы видите спутник, и у него два зеркала, там, полтора метра на полметра. И потом свет с этих двух зеркал собирается в одной фокальной плоскости на вот куче SCCD-детекторов. То есть тут порядка 100 детекторов. И все, значит, вот здесь вот закреплено на таком тое, который такой жесткий максимальный, потому что, естественно, вам важно, чтобы вся эта конструкция, значит, там не вибрировала, не нагревалась, не охлаждалась особенно. Ну и также вы видите здесь, что здесь еще есть аспектролог, о котором я еще поговорил. И видите, что, собственно, у спутника есть, так вот, ущущение, потому что спутник вращается вокруг своей оси. Как устроены, значит, детекторы у спутника? Идея, опять же, достаточно простая, что у вас телескоп вращается, и звезды двигаются вдоль вот фокальной плоскости, и, соответственно, данные считываются вдоль этих, ну, из каждого, из каждого SCCD. Всего звезда проходит через фокальную плоскость, ну, там, порядка 40 секунд, и, соответственно, здесь получил. Отсюда извлекаются положения звезд, извлекаются потоки. Причем важно, что в силу того, что спутник расположен в L2 точке Лагранжа, получается невозможно передать все изображения, то есть, собственно, все данные с этих матриц, и поэтому передаются в основном только некоторое-таки подмножество пикселов или какие-то измерения положения потоков звезд. То есть у нас, к сожалению, не будет возможности получить такую карту неба со спутника Гая. Помимо таких основных астрометрических детекторов, тут же есть так называемые blue photometer, синий фотометр, красный фотометр. Они имеют спектры очень низкого разрешения у всех объектов. Там всего получается порядка 100 пикселов от где-то 3500 angstrom до 9000 angstrom, но это все равно, на самом деле, очень интересный инструмент. И еще также есть спектрограф, который имеет спектр в районе кальциум триплет, порядка, то есть это 8500 angstrom, там где триплет кальция. То есть это вот, собственно, те данные, которые спутник получает. Теперь как спутник работает. Значит, я уже сказал, что спутник вращается, то есть вот сам спутник. Вот здесь вот одно поле зрения, один телескоп, другой телескоп под другом 100 градусов, вот здесь вот, и спутник, значит, вращается вокруг своей оси с периодом порядка 6 часов и прицессирует с периодом 6 дня. И прицессирует он так, чтобы все время, значит, смотреть по другому 45 градусов по отношению к Солнцу. И вылетаете вот такого вот необычного, ну, да, вылетаете такой алгоритм сканирования неба, получается, если вы посмотрите, сколько раз каждая точка была наблюдена на небе, то получается достаточно большой разброс. То есть вот получается, если вы посмотрите через несколько лет работы миссии, ожидается, что вот некоторые точки на небе будут там, будет там, думаю, я там, 40 или там 50 наблюдений, а в каких точках, где там кости, эти каостики, там будет порядка сотен или двух сотен наблюдений. Да, то есть это вот такое введение в спутник. Теперь, значит, спутник уже работает вот несколько лет, и, собственно, сразу после запуска уже люди начали в проекте смотреть на данные, и, естественно, как во всех, наверное, космических миссиях всегда, какие-то мелкие проблемы были сразу обнаружены, я так буквально о них скажу пару слов. Значит, первая проблема. Когда запустили, выяснилось, что по какой-то причине на всех детекторах гораздо больше рассеяно света, чем ожидалось. И, так сказать, долго не могли понять, с чем это связано. И, ну, в конце концов, когда, в общем, долго это анализировали, выяснилось, что, собственно, две основных причины. Во-первых, оказалось, что вот тот вот, та защита от Солнца, которая показана здесь, вот этот вот такой щит от Солнца, оказывается, что там из-за дифракции часть света оттуда все-таки попадает на телескоп. И плюс к тому оказалось также, что часть вот этой ткани, которая использована вот на защите вот этого телескопа, потому что там некоторые ворокна на краю, они тоже рассеивают цвет очень хорошо. И это, значит, ведет к тому, что часть солнечного света попадает на фракальную корзкость. И, в общем, для основной миссии это не проблема, но оказалось, что это проблема для вот этого спектрографа, который имеет лучевые скорости. Дело в том, что он реально работает в таком режиме очень низкого сигнала к шуму. То есть, вот, например, за одно наблюдение ожидается спектр, вот который здесь показан, то есть с очень низким сигналом к шуму. А вот только после того, как вы собрали данные за всю миссию, у вас ожидается вот какой-то такой хороший спектр. И в силу того, что у вас гораздо больше фона, выясняется, что тут, к сожалению, предел наблюдения с этим спектрографом вырос где-то порядка на, ну, уменьшился на одну-две магнитуды. То есть, это, конечно, некоторая проблема. Другая проблема была обнаружена. Это то, что оказалось, что там вода или, так сказать, лед конденсировался на зеркалах. Это связано было с тем, что, видимо, где-то там в телескопе было как-то некоторое количество воды, которое в космосе начало испаряться и потом ослаждаться на зеркалах. И, соответственно, было обнаружено это, когда имели, собственно, поглощение, поглощение в телескопе, как функция времени, и видели, что это поглощение растет там где-то на пол величины за буквально пару месяцев. И с этим боролись так, что, собственно, разогревали весь телескоп, и тогда, значит, весь этот лед испарялся. И вначале думали, что это будет большая проблема, и что придется это регулярно делать. Но оказалось, что, в общем, через где-то полгода-год работы миссии вся вода ушла, и теперь больше это не проблема. Ну и, наконец, последний момент тоже достаточно важный. Это так называемое изменение базового угла. Дело в том, что я сказал, что телескоп устроен так, что... спутник устроен так, что у вас два телескопа с углом 100 градусов между ними. И очень важно, чтобы этот угол между двумя полями зрения был постоянен, потому что это вам позволяет, собственно, связать движение звезд на небе в разных местах и правильно определить параллаксы. И оказалось, что вот этот угол меняется, на самом деле, вот показаны здесь изменения как функции времени, а изменяется он с помощью там некого интерферометра, который установлен на спутнике. И вначале думали, что это большая проблема, но на самом деле оказывается, что вот тот интерферометр, который стоит на спутнике, он позволяет, в общем, эффективно мерить, вот как меняется с базового угла, и это, в общем, позволяет, судя по всему, без проблем получать хорошую астрометрию со связи с этого спутника. Да, то есть это вот те проблемы, но надо сказать, что, в общем, по большому счету, они все не очень принципиальны, и спутник работает, в общем, очень хорошо. Значит, ну, первые данные, так сказать, просто, можно сказать, рекламные картинки. Это вот справа показано просто изображение со спутника. Ну, да, обычно эти данные не передаются, это специально было сделано в данном случае. Это изображение шаровскоплений 47 тукана, и видно, в общем, высокое разрешение, потому что это все-таки в космосе у нас летает спутник. И вот здесь вот слева показана также диаграмма цвета величина. То есть, в общем, реальные данные получаются действительно очень качественные. Собственно, вот первые, вот полтора года где-то работы миссии, никаких данных, так сказать, публично со спутника не выкладывалось. Единственное, что, так сказать, работало в, так сказать, публичной сфере, это использование данных Гая для того, чтобы обнаруживать в разного рода транзиенты. Дело в том, что, соответственно, у вас спутник все время работает, данные передаются на Землю, и у вас есть возможность детектировать, если у вас, значит, вспыхнулся в техновые, или там микролинзирование события. И вот, в частности, у нас в Кембридже как раз есть группа, которая занимается гай-алеркс. И за вот это время, в общем-то, было достаточно большое количество разных объектов обнаружено. Ну, так вот, из интересного, вот в частности, один объект, который был обнаружен, это затменная АМСВН-звезда. То есть, АМСВН, это там такие, это пара, это двойная, где два биокарлика без водорода, а мы, собственно, нашли в данных Гая АМСВН, который затменен. Это оказывается, допустим, достаточно редко и интересно. Вот здесь просто показан спектр вот этой звезды. Здесь без больше линий водорода совсем нет. А вот то, что показано справа, это одна из сверхновых, которые мы в данных Гая обнаружили, а здесь показаны, собственно, спектры, которые мы имеем с Гая. То есть, вот здесь вот показано слева, это голубая часть спектра, справа красная часть спектра. И мы видим, как функции эпохи, как, значит, этот спектр эволюционирует. Мы видим вот эти линии кислорода, кальция и так далее, как это все время меняется. Видно, конечно, что спектр невысокого разрешения, но все равно, в общем, он действительно позволяет, например, классифицировать сверхновые. И, в общем, для интересных объектов особенно, это, в общем, очень важный источник данных. Значит, да, это то, что было, собственно, делалось в последние полтора года. Но самое главное, конечно, это в этом году Гая официально анонсировал первый релиз данных. Это, так называемый, Гая DR1. И, в общем, этим люди активно занимались последние пару месяцев, изучая эти данные. Что из себя представляет собой вот этот Гая DR1, дата Элис-1? Ну, в первую очередь, конечно, это астрометрия. То есть и астрометрическая часть первого элиза состоит из двух частей тоже. То есть первая часть, это, так называемый, данный ТИГАС, это Тайко-Гая Астрометрик Солюшн. То есть это подможество ярких звезд, которые были еще наблюдены в проекте ТИХА. Это будут, значит, 2 миллиона звезд, и для них проект Гая объединил данные астрометрия с измерениями проекта ТИХА, и измерил для них, собственно, параллаксы и, собственно, движения. То есть это уже, конечно, на несколько порядков больше, чем то, что, например, проект Гипарк издавал. То есть это, на самом деле, действительно уже массивный шаг вперед. И вот здесь показывается пример, так сказать, точности, точность параллаксов как функция звездной величины. Вот с серыми, ну, значит, здесь это одна десятая доли миллиарксекунды, другие серые, это, значит, данные Гипаркоса. Красные, это то, что ожидается с ГАИ за 5 лет работы, а зеленые, это то, что вот в первом элизе данных есть. То есть это уже, на самом деле, данные вот эти очень интересные. Ну, а справа показана просто вот диаграмма цвет-величина, где вот здесь показана, собственно, абсолютная величина, потому что у нас есть параллаксы и, соответственно, расстояние. То есть это вот первая часть данных, уже, ну, это, в общем, на порядок лучше, чем то, что было раньше. Другая часть данных, это несколько, так сказать, неполноценные данные, потому что это, так называем, ГАИ Source Catalog, это вот порядка миллиард объектов померяно, это вот здесь показаны карты на небе, но для них пока вот в этом элизе данных только даются положения, показать астрометры, не даются собственные движения и параллаксов, но это потом, естественно, будет в следующих элизах исправно. Да, вот здесь показаны карты и, соответственно, это все, все астрометры, там, вот на эпоху 2015, и средняя ошибка, положение порядка 10 миллиардов секунд дубней. Еще ГАИ нам дает фотометрию, измерение фотометрией, потому что, значит, спутник ГАИ имеет вот звездную величину в так называемой полосе, в фотометической системе G, в принципе, ГАИ, Бэнд, это, соответственно, очень широкий фильтр, то есть он, у него просто пропускание, там, где-то от 4 тысяч ангстренд до, там, где-то 9 тысяч ангстренд, и вот эти измерения в этом фильтре сделаны для вот 1 миллиарда звезд и с исключительно высоким качеством измерений, то есть потому что большинство звезд померяны порядка 100 раз, соответственно, у вас есть много наблюдений, вы можете усоединить это все, и это дает, действительно, ошибки вплоть до 1 миллимагнитуды. То есть это уже тоже очень интересный результат, и здесь показана, собственно, в зависимости от ошибки, как функция магнитуды, для вот этого каталога ГАИ видно, что вот здесь вот это меньше 1 миллимагнитуды, но даже для самых слабых объектов, вот в первой величины, у вас ошибка меньше 1 десятой. То есть это, на самом деле, уже потрясающий набор данных, а не измерение звездных величин. Также, ну, просто один момент, может быть, иметь сведенную, что в силу того, что вот этот фильтр, используемый ГАИ, он очень-очень широкополосный, надо, так сказать, иметь, понимать внимание, что преобразование его в стандартные, там, BVRI или UGRIS-системы, это они будут не слегка нелинейные. Также, там, экстинкцию, если вы хотите учитывать, это тоже слегка нелинейные получается. Последний момент, который включен в релиз данных ГАИ, это также несколько тысяч переменных звезд. Дело в том, что, ну, я показывал, объяснял, как устроен алгоритм сканирования спутника ГАИ, но прежде чем начать вот такую свою основную миссию, ГАИ еще в течение месяца наблюдала одну область такую, это вдоль одного большого круга на небе, это так называемый self-ecliptic pole scanning, где одна область наблюдалась повторно много-много раз. Соответственно, была возможность эти данные использовать для того, чтобы, в частности, обнаруживать большое количество переменных звезд. И вот, собственно, в первом релизе данных выложено порядка трех тысяч переменных звезд, из которых там было порядка тысячи новых, и для них выложены кривые блеска, классы, там, эролиры, эцифириды, ну, и плюс тому также выложены положения квазаров в этой глобальной системе астрометрии. Да, теперь, значит, это было, как бы, из чего состоят данные ГАИ-ДР-1, пару слов о, как бы, проблемах ГАИ-ДР-1, если вы будете использовать, в общем, это полезно знать, что, конечно, сейчас, так как это первый релиз, там есть свои проблемы в данных, первый это, что каталог, ну, несколько неполон, потому что требует, чтобы каждый объект был детектирован больше, чем, приблизительно, там, 10 раз, и, соответственно, в некоторых местах просто не хватало наблюдений, и получается так, что, если вы смотрите, например, на галактический центр, то вы видите такие полосы, то здесь, собственно, полосы эти связаны с тем, что просто здесь не детектированы некоторые источники. Это, в общем, как бы, факт, которым необходимо считаться. Также в данных нет объектов, которые очень-очень голубые или очень-очень красные, в силу того, что их там просто сложно откалибровать, плюс к тому отсутствуют звезды с очень большими собственными движениями, и некоторая доля очень ярких звезд. Ну, и там есть еще тоже некоторые проблемы, некоторая систематика в астромитии, но, в общем, более-менее в статьях объяснено, это просто, в общем, надо принимать внимание. Буквально, прежде чем уже говорить о тех первых результатах, первых научных результатах, которые были получены из вот этих данных, я еще расскажу буквально, что ожидать со следующего релиза данных. Это будет, конечно, уже массивный шаг вперед, по сравнению с тем, что у нас сейчас есть. Это вот это ГАИ-ДИР-2. Это ожидается, что будет выпущено где-то в конце 2017 года, в начале 2018 года. Это будет включать в себя данные, полученные за 22 месяца работы спутника, и это будет включать в себя, собственно, параллакс и собственное движение для всего миллиарда звезд. То есть это, конечно, действительно массивный шаг вперед, плюс к тому, это будет включать в себя еще измерение цветов. То есть я говорю о том, что вот есть вот эти два спектрографа, blue photometer, red photometer, и из них получен будет получен цвет, и этот цвет будет тоже выпущен в каталоге. И, наконец, также этот каталог будет включать в себя спектры для самых ярких звезд. То есть это, в общем, это то, что ожидать в следующем году или, может быть, в самом начале 2018 года. Теперь, собственно, в тех результатах, которые были буквально за 2-3 месяца получены, уже, на самом деле, очень интересный набор есть результатов. Я, так сказать, попытаюсь порежаться, и в том числе упомяну некоторые результаты, о которых, в общем, я принимал участие. Ну, во-первых, вот это, собственно, самая первая статья, которая появилась в архиве, собственно, на следующий день, после того, как данные были выложены. То есть люди готовились. Значит, здесь, что авторы сделали, это есть звезды, которые известны по скоростям, что они члены магионных облаков, и для них можно, эти звезды такие яркие, что для них есть измерение собственных движений уже в имеющемся каталоге Гая, и, собственно, можно эти собственные движения просто наложить на небе, и уже по ним видно, на самом деле, вращение диска магионных облаков. То есть это, на самом деле, ну, на мой взгляд, потрясающая картинка. И потом можно еще также вот эти измерения объединить вместе и померить, собственно, кривую вращения магиона облаков, соответственно, померить массу. То есть это, ну, так сказать, несколько предварительные измерения, конечно, но показывают, в общем, реально потенциал, что нам данные дают. Еще есть результаты, ну, это может быть чуть менее, как бы, наглядные, менее интересные. Соответственно, у вас есть куча шаровых скоплений, нам интересно знать, на каких они орбитах находятся, на каких расстояниях, на каких орбитах. И, соответственно, вот это, в работе, там, в Откинс 2016, люди взяли вот этот каталог Тигас, для которого Гайя померила положение параллаксы и собственного движения. Они скейлировали это с фотометой, и, соответственно, определили, какие звезды вероятны члены скоплений, какие нет, и определили, например, собственные движения и параллаксы за этих скоплений. И уже сейчас видно, что собственные движения, например, получаются, ну, на порядок лучше того, что, так сказать, земных, предыдущих измерений на Земле, и сравнимо то, что люди уже делали с HST. Естественно, как бы, большой потенциал использования данных Гайя для того, чтобы изучать структуру нашей галактики, и, в первую очередь, так сказать, субструктуры, потому что мы знаем, что по предсказаниям Лендес-Е у нас, значит, вселенная и галактики формируются иерархически, и, соответственно, если мы смотрим в голову, мы должны видеть там большое количество подструктур. И вот в этой работе Хелме 2016 авторы как раз этим занимались, они взяли звезды из Гайя, взяли, подключили к ним лучевые скорости из проекта Рейв, и потом, собственно, посмотрели на две вещи. Во-первых, одну вещь, они посмотрели на, как бы, корреляционную функцию скоростей, то есть посмотрели, насколько больше звезд, которые с близкими положениями на небе и близкими расстояниями, насколько часто у них очень похожи скорости. И оказывается, что звезд, которые рядом на небе, которые, так сказать, близко к пространству, у них очень часто очень близкие скорости, что указывает на, собственно, наличие подструктуры в Галамречном пути. И, ну, в частности, они еще также изучили распроявление структуры в пространстве энергии в любой момент, и там утверждается, что вот в этом пространстве видны некоторые звездки, которые, ну, судя по всему, это связано с какими-то событиями аккреции, спутников, решавоскоплений. То есть это уже, опять же, это как бы индикатор того, что можно будет сделать в будущем со следующими данными Гая. Ну, вот это я попущу. Еще один момент. Это можно, оказывается, еще использовать данные Гая для того, чтобы что-то сказать о Бае в нашем диске Млечного пути. Мне пока будет 7 минут. Значит, Бае в Млечном пути, соответственно, можно посмотреть на скорость движения звезд в диске как функцию расстояния до галактического центра, и оказывается, что там можно увидеть, что вот в этом распределении распределение не такое гладкое, а вот есть группа звезд, которая четко отделяется, и это так называемый поток геркулеса или движущаяся группа геркулеса. И оказывается, скорее всего, эта группа связана с внешним лингуладовским резонансом, и, в общем, можно ее исследовать для того, чтобы понять, что же у нас в диске происходит с резонансом, как скорость вращения бара и так далее. То есть это тоже, опять же, только предварительный вид того, что можно будет получить с следующими данными ГАЯ с будущих дейтрелизов. Ну и, наконец, уже теперь буквально пара слайдов о тех результатах, которых я принимал участие, которые мы делали в Кембриджи. Это уже работа основана не на вот том ярком подможестве данных ГАЯ, для которого были поменены собственные движения и параллакс, а вот для вот основного, эта работа была основана на основном каталоге на миллиарде звезд. Для них вот в этом каталоге мы попытались найти переменные эролиры, потому что с помощью вот таких звезд очень хорошо исследовать подструктуру нашей галактики. И как мы находили эролиры? Дело в том, что вот в основном в релизе данных переменность была указана только для маленького подможества звезд, которые были вот в этом South-Ecliptic Post-Scanner. Но оказывается, в силу того, что фотометрическая ошибка сообщается спутником ГАЯ как ошибка среднего, соответственно, отсюда как бы ясно можно видеть, что если у вас объект был переменным, и у вас потоки, ну как бы, менялись при последующих наблюдениях, у вас эта ошибка среднего, по сути, содержит в себя информацию о амплитуде переменности. Соответственно, несмотря на то, что они не планировали сообщать нам, какие звезды переменные, это все-таки можно вытащить, и можно, собственно, сконвертировать эту ошибку среднего в, так сказать, оценку амплитуды переменности. И, собственно, мы это сделали, мы взяли вот эту амплитуду переменности, построили, как она меняется, как функция звездной величины, и посмотрели, в первую очередь, на Магелланово облака. Здесь вот просто показана проекция на небе, это большое Магелланово облако, это малое Магелланово облако, и посмотрели вот на эти переменные звезды, и оказывается, что RR-лиры там четко выделяются по отношению ко всем другим классам переменности, просто потому, что у RR-лир приблизительно постоянная абсолютная звездная чина, там, минус 0,5 в G-бенде, плюс-минус, там, десятые доли. То есть, короче говоря, их можно очень эффективно идентифицировать, а дальше с помощью RR-лира уже можно эффективно изучать, как устроено Магелланово облако. А дело в том, что, ну, вы, конечно, знаете, что Магелланово система, она разрушается, и мы знаем, вот, ну, известные картинки вот этого газового моста между Магелланово облаками, но до сих пор не было обнаружений моста в звездах. Потому что мы видим газовый мост, но не было видно звездного моста. А, собственно, вот здесь, в этой работе, используя RR-лиры, мы впервые обнаружили, вот здесь показана как-то RR-лира на небе, здесь LMC, здесь SMC, а вот здесь показан мост в RR-лирах. Это, в общем, впервые было сделано. Плюс к тому, можно объединить данные Гая с Галликсом, с ультрафиолетовыми данными, и померить распределение молодых звезд. Оказывается, что они распределены чуть-чуть по-другому, но тоже соединяют большую и малую Магелланово облака. И, наконец, уже потом можно объединить вот эти вот прослеженные мосты в звездах с газовым распределением. Здесь вот контуры показывают распределение газа в мосте, в мосте, соединяющем Магелланово облака. И видно, вот газ имеет самую большую плотность вот здесь вот. И интересно, что молодые звезды как раз прослеживают более плотную область газа. И, судя по всему, они там и сформировались. А старые звезды, они отстают. И, судя по всему, почему они не совпадают? Потому что газ, вот этот вот газ в системе, на него действует динамическое давление от газа в головном млечном пути. Поэтому мы видим вот это вот разногласие. И можно даже это использовать для того, чтобы оценить, какова плотность в головном млечном пути. Ну, я здесь уже заканчиваю. Можно еще также использовать данные ГАИ для того, чтобы посмотреть на, опять же, регионного облака в некоторых других классах звезд. Например, можно посмотреть на миры. То, что миры очень красные звезды, переменные. И, опять же, их можно, оказывается, эффективно выделять в данных ГАИ. Причем выделять настолько эффективно, что загрязнения практически не остается. Вот, например, показана здесь карта вот этих мир. Загрязнения практически нет. И, соответственно, можно потом посмотреть на вот, что это за звезды во внешних частях. И, оказывается, во внешних частях вот эти звезды прослеживают некоторые структуры потоковые, которые мы перед этим обнаружили в данных Dark Energy Survey. То есть, реально уже очень интересная, получается, информация о том, как устроена вот эта двойная система млевых облаков, что там происходит во внешних частях. И это, в общем, потрясающе интересно. Ну и здесь я останавливаюсь. Выводы, собственно, ГАИ-ДИА-1. Это уже, конечно, потрясающий набор данных. Можно огромное количество науки сделать. Особенно, если объединять ГАИ с другими обзорами, ультрафиолетовыми, оптическими, там, PANSTARS, конечно. Данные доступны или через архив, или можно закачать там фидсфайлы. То есть, никаких нету доступных, как бы, закрытых периодов. И ГАИ-ДИА-2. Это будет конец следующего года или начало следующего. Это, конечно, будет вообще революция в этой области. И точно не будет хватать людей для того, чтобы все эти данные полностью понять быстро. Спасибо. Вопрос к сценарию про охват неба. Там, в финальном каталоге, какие будут цифры для видов данных? Сколько минимальное для объекта будет наблюдение за весь период? И сколько среднее по миллиарду? Среднее по всем звездам, по-моему, будет 80 наблюдений. Минимальное будет, по-моему, по 50, максимальное, типа, 350-300. Но вот там, где большое количество людей, это будет для микроскопических таких областей на небе. Но среднее 80. Это если миссия будет 5 лет. Но, возможно, она будет 5 плюс 1, там, 2. Как получится? Так, Дмитрий Михайлович. У Сергея Паркенса была большая проблема выделить двойные звезды, визуально тесные. Да. За что-то уже просто вращение, поэтому не просто, ну, так не пользуется. Таковая ситуация с ГАИ. То есть точность гораздо выше. Нужно очень честные двойные выделять. Если они тем более разные специально от класса, то можете снимать, что... Да, это там есть реально как бы серьезная подгруппа, которая вот занимается именно анализом, моделированием двойных. Но так как, собственно, проект работает 5 лет, соответственно, естественно, будут двойные, у которых период там, грубо говоря, ровно год. Это, наверное, проблемно будет как бы разъединить, разъединить с пролаксом. А для тех, кто, которые период отличается от года, то данных достаточно для того, чтобы, собственно, профитировать все положения. И в какой-то момент, ну, не в следующем элизе, а в каком-то там третьем, четвертом будут реальные измерения именно орбитальных параметров для таких двойных. Это будет тоже интересно. Так, ну, заключительный вопрос. А в ГАИ-риске это группа, которая внутри коллаборации занимается поиском планет? Или это будет отдано науку всему, как бы, комьюнити? Ну, вот, значит, есть вот это ГАИ-алерт, который сейчас существует. В принципе, как бы, есть... Ну, как бы, да, а планеты это все-таки не алерты, это можно будет... Да, потом. То есть, скажем так, все данные будут публичные, все ряды будут публичные, поэтому у всех будет возможность на это посмотреть. Собственно, даже ГАИ-коллаборация не имеет права формально смотреть на данные и делать на уху до того, как данные будут выложены в публичный доступ. То есть ДЕР-2 никаких объявлений по поводу планет не сделает? Только если... Вот, в момент элизания, насколько я знаю. Так, в общем, спасибо. Мы немножко перегибрали. Сейчас у нас... Отчет пошел? Отчет пошел. Все. Как скажете? Кто не устал, это поздал. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я сегодня расскажу вам про некоторые новые результаты проекта Радиоастрон. Сколько успею за 27 минут? Поехали. Напоминаю, проект Радиоастрон идея заключается в том, что мы запустили в космос 10-метровое зеркало и в результате получили не только формально самый крупный измерительный инструмент в истории человечества, но и инструмент, который дает нам возможность изучать космические объекты с наилучшим на сегодняшний день угловым разрешением. Статус миссии Радиоастрона на сегодняшний день начиная с 2019 года и до сегодняшнего дня и далее наблюдения проводятся успешно на четырех длинных волн 92, 18, 6 и 1,3 сантиметров на базе вплоть до 350 тысяч километров примерно 27 диаметров Земли. Некоторая деградация аппаратуры на борту спутника наблюдается, однако это пока не сказывается негативно на возможности реализации научной программы, я подчеркиваю, в полном объеме. По решению Роскосмоса спектр Р продлен на сегодняшний день до конца 2018 года. Объявление о сборе заявок у нас открытая программа, кто угодно может подать заявки. объявление о сборе заявок на период АО-5 с июля 2017 по июнь 2018 года включительно будет разослана сегодня с дедлайном в конце января. Радиотелескопы, ой, забыл самое главное сказать, глядя на эту фотографию, естественно, очевидно, мы продолжаем выражать глубочайшую благодарность тем сотням ученых и, главное, инженеров, конструкторов, которые построили такую замечательную машину, которая вплоть до сегодняшнего дня позволяет нам получать уникальные научные результаты. Спасибо вам громадное. НПО им. Лавочка, но, как вы знаете, головная организация по нашему спутнику. Радиотелескопы и обсерватории, обеспечивающие наземную поддержку радиоастрона, интерферометр. Мы работаем практически со всеми крупнейшими, с крупными, с большинством радиотелескопов на планете Земля, которые имеют проводить астрофизические радиоинтерфериметрические наблюдения, их больше 30 штук в мире. Вот список вы видите здесь, начиная от российских квазарок, его светлая Бадар-Зеленчугская, продолжая через Евпаторию, когда она была Украиной, бывший телескоп ГРУ в Латвии, недавно введен в эксплуатацию, Европа, Соединенные Штаты, Африка, Австралия, Китай, Япония и так далее. Измерения полной мощности нам тоже важны, мы их проводим на достаточно большом количестве антенн, я упомяну громадное спасибо, радиоинтерфериметрический телескоп Ратан-600 Сауран. И станции слежения, благодаря которым мы получаем в режим реального времени данные с города Спутника, Пущино, Московская область, Гринбэнк, Западная Вирджинская область, Соединенных Штатов. Опять же, в конце предыдущего слайда забыл сказать еще раз громадное благодарность здесь уже коллегам, которые последние уже более пяти лет обеспечивают такую великолепную, действительно шикарную наземную поддержку нашему аппарату. Статистика по проведенным экспериментам на сегодняшний день за последние пять лет проявлено около трех тысяч экспериментов. Мы коррелируем их с помощью трех корреляторов. Основной, который, наверное, около 85% всех данных коррелирует, находится в Астрокосмическом центре Фиан в этом здании на седьмом и шестом техническом этаже. Также есть корреляторы в Бонне, Германия, и Джайф, Джойт, Институт фор Виллян, Юропа, Голландия. Вот эта гистограмма показывает результаты на сегодняшний день по прокоррелированным экспериментам на корреляторе АКЦ. На основе по этому я показываю. Значит, всего прокоррелировано более двух с половиной тысяч. Дальше статистики вы видите отдельно по квазарам, по мазерам, по пульсарам. И примерно в одной трети экспериментов мы имеем значимый сигнал на наземно-космическом интерферометре. Честно говоря, мы на такой хороший результат даже не рассчитывали. Оказалось, что космические отделки даже более компактные, чем мы, оптимисты предполагали. По корреляции большинство сессий до этого года у нас уже прокоррелировано. Примерно половина этого года это такой хороший показатель для современных корреляторов, особенно наземно-космических. Кроме этого, мы проводим перекорреляцию наших ранних экспериментов с уточненной орбитой, извините за опечатку, которую нам предоставляет баллистический центр. Благодаря этой перекорреляции с уточненной орбитой мы примерно увеличиваем на 7% количество экспериментов, которые у нас ранних, у которых у нас есть положительный результат. Все, с введением закончили, поехали по науке. Естественно, начну я с квазаров. На квазары тратится основное наблюдательное время проекта радиострона. Начну я с той программы по квазарам, опять же, по которой идет у нас наибольшее время. Это обзор ядер активных галактик. Задача обзора это измерить и исследовать яркостную температуру ядер квазаров с целью лучше понять физику их излучения при учете эффекта рассеяния. Потому что неизбываемые эффекты рассеяния могут быть. Мы обнаружили, фактически открыли новый эффект. О нем я надеюсь, у меня хватит времени рассказать в конце доклада. Итак, постановка задачи следующая. Коротко, потому что я об этом рассказывал раньше. Есть предсказание, что мы не должны видеть яркость ядер квазаров, начало их реликвидских струй, выше определенного предела. Если вы измеряете яркость температуры, это 10 примерно в степени 11,5 кВн. Связано с тем, что если у нас каким-то образом вбрасыватель разогревается сгусток плазмы выше этого значения, то электроны, мы предполагаем, что излучают реликвидские электроны, они лавинообразно в течение от нескольких часов до нескольких суток теряют свою энергию на обратное Камтоновское рассеяние и возвращаются под предсказанный предел. И действительно, предыдущие наземные наблюдения, вот на этом слайде я показываю наиболее современные последние результаты обзора на Вилбей, демонстрируют именно этот результат. Здесь плохо видно, если циферки. Это 10,10 Кельвина, 10,11, 10,12, 10,13, 10,14. Результаты наземные. А это результаты предыдущего наземно-космического эксперимента в Венесово-Дни японского, у которого проекция базы шла примерно до 2,5 диаметра Земли. Те же цифры. 10,5-11, 12, 13. Вы обратили внимание, предсказанный предел 10 степени 11,5 Кельвина, на самом деле мы видим больше. И это достаточно хорошо объясняется в рамках понимания того, что большинство джетов-квазаров по эффекту селекции мы не так отбираем, наиболее яркие, смотрят нам в глаз. Угол наблюдения струи несколько градусов. И в результате из-за релитвирского выселения и звуча они нам кажутся, мы их видим ярче, чем они есть на самом деле. Насколько ярче, примерно на порядок. Мы можем оценить типичную величину докторовского выселения. Вот, соответственно, так и получается. 10,1,5 Кельвина предел, умножаем на 10, значит предел будет где-нибудь несколько единиц 5 на 10,12 Кельвина. Примерно это мы и видим. Ну, естественно, вы всегда будете видеть несколько, которые выходят за грани этого предела, что только подтверждает предсказание. Значит, проблема заключается в том, что проверить это предсказание можно только с помощью наземного космического интерферометра. Ирония ситуации в том, что размер планеты Земля нам наземным интерферометром не позволяет, даже если такие яркие объекты есть, просто не позволяет измерить их яркость. И увеличивать угловое разрешение, уходя на более короткие линии волн, на Земле не помогает. Нужно увеличить размер базы в километрах, в милях ее измеряю, или в сантиметрах. Соответственно, только наземный космический интерферометр. И радиоастрон чувствителен до уровней, может измерить яркость, до уровня примерно 10 в 16 Кельвина. Вот на этой первой картиночке я показываю результат для 3C273. Все знакомые Квазарь, поэтому я выбрал его как пример. Мы две статьи по нему опубликовали в начале этого года. Вот на всех трех длинных волн, на которых мы наблюдали, измеренный яркость температура оказалась на уровне 2 до 4, как минимум на 10 в 13 Кельвина. И даже если мы правим ее за доплеровское усиление, в общем, нам не хватает, чтобы опустить ниже этого самого кантонского предела. Он нарушается. Заметим, что для Бельда Церты мы ее картографировали, получается, то же самое. Я ее покажу попозже немножко. Но прежде чем я к ней перейду, вот сразу прыгаю на результат по всей выборке, вот после этого примера. Рекорд углового разрешения в нашем обзоре у нас оказался 14 микросекунд дуги. Раньше мы его называли абсолютным рекордом, но в этом году проект радиостронский по изучению мегамазеров дал результат на еще большем угловом разрешении. Я надеюсь успеть об этом сказать несколько слов в конце. Итак, до 15 диаметров Земли на длине волны 1 см, вплоть до Луны мы видим объекты на длине волны 5, 6 см и 18 см. Вот всего 160 активных галактик мы успешно претектировали в рамках этого обзора. И внизу вы видите гистограммы той самой яркой температуры, которую мы измеряем. Вот я вижу, что мелковато получилось. Опять буду вам проговаривать. Итак, это 10 в 11 кельвина, это 10 в 12, 10 в 13, 10 в 14. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Это независимые измерения на длинах волн. 18 см, 6 и 1,3 см. Вы видите, что если сравнить с тем, что мы видели раньше, гистограммы, которые получались по таким же обзорам на Земле, то наши сдвинулись направо, примерно на порядок, даже немножечко больше, грубо на порядок. Это означает, что фактически, как мы здесь пишем, измеренная типичная яркость от 10 в 13 до 10 в 14 кельвина, на порядок больше, надо разобраться, как это можно объяснить. Но прежде чем мы будем заниматься попытками объяснить, как же это произошло, давайте попробуем понять, где это происходит. Вот я здесь показываю, наверное, единственный раз в этом докладе, собственно, что же мы на самом деле измеряем под хирометром. Мы видим некрасивые или более-менее красивые картинки, о которых я перейду попозже, а мы измеряем амплитуды и фазы функции видности, то есть фактически это фурье-спектр, преобразование фурье из области изображения. На этой картиночке зелено нарисована амплитуда того сигнала, который мы измеряем, и вот это наземные данные, а это наземно-космические. Это все детектирование для Бельноцерта. Если мы используем только наземные данные, то смотрите, вот у нас как проходит модель через наши результаты измерений. Ядро оказывается вот такого размера и вот такой яркости температуры. Это то, что измеряют наземные интерферометры. Если же мы в данные добавим результаты радиострона, смотрите, вот мы уже теперь можем модель нашей их адекватно описывать, но оказывается, что ядро намного меньше, или мы выделяем из этой ядерной области начала джета наиболее яркое пятно, которое, видите, вот в случае Бельноцерта меньше чем 10 микросекунд дуги оказывает в сердце температура опять экстремальная. Вот, наверное, чтобы понять, что же там происходит, наверное, аналогично для большинства этих объектов. Теперь как получить экстремальную яркость? Это важный момент, поэтому давайте я обсужу фактически, какие варианты мы видим на сегодняшний день. Очень высокое реликвидское усиление, с подчеркиваем типичным дополнительным фактором на уровне сотни. Не там несколько выделенных объектов, которые нам смотрят совсем в глаз, а именно для выборки. Проблема заключается в том, что это противоречит результатам наземных измерений по кинематике движений, видимых движений джетов-квазаров. В общем, что-то здесь не складывается. Возможно, что мы на самом деле этим методом не можем измерить истинное докторское усиление, и тогда, в общем, мы могли бы все объяснить, если ситуация такая. Второй вариант – это какой-то механизм, который может реускорить реликвидскую плазму на расстоянии парсеки от центральной машины, потому что мы, внутренние области от нас закрыты из-за сихротронного самополощения, мы видим на расстоянии парсеки, там несколько парсек. Какой-то нужен механизм. Ну как? Вспышки наблюдаются только эпизодически. Ну никак. Более того, если мы постоянно находимся в моде близко кантонской катастрофе, кантонская катастрофа означает, что громадное количество излучения перебрасывается через обратный кантон в высокие энергии. Мы должны были бы видеть, скажем, сферный соответствующий уровень излучения. Мы его не видим. Возможно, он есть в рентгене. В этом смысле, кстати, стоит рентген на алкоголизм. Возможно, магнитное перезамыкание. Все больше и больше людей начинают любить эту модель. Проблема с ней в том, что ее очень тяжело проверить. Но, в принципе, магнитное перезамыкание может объяснить, может, собственно, быстро и очень компактные области разогреть. Одну, другую, какую угодно. И третий вариант, достаточно экстремальный, это релитийские протоны, излучение релитийских протонов или когерентное излучение. Но здесь, как бы, если бы это было так, если действительно нас излучают релитийские протоны, то есть центральные маршины могут ускорить релитийские протоны, то, в принципе, этим решаются одновременные проблемы космических лучей, наверное, но ускорить релитийские протоны сложно. И протоны, и когерентное излучение требуют очень большого магнитного поля. Мы пока этого не видим. И, на самом деле, мы стартовали программу по поиску экстремальных фарадейских вращений. Если мы их увидим, то это будет указание на как раз экстремальное магнитное поле и подтверждение вот этого варианта. Значит, поехали дальше. Сейчас я перехожу к исследованию джедов-вазаров с проектом радиоастрон в рамках картографирований. Вот эта картинка, которая получилась на длине волны один сантиметр для Бейла Церты, я показывал данные фурья преобразования от этого раньше. И здесь я главным образом хочу сказать, что это не только первая за всю историю полученная карта на длине волны один сантиметр, но и первые вообще наземно-космические результаты по поляризации когда-либо. Полученная длине волны один сантиметр, цветом здесь центральная машина, контры показывают полный поток излучения, полная интенсивность, цветом это степень поляризации и палочки показывают то, что называется EVP, электроэлектропозичное направление лейной поляризации. Чтобы сэкономить время, главное, что я хочу обсудить для этого объекта, это следующее. Что научная группа смогла восстановить информацию по фарадеевскому вращению, вот фактически очень близко к центральной машине, в самом начале электрической струи, и они обнаружили градиент фарадеевского вращения, вот цвет вам это самое фарадеевское вращение здесь и показывает, и его распределение, которое можно видеть на картиночке, оно согласуется с симуляцией в рамках модели электрической и гидродинамической для джета, если предположить спиральную структуру манитренного поля. То есть фактически мы видим указание на то, что структура манитренного поля должна быть спиральна, очень близко к основанию джета. И вот про яркость ядра я уже рассказывал. Радиострон дает возможность исследовать внутреннюю структуру джетов, и вот здесь я показываю пример, что мы можем делать. Цветом показано изображение, фактически, начала джета для квазара 0836, и вот слева внизу диаграмма направленности, это длина волны 6 см, это длина волны 1.3 см, слева внизу цветом оранжевого диаграмма направленности наземного интерферометра, и вот синенькой эллипс в центре, это диаграмма направленности наземно-космического. И можно увидеть, что джеты оказываются не такими прямыми и компактными, как мы предполагали. Мы видим квази-периодическую структуру внутри джетов, подсвечиваются оказываются только какие-то отдельные его части, что научная группа считает, является серьезным указанием на то, что мы на самом деле видим распространение плазменной нестабильности в струе, по крайней мере этого квазара, и на самом деле, вот перейду я сейчас быстренько к деле КАК М87, который многие в этом зале знают и любят, и вот обратите внимание, если построить карту вплоть до 400 мс, то мы начинаем хорошо видеть вот такие вот периодические структуры, которые являются тоже указанием, скорее всего, распространения плазменной нестабильности. Это вот зум в предыдущую карту с использованием уже радиоастрона, и хорошо видны вот эти вот жгуты, скорее всего, с размерами, там, несколько сотен шваршильдовских радиусов, которые говорят о том, что в джете М87, если мы его хотим адекватно моделировать и понять, мы должны предположить о том, что значительную роль в его формировании, в том, как он выглядит, играет плазменная нестабильность. Если теперь ту же самую картинку, но теперь я делаю зум уже на основании М87, слева мы видим карту, которую построил радиоастрон на длине волны 18 см. Вот это вот ядро, обратите внимание, мы видим контрджет, который бьет естественно в противоположную сторону, и очень быстро раскрывающийся джет, мы видим уярчение края, мы на длине волны 18 см, это результат радиоастрона, и вот в том же году, в этом, но в 2016, наземная группа, которая его наблюдала на 3 мм, увидела очень похожую картину, нам было очень приятно, что мы хорошо согласуемся, при том, что длины волны значаются больше, чем на порядок, практически полтора порядка, и мы получили один и тот же результат. Вот это вот раскрытие говорит о, скорее всего, стратификации течения плазмы, плазма по центру джета течет быстрее, поэтому ее не видим из-за эффекта джета М87. Ой, не знаю, говорить или нет, время. Это результаты предыдущего проекта ВИСООП, на той же самой длине волны 18 см, вот вы смотрите, что они получают, фактически это работает как предостережение, если вы хотите понять, что же из себя представляют те или иные объекты, вам нужно их исследовать с тем угловым разрешением, которое, собственно, вам даст возможность получить ответ на задаваемый вопрос. Галактика 384, раньше мы знали о уярчении края только для джета М87, и как указание на стратификацию течения плазмы, мы увидели фактически тот же самый эффект для 384, радиоастрономская карта, длине волны 1 см, вот здесь центральная машина, начало джета, бьет она вниз, и вот, как я говорил, явное уярчение здесь в краю тоже к стратификации течения плазмы. Почему это важно? Это важно, кроме всего прочего, потому что мы понимаем, собственно, намного лучше, как работает плазма в джете, скорее всего, она действительно трется о среду вокруг джета, и из-за этого по краям замедляется, но кроме этого это является серьезным предостережением, что, возможно, ту кинематику, которую мы в РСДБ измеряем у джетов далеких активных галактик, в ряде случаев она может не отражать действительную скорость течения плазмы, потому что мы просто-напросто можем не видеть ту плазму, которая идет в центре. Кроме этого, очень интересно. Оказалось, что научная группа считает результат взаимодействия и разогрева, скорее всего, это ударная волна и результат удара по межзвездной среде и разогрева из-за этого фактически до уровня 10-12 кельва. Нито никогда раньше не видел, что на расстоянии несколько партеков от центральной машины так можно разогреть плазму, причем без помощи центральной машины. Последнее, что я расскажу про 384, это немножечко такое оптимистичное утверждение, но очень возможно, что мы здесь видим впервые механизм формирования и ускорения релятивистской плазмы Бленфорда Пейна. Вы знаете, Бленфорд знает, выносится крутящий момент от черной дыры, Бленфорд Пейн от аккационного диска. Вот возможно это указание на работу механизма Бленфорда Пейна, потому что джет сразу стартует, очень широкие, обратите внимание, ширина джета уже в самом начале около 2000 радиусов Шварджита. Если это так, то это фактически впервые в активной галактике мы видим указание на работу механизма Бленфорда Пейна по формированию джета. Пульсары, интересные по многим причинам объекты, мы их в проекте Радиострон используем как объекты, которые позволяют нам просвечивать межзвездную среду и исследовать ее характеристики. Вот фактически впервые на пульсарах, первый результат был получен в 2012 году, потом мы долго мозговали, пытались понять, что же это такое, мы не ожидали продиктировать пульсары в проекте Радиострон на длинных наземно-космических базах. Почему? Потому что они рассеиваются. Мы их исследуем на длинных волн 92 и 18 см, у них спектр падающий, поэтому на более коротких длинных волн их не протектируют, 92 и 18 сильно рассеиваются. Мы предполагали, мы примерно знали их рассеянные размеры и, соответственно, ожидали, вот, кстати, я вас обманул, я второй раз показываю, что же измеряет сам Радиострон, вот амплитуда сигнала, который мы измеряем, здесь она нормирована, и здесь проекция базы интерферометов. Это все наземно-космические результаты. И вот мы считали, что мы знаем диск рассеяния одного из самых ярких пульсаров, 0,3, надеюсь, 2-4... Нет, что-то я здесь наврал. Наврал я своего именем, извините. Кому-то по-другому называют. Да, итак, его диск рассеяние 3,5 миллисекунды дуги, в результате мы ожидали, что он уходит вниз амплитуды, и Радиострон ничего на больших проекциях базы не увидит. Ничего подобного. Оказывается, что, уходя за этот самый кружок рассеяния, мы начинаем, вот это все радиостронские результаты наземно-космические базы, мы начинаем видеть плотность потока излучения, коррелированных от пульсаров, на каком-то уровне, и она вниз не уходит. На какие вы проекции базы, мы наш спутник не услали, точнее, он сам ушел. И был большой вопрос, с чем же это связано. И мы считаем, что это, так называемый, новый эффект рассеяния, мы его называем субструктура диска или субструктура пятна рассеяния. Вот его модельное представление выглядит таким образом. Я сразу покажу фильм, который тоже демонстрирует, что же происходит. Итак, на него положили вот такой вот бублик, понятно почему, потому что тень от черной доли всех интересует. И перед этим бубликом пустили облако, которое рассеивает излучение. И вот такие вот пятнышки, которые бегут по вот этому рассеянному изображению бублика, это вот модельное представление того эффекта, который мы увидели. И, собственно, вот эти пятнышки, они и приводят вот к таким вот точкам. Этот эффект очень интересен и важен по двум причинам. Да. Должно сказать, что после того, как мы его нашли для пульсаров, мы его подтвердили как для квазаров, так и для центра нашей галактики, для Сагитариуса со звездочкой. Спасибо. И, причем под Сагитариусом мы сказали, так, но если эффект физический, нам не важно на какой длине волны мы его наблюдаем, на каком телескопе, главное, чтобы, значит, эффект, предсказанность работала. И мы поэтому вообще ушли от радиастрона, мы сказали, попробуй сначала на Земле. И мы с VUBA, с GBT, причем на длине волны 1.3 см, его для Сагитариуса увидели. Хотя этот Сагитариус вдоль и поперек наблюдают годами, но мы первые, кто его увидели и смогли объяснить. По дороге к Сагитариусу, вы знаете, примерно так, посередине между Землей и центром галактики находится очень плотное облако, и вот, собственно, оно приводит к этому эффекту для Сагитариуса со звездочкой. Итак, вот два интересных момента. Первый. Ну, конечно, с помощью этого эффекта можно измерять параметры межзвездной среды, расстояние до экрана, плотность, характеристики турбулентности, но кроме этого, это вот новое окно возможности о том, что при восстановлении картины, то есть субструктуры рассеяния с хорошим динамическим диапазоном, мы можем уйти от влияния этого самого рассеяния, от порчи истинного изображения объекта за счет рассеяния. Вот, собственно, это и наша такая надежда, что ли, на будущее. Мы привели с радиостроен наблюдение центра галактики, вы знаете, что тень от черной дыры всем хочется увидеть, мы попробовали для М87, для него на один сантиметр у нас не получилось, скорее всего, из-за поглощения, излучения, из-за рассеяния. Сагитариус мы даже не собирались пробовать, потому что знали, что рассеивается, но, открыв этот эффект, собственно, мы провели эксперимент по центру галактики и сейчас пытаемся восстановить истинное изображение центра галактики, вот, уйдя от эффекта рассеяния через открытую нам эффект. Причем интересный момент в том, что это, конечно же, влияет этот результат не только на радиостроновские данные и наблюдения, но и на наземные. И фактически сейчас вот все новые публикации и анализ проекта Event Horizon Telescope по центру галактики, честно говоря, и по другим галактикам тоже, обязаны учитывать этот эффект. И мы сейчас активно работаем вместе с этой группой, можно прямо в этом году несколько статей увидеть, которые обсуждают как эффект, так и что делать для того, чтобы от него уйти. Так, ну вот, если у меня я вижу время, очень коротко по мазерам скажу, что мы обнаружили компактные источники мазерного излучения молекул гидроксила, хотя, естественно, он рассеивается, поэтому не очень просто по нему работать, и воды на 1.3 см, как в областях звездообразования в нашей галактике, так и вот на сегодняшний день, может быть, даже больше одного мегамайзера, но уверенно, это мегамайзер в диске галактики NGZ 42-58, и вот этот вот самый абсолютный рекорд, 20 диаметров земли на 1 см, 11 мкс, которые мы имеем. Мазер воды демонстрирует рекордную яркую температуру, и эти данные используются нами для, естественно, моделирования тонкой структуры облаков, областей звездообразования, вот этих вот облаков воды в нашей галактике и в диске мегамайзера тоже. Ну вот очень коротко, раньше у нас на этаже вы могли увидеть висящие статьи проекта радиострон, сейчас мы провели ремонт, пока не повесили обратно, извините, но приходите к нам на сайт, вот вы не видите ссылочку, дайте в гугле радиострон публикейшнс, вы увидите результаты нашей работы, которые уже опубликованы, и удачи запуску инспектора РГ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, вопросы. Начнем. Готово. Готово. Гитлэ, я не вновал, что это последний фазитериалитический струк, может ли это трансмиранский материалитический АПЛОДИСМЕНТЫ Можно, можно, мы этого пока не делали, я могу сказать, что я предпочел бы сделать, прежде чем каким на эту работу, я предпочел бы иметь статистику по квази-периодичной структуре побольше, чем по одному объекту, который я показал. На сегодняшний день мы привели к картографированию, я боюсь наурать, между одной и двух дюжин квазаров, и вот когда мы наберем статистику, тогда в этом будет смысл, иначе во многом будет, как бы, вопросом везения. Это хороший вопрос. Значит, для того, чтобы понять, о чем там идет речь, нужно привязать пространство ко времени, и это не так тривиально. На самом деле, вот, вначале, у нас есть научно-коррегационный совет, который рекомендует, как бы, оптимизацию нашей научной программы, и вначале нам не рекомендовали проводить более чем один или два раза наблюдение объекта слишком дорого. И вот сейчас мы уже пришли на тот уровень, что у нас есть результаты, которые требуют перенаблюдать те или иные объекты, чтобы посмотреть, как они меняются во времени. И, по-моему, это объект как раз один из нескольких, которые мы уже больше, чем один или даже два раза наблюдали. И тогда мы сможем привязать ко времени то, о чем мы говорили. Анатолий Михайлович. Если проэкстраполировать вот результаты на 1,2 сантиметра до 1 мм, какая оптическая волшеба рассеян для Сагитариуса? То есть можно ли там увидеть уже горизонт Сагитариуса? Ой, вы задали несколько вопросов. Если говорить... Черт, у меня есть отдельный доклад от Сагитариуса, как раз где я подробно описываю рассеяние. Я готов пойти в ГАИШ и рассказать. Да, конечно. Значит, там наклон, по-моему, в районе двоечки. Да. Поэтому, когда вы уходите на 1 мм, то ситуация с рассеянием несравнимо лучше. И я могу сказать точно по памяти, что на длине волны 1 см и длиннее в размере Сагитариуса... Давайте я скажу. На длине волны 1 см и длиннее то, что я показывал по радиастрону, в размере Сагитариуса доминирует именно рассеянная составляющая. На длине волны 1 мм рассеяние, конечно же, и есть. Но в угловом размере уже доминирует истинный размер того, что есть в Сагитариусе. Я вот так вот аккуратно и максимально честно отвечу на ваш вопрос. А если хочется подробнее все, тогда я реально просто отдельно расскажу. Какой порядке величины отличается скорость внутреннего и внешнего течения дюэта, которая замедляется в счет? Мы считаем, что для М87 на два порядка. То есть, если скорость внутреннего одна десятая скорости света, то тогда там подписано... То есть два порядка махану. Значит, полтора порядка, да. У нас есть публикация моя 2008 года, где мы сказали, что мы видим на двух сантиметрах, значит, скорость течения М87 железобетонная, там на уровне, по-моему, десятой скорости света или даже меньше, да. Вот такие цифры. Ну, предположим, десятая скорость света, десять лет прошло, забыл. А после этого были публикации коллег, которые показывали, что там течение есть на уровне нескольких скоростей света. В случае, если вы сделаете две вещи. Первое, если вы измерите скорость HST One, ну, как бы HST One Hub давно показал, да, вот этот компонент на расстоянии, там, 0,8 секунды дуги от центра. Вот, там, пара скорости света была, два, три, четыре, не помню. А кроме этого, замечательная работа делал студент Андрея Лобанова, она в этом году опубликована, когда с помощью вивлит-анализа измеряли скорости просто разных областей, фактически пикселей на картах РСГБ по 7 мм, и вот в центральной области есть указание на пару скорости света. Поэтому 1-1,5 порядка РСГБ. Мы считаем. Так, все. Спасибо. Спасибо еще раз. Дорогие коллеги, это очень хороший стиль, хорошая традиция проводить такие конференции, и здесь есть такое организационное, что ли, зерно, очень мощное, подготовить астрономическую общественность страны, но и не только нашей страны, к использованию уже научного проекта, тех инструментов, которые будут в проекте «Спектр РСГБ». Я думаю, что мы в нашем проекте тоже воспринимем этот опыт и будем делать то же самое. Сегодня, после уже конференции состоится более узкая, более профессиональная, ну это понятно, всем невозможно все решать, профессиональный комитет такой по проекту, и туда входят представители институтов, поскольку проект общенациональный, и от нашего института тоже входит. И мы, в общем, очень приветствуем именно такое. Спасибо за приглашение. По моему докладу в прошлом году и недавно на прекрасной конференции, посвященной памяти Иосифовича Самуила Чашковского, я рассказывал больше о проекте как раз то, что называется «Спектр РФ» или «Волк Спейс Обзор Три Утравайля». На этот раз Марат Равильевич пригласил меня немножко с другой целью, чтобы я вообще рассказал о тех научных вызовах, которые стоят перед людьми, занимающимися вот этой так называемой ультрафиолетовой астрономией. Здесь, нужно быть честным, охватить все просто невозможно, даже обладая блестящим талантом ридера, таким как Юрий Ильич Ковалев, я просто не успею это сделать, он, может быть, был слух. Поэтому я остановлюсь здесь на нескольких вещах. Но сначала, как и это уже в моей традиции, я всегда выясняю самые простые вещи, что же, собственно, такое, о чем мы говорим, как ультрафиолет. В физике и в астрофизике понятия ультрафиолетов в диапазонах отличаются. Я здесь выделил только астрофизические понятия. Довольно часто используем экстремальный или крайний ультрафиолет. Вы видите, это от рентгеновского диапазона и до, в общем-то, до Ламиновского предела. Иногда выделяю так называемый рентгеновский ультрафиолет. В нем работала камера, которая была установлена на спутнике РосА. Там центральная длина волны была 17 нанометров. И были получены интересные результаты, хорошие. Но надо сказать, что, пожалуй, в этом диапазоне больше ничего, ну, что-то серьезного вытащить в звездной, тем более в галактической астрономии, астрофизике, невозможно. Поскольку галактическая среда жутко непрозрачна. То есть, ну, на расстоянии уже буквально нескольких десятых парсека набирается такая оптическая толща, что вы ничего в обычном интерфиолете в обычной среде не увидите. Нужно только наблюдать вдоль тех ожогов, которые остаются сверхновых, где плотность нейтрального водорода очень низка. от действий мустрей и частиц. Ну, поэтому запущенный в конце прошлого века спутник Extreme Ultramar Explorer в принципе он не принес новых результатов. Он несколько улучшил, уточнил, ну, несколько результатов, полученные как раз вот в рентгеновском ультрафиолете на спутнике РосА. И главное, в общем, о чем будет идти речь, это вот о диапазонах, так называемой, ламиновской, которая является частью дальнего ультрафиолета, и короткой, и ближнего ультрафиолета. Здесь все показывают длинный волк. Есть еще один ультрафиолет, он здесь упоминался. Это У-полоса в системе УБВ Джонсона. Очень важное и полезное такое выделение вот этой полосы. Я не буду о ней много рассказывать, но есть такая задача для обсерватории, которые находятся в горах на высоте, потому что только там можно добраться, добраться как можно до более коротких длиннволов. Вот сейчас до 290 с чем-то там 7 нанометров такие наблюдения попадают. Но дальше уже принципиально невозможно, с земли таких гор просто нет. Но тем не менее это очень важный диапазон, там много чего, особенно я сейчас останавливаться на это не буду. Почему ультрафиолет? Я просто вам привожу цитату из известного нашего специалиста, я имею ввиду нашего астрономического, по белым каликам, Мартина Барстовой из Великобритании, который просто написал, что причина, почему он говорил о спектроскопии в ультрафиолетовом диапазоне, то ли важна, что это очень важный инструмент диагностики вещества, начиная от холодного, видите, 10 тысяч кельвинов, это в поглощении, и до излучения вещества, которые горячие уже до нескольких миллионов градусов, фактически это уже переходим мы в рентгеновский диапазон. О спектроскопии, в общем сказано, здесь просто иллюстрация того, что мы видим и в ультрафиолете, и особенно unique, это значит подчеркивается, где та область, где ультрафиолетам людей не дают, ну скажем так, донимируют просто, или вообще эти данные получить в любом другом диапазоне невозможно. Ну вот вы видите, это Lime and Light, естественно, это для ближнего космоса, это Z2, это определение Дейтерия, самое точное, наблюдение излучения и поглощения ионов, высокоидизованных, кислорода, углерода и так далее, ну и вот вы видите здесь, я взял из материалов команды FUSE, Farrel Spectroscopic Explorer, как меняется число линий, которые, получается, для агентов, находящихся в основном состоянии, будь то ионы или нейтральные атомы, но вот видите, что в ультрафиолетовом диапазоне плотность линий нарастает, здесь выделены линии атомов-ионов, молекулы H2, отдельный H2, вот видите, такое нарастание, это просто к иллюстрации ультрафиолетов. А когда говорят о ультрафиолете, то, как правило, имеют в виду с литроскопией, но Imaging, то есть построение изображения ультрафиолета, тоже очень важная область, попозже мы увидим свежие результаты, а первые были получены космонавтами, которые на луну садились, вот видите, большое магиеванное облако было сфотографировано с этой маленькой камерой, космонавт Янг сделал его, и видно было сразу разницу, видите, слева это, слева облако в ультрафиолете, а справа в видимом диапазоне, видно, насколько структура отличается, насколько горячие звезды, которые, суть здесь, объекты в областях звездообразования, насколько эти распределения отличаются от привычной нам оптической структуры облака, то есть можно об этом говорить, так догадаться было это сложно. очень много было экспериментов, я насчитал их там, больше 60-ти в космосе кратковременных, на ракетах летающих, тоже много было сделано там направлений, а это обсерватории, в красном выделены ультрафиолетовые обсерватории, в черном те, которые имели на борту обсерватории ультрафиолетовые какие-то приборы, они не основные, но работали в составе обсерватории, выделен зеленый мастрон, это отечественная обсерватория, которая работала в 83-м и 89-х годах, руководитель Александрович Боярчук, она успешно работала в техническом смысле, неуспешно в смысле распространения знаний по тех результатах, которые были получены, были интересные результаты и по воде в комедии Галея, и по уточнению химического состава звездок, и так далее и так далее, но тем не менее, вот здесь такая, теперь по нашу проекту, только один слайд, это все, как говорится, целевая, сколько много чего можно делать, обсерватория, вот в этом самом диапазоне дальнего и ближнего ультрафиолета. Лайминовский, мы затрагиваем только наполовину, мы до очень коротких Гринго, до 912 Ангстренда идти не можем, там нужна другая технология, которой в стране мы не обладаем, летий в ТОР технологии. Ну вот основные инструменты показаны, я просто напоминаю, здесь в основном люди уже и слышали доклад, но они не слышали, и этого информации вполне достаточно для начала. Видите, какая реакция, вот справа я поместил специальный из американской газеты, американского автора, такая, что, поскольку в планах космических агентств США и Европы на следующее десятилетие не предусматривается запуска, проработка, да, но запуска нет ультрафилетовых аппаратов, то, значит, Россия, вот тут они, конечно, Путина нарисовали, естественно, кого же они ищут всегда, что будет иметь монополию в космосе. Ну, если будем, то будем, это дай Бог, здесь рабочие моменты по... А теперь к науке. Основная, как всегда, в больших проектах многоцелевых, выделяют основную программу, корт-программ, ну и там уже можно любые задачи делать. Вот такая, здесь, значит, физика, космология галактики, звездная физика, протопланетные диски и так далее, и атмосфера экзопланетных. Большой обзор, я благодарю авторов, часть из которых сидит здесь, мы опубликовали в астрономическом журнале, там больше 30 авторов, и из многих центров участвовали в России и за рубежом, и в этой большой статье, там на 45 страниц, перечислены и проанализированы те направления, которые будут в интересной в ультрафилетовом диапазоне. В принципе, это было сделано для этого проекта, хотя проект, конечно, не ограничивает возможности всей ультрафилетовой страны. Что было сделано в прошлом? Я только перечислю. Вот видите, прямое обнаружение молекулы H2, главной, самой распространенной молекулы в космосе. Она не имеет переходов, но поскольку асимметричная молекула, то при вращении не излучает ничего, и поэтому ни в инфракрасном, ни в радиапазоне излучения, ни в инфракрасном, ни в коротком там есть, этого нет, и поэтому в ультрафилетовом диапазоне как раз на ракете АЭРОБИ, АЭРОЧЕЛА-150 были получены первые спектры, и обнаружено вот это самое. Значит, большой вклад в определение структуры нашей межзвездной среды трехфазной, вы знаете, что до вот этого времени считалось, что она двухфазная среда, там холодные влака, то есть плотные, и обнаружена была горячая фаза. Не собственно сама горячая фаза, пограничные слои. Если горячая фаза контактирует, она контактирует с плотным холодным облаком, то прогрев электронами приводит к тому, что появляется область температуры порядка 10 пятых кельдинов, и это линия О5, О6. Ну вот, здесь указаны ультрафилеты-эксплореры, многое сделано звездной физики, Остром я уже упомянул, ну, конечно, Хаббловский телескоп, который изначально задумался, вообще говоря, как ультрафилетовой эмиссии, это потом уже оказалось, что тут многое и других применений оказалось у него. Упомянул я Фьюз, очень важные направления для поиска, только одно направление, поиск, где скрыты барионы во Вселенной. Сейчас чуть-чуть уточним. Галекс, тоже замечательный проект, сокращение от Galaxy Evolution, много что дал. Ну и планетных исследований, Хаббловский, как телескоп. Хотя, на каждом космическом аппарате, который направляется к планетам и спутникам, находятся инструменты ультрафилетового диапазона. И реки тоже, кстати, есть специалисты, которые вот таким вопросом не занимаются. Очень интересные вещи по изучению планет, атмосферные кометы, и так далее, и так далее. Перечислим, что в галактике. Это барионы. Тут вопросы вы читаете быстрее, чем я говорю. Я просто на черные, как говорится, тексты. Достаточно видно, да? Ну вот. Значит, это и поиск барионов, и вообще говоря, сам процесс реанизации. Я думаю, что все космологические представления имеют, что реанизация когда-то началась после темной эпохи, где-то у водорода, скажем, это было где-то на Z7, ну, примерно так. Вот этот процесс реанизации, он запечатлелся. Размеры галактических гала. Один пример приведу. Очень интересное тоже, казалось, направление. Абсорберы Лайман Альфа, когда мы наблюдаем любой удаленный, например, квазар, там мы видим в спектре квазара много-много линий Лайман Альфа, которые разделены из-за космологического смещения и образуют так называемый Лайман Альфа лес. Очень интересный и живой вопрос это металлы в межгалактической среде. Оказывается, в бойдах наблюдаются облака с металлами. Как туда попали? Там в безобразовании не было бойд и бойд. То есть, когда это было и что? Вот такие вещи. Ну, я снова отсылаю к статье. Исходный, там столько много было обзоров, но я просто беру, скажем так, исходный, который мне больше всего понравился, ну и, конечно же, как себя не проекламировать, вот этот самый взор. Итак, несколько иллюстраций вот по тем самым проблеме барионов, которые не наблюдаются во Вселенной. Мы наблюдаем барионов только половину от положенного. Положенные 4% наблюдаются примерно 2, но я имею в виду от общей энергоплотности Вселенной, то есть от плотности назовем. Значит, где эти барионы? А про металлы еще хуже ситуация. По всем теориям звездной эволюции металлов должно быть в разы больше наблюдаться, чем вот мы просто видим в этой среде. это одна из проблем. Итак, про барионы. Значит, космологические модели здесь Гавы 2004 года я привел. Есть и другие, но они говорят о том, что Вселенная, которая развивается, эволюционировала с права налево, ну это Z просто вот сюда вот и не считается, настоящая эпоха. Раньше она состояла просто из диффузного газа, естественно, что еще и звездообразования не было никакого. Появились звезды, это конденсированное вещество, вот видите, звезды там и так далее. Появились источники ионизации, например, скопление галактик там появилось совсем горячее вещество. В скоплении галактики его много. Мы знаем, что в богатых скопления галактик этого горячего вещества больше, чем звездного. А диффузное вещество, естественно, исчерпывалось, уменьшалось и развивалась вот эта так называемая тепло-горячая фаза. Она имеет температуры, ну, где-то вот 10-5-10-7, то есть она слишком горячая, чтобы наблюдаться в оптике и слишком холодная, ну, по крайней мере, здесь-то наблюдается, вот, надеюсь, 7-й уже в рентгене. Вот она должна наблюдаться в ультрафиолете. И сейчас парадигма такая, что искать барионы, скрытые, нужно либо с чувствительными, продвинутыми рентгенскими телескопами, либо с ультрафиолетами, а лучше с теми и с другими. В принципе, есть довольно много уже работ рентгенских астрономов, которые зацепляют этот край. И с проблемой миссинг-барионов, вот этих пропущенных барионов, имеют в виду. Вот и просто иллюстрация. Одна из этих работ, почему я их вспоминаю, она для лекции хороша. Три-то и других наблюдали линии пятикратно низового водорода. Вот они здесь со смещением Z022. Это и позволило пронаблюдать, поскольку у Хаббл тоже не обладает возможности наблюдений в очень коротком диапазоне. А это линия 103 нанометра. Поэтому на 103 нанометрах Хаббл бессилен. Вот они здесь сдвинуты, она погадает. И вот то, что видят эти линии в этом направлении, естественно, что они облакаты не кислородные, они перемешаны с водородом. При средней металличности 0,2-0,1 сразу же вдвое увеличилось количество вот этого вещества, водорода, ну, прежде всего, во Вселенной. На этот момент количество обнаруженного вещества составляло всего 20%. А тут сразу подскочило. Ну и вот Лайман Альфа-Вес. Чем он хорош? Это вещество холодное. Ну, несколько тысяч градусов максимум, там, ионизованный газ. Чем он хорош? Вот мы видим облака, если мы видим вот этот самый Лайман Альфа-Вес, особенно в ближнем пространстве, от Z2. На дальних, там, мы можем видеть с оптическими телескопами, потому что все это из-за космологического смещения смещено в оптический диапазон. А на коротком, мы видим в ближнем пространстве. И причем, если мы можем проанализировать спектр масс этих волокон, мы можем сказать, как, собственно, где распределена масса вот этого межзвездного межгалактического вещества. Пока задача не решена. А спектр масс межгалактических вот этих самых облаков. Не исключено, что там большая масса сосредоточен. Вспомните функцию Солпитера. Где основная масса звезд сосредоточен? Не в массивных звездах. Из-за высокой крупизны 2,3 было бы меньше 2, то вся масса была бы в массивных звездах. Двойка это средняя. А 2,3 это уже означает, что масса в маломастивных звездах. Вот тут ситуацию нужно еще прояснить. Галактические галлы. Хорошая и очень интересная работа была проведена по наблюдению галло вокруг галактик. В... Вокруг вот здесь 44 галактики, из-за этого указано, и объект назывался Кос-Хэллос. Оказалось, что много нейтрального газа, раньше не наблюдавшегося, это вот H1, как раз. Видите, Лайман-Альфа H1 средняя, эквивалентная ширина линии была 1,5, довольно широкая. И в пределах до 150 кп в окрестностях галактики масса нейтрального газа, H1, сравнима с массой самих галактик. Это вообще при всякой инвентаризации массы, бюджете массы, что-то нужно обязательно учитывать. Очень важно. Но и в моделях, конечно, в дальнейшем эволюции. Про металлы я уже сказал. Эта проблема очень серьезная, ждет решения. Есть идеи, в том числе у наших астратизиков, о том, что металлов мы наблюдаем мало не потому, что их там мало вообще, а из-за особенностей их распространения. Если металлы расположены, плохо перемешаны посреди, то в каких-то сгустках просто проблем перемешан есть у Щекинова, например, Юра там с коллегами модели гидродинамические перемешивания металлов, то эти сгустки могут содержать гораздо больше металлов, чем мы наблюдаем. Вот из-за эффекта сквальности. Вот я просто подчеркну, что здесь сейчас сближаются возможности, особенно с будущими про спектр РГЭК, естественно, здесь не говорю пока, а говорю про будущие проекты. Вот, например, X-Ray Surveyor, здесь Виклинин есть, ссылаясь на работу, он работает в этой команде. Спектрографы с очень высоким разрешением больше чувствительностью в рентгеновском диапазоне, они настолько уже сближаются по возможности, могут даже превосходить, что вот эти два подхода рентген и ультрафиолет, конечно, помогут решить такие задачи. Ну, я думаю, что уже скоро мы разберемся с инвентаризацией полной во Вселенной. А в ближнем, совсем ближнем пространстве этот был очень интересный результат от Фьюз, когда в нашем ближнем галактическом пространстве были наблюдены 100 горячих источников, 100 квазаров и 1 белый карлик, и оказалось, что в каждом направлении практически в каждом наблюдается линия А6. Возле нашей галактики полно этих облаков А6. Ну, а дальше и пошла спекуляция, что если А6 везде, а не с густками, то масса вещества вот этого горячего, в теплой горячей фазе должна быть сравнима с массой местной группы галактик. Это очень много. До сих пор ну, здесь естественно уходит опять же на решение, как избежать, потому что иначе мы тогда, да, где темное вещество. Вот про это нужно уже думать. Так уходит на то, что это все-таки скважность, что это все-таки структурное. Ну, а структурность это вот нужно смотреть с более мощным телескопом. Вот телескоп, скажем, тот же спектр УЭП или будущие телескопы позволят структуризацию этих облаков посмотреть. Вот тогда будет решена проблема и с массой. Значит, если у вас технология, у нас, так, она и есть, не позволяет работать на литисторе, то есть на линиях, на длинах волн до 912 с ангстрен, а есть другие линии, конечно, кислород наиболее распространенный элемент в космосе, но есть линии и азота, и углерода, С4 и кремния, которые для большого телескопа могут работать так же, как О5, О6 для маленького телескопа. Ну, примерно то же самое. Получится менее распространенные элементы, значит, но зато большая апертура телескопов позволит это тоже на следующее. Теперь один из важных результатов галекса это опять подчеркивается необходимость камер поля имиджинга в ультрафиолетовом диапазоне. Слева вы видите изображение в ультрафиолетовых фильтрах галекса, справа то же самое, в том же масштабе оптика. Видите, как разительно отличаются изображения галактик в том и в другом диапазоне. О чем это говорит прежде всего? о том, что мы до того, как занялись анализом изображений галактик в ультрафиолетовом геопазоне, слабо представляли моды звездообразования. Потому что ясно, что это горячие молодые звезды и звездообразование гораздо более широко протянуто по радиусам от галактик, чем мы думали ранее. И это один из результатов. Видите, какие структуры красиво возникают, которые от галактика. Вот видите, вот такая и такая стала. Ну, здесь можно это большая тоже наука. Вот одна из картинок уже увеличенная видна, сколько областей звездообразования красными точками показаны на периферии галактик. Раньше считалось, что все-таки на периферии звездообразование подавлено. Не так. Но и самый простой, школьный, это я в лекциях использую такой, где смотрите, это модель галактической эволюции спектральной. Здесь для разных по три линии дано для разных содержаний. Солнечное на 10 раз менее и на 2 раза более высокое содержание металлов. И вы видите, что спектры галактики в диапазоне от 1000 анстрен до 10000 анстрен. Вот они здесь показаны. Как они увеличиваются со временем. Вот с самого начала. Это всего лишь 5 миллионов лет и до 10 миллионов лет. Если вы посмотрите фильтры обычные, ну, ДСС, например, вот эти вот фильтры, то изменение не столь велики, вы не можете возраста сильно отличить галактику по экспертам. Но если вы наблюдаете в ультрафиолетном диапазоне, то здесь вся происходит драма. Вы немедленно получаете инструмент для оценки возрастов галактик. Что бывает важно. Вот по, ну, как и на Солнце, там все драмы происходят в ультрафиолетном диапазоне. Так же и здесь, в галактике вся эволюционная драма протекает в ультрафиолетном диапазоне. Есть очень интересная проблема. Это так называемые темные СО облака. Значит, когда мы говорим, что молекулу H2 наблюдать тяжело, и только в отдельных случаях мы можем измерить ее содержание, то спрашивается, как же тогда мы говорим о том, что вот везде молекула это H2, и оценивание массы. Как правило, мы это делаем по сопутствующей молекуле СО. СО наблюдается хорошо. Но для того, чтобы перейти в СО H2, нужен конверсион фактор, что называется. Так вот, оказывается, в последние 10 лет стало понятно четко, что конверсион фактор это штука очень специфичная и не работает. СО молекул меньше, чем должно быть по теории, может быть, иногда даже на порядке. Это означает, что мы недооцениваем массу молекулярного водорода в ряде областей. Вот это как раз картинка и показывает. Вот вот здесь то, что должно быть по теории, а здесь то, что мы наблюдаем. В очень плотных облаках да, сходится. А если среда более диффузная, более диффузная, то вот эти самые порядки, разницы там и возникают. Поэтому изучение, а для того, чтобы сравнить прямым образом, нужно наблюдать в ультрафиолете и СО. Ультрафиолетов это позволяет. Линии ЦО прекрасно видны в ультрафиолете. Вот видите, здесь 147 нанометров. Ну, а линии H2 я уже не говорил. Они лежат в геопазоне, который в ближней области у нас недоступен. Но, тем не менее, вот они, это молекулы. межзвездная пыль чрезвычайно интересная. Я только вопросы успеете прочитать, пока я говорю. Изучение межзвездной пыли в ультрафиолете дает огромное преимущество, поскольку вы работаете на длинных волн, которые короче, меньше, ну или сравнимы, чем размер пылинки. На длинных волнах, когда совсем длинные, вы просто имеете общее какое-то рассеяние, и все. Здесь вы можете говорить и о размерах пылинки, и о эфим составе. И вот видите, вот это вот в аптическом диапазоне фельдеры, какие показывают, а вот это кривая эксфинкций. Так вот здесь, опять же, в ультрафиолетном диапазоне проходит рама. Вот в Лире как раз очень ценные фельдеры, вы помните, Анатолий Михайлович, вопрос был, зачем там ультрафиолет? Да вот за эти. Это очень-очень важный диапазон. Есть специальная вещь, связанная с наблюдением полиароматических углеводородов, спрашивается, где они наблюдаются. Оказывается, что у них мощные линии должны быть, но они не видны, и ответ пока такой, что этих полиароматических углеводородов очень много. И вот видите, здесь 24С, ну это сколько вот этих самых бензонных колец, и 64С, и они дают разные, на разных местах положения линии, и все это смешивается. Диски. Или, скажем, лучше сказать, зоны частичной ионизации, или лучше сказать, Photodominated Trigion, DDR. Это простоя модель ядра, протозвездного, где образуются звезды. Тот самый процесс, который протекает, в частности, вот в этих столбах в N16. Это диски. Один из примеров дисков здесь показан, но это оптическое изображение на Хавле, Альма. Это одна из самых интересных, скажем, волнующих картинок последних лет, когда Альма получила картинку с непосредственными свидетельствами образования планет. Прямо так. Вот эти кольца темные, которые появились, считаются, поскольку это излучение пыли в данном случае, что вот эти вот кольца говорят о том, что здесь пыль уже осела и уже сгруппировалась даже планет. А вот это изображение в блине иона между M2H+, не менее интересно для астрофизиков занимается планетиком. Эта дырка не... Если здесь это коронография, то здесь это реальная дырка. Дело в том, что эта молекула не выживается вместе с газообразным СО или СО2. Только когда СО2 вымерзает. Так вот, впервые получена линия, то, что называется Снеговая. Где вымерзает? Это 30 астрономических единиц. Ну вот для молодых объектов, вы извините, для молодых объектов ультрафиолет в ближнем диске флюоресценции водорода должна наблюдаться. Тоже есть такое. Очень интересно сверхновая 1а. Сергей Блинников показал, что спектры, что механизмов сверхновых 1а несколько. И каждый из них можно отличить прежде всего по ультрафиолетовым спектрам. Если у нас будет возможность наблюдать часа на еда и ультрафиолетовые спектры, то мы можем сказать, какой механизм из этих вот тречисленных здесь. Дефлаграция, детонации и так далее, и так далее. Вот тогда разобраться с тем, добавить что-то к тому вопросу является или нестандартными свечами. Колич Ругай здесь перечислил некие проблемы, как он считает, он большой специалист сверхновых 2 типа в ультрафиолете. Ну, я просто для любопытства иногда бывает то, что от середины эти случайные находки, когда пронаблюдали миру на коллекции, оказалось, что за ней тянется длиннющий на 4 парсеку ультрафиолетовый хвост, это тоже аплорисценция молекулы H2, это звезда необычной крайне, летит с огромной скоростью сквозь межзвездное вещество и возбуждаются вот эти линии. Скорость движения почти 140 км в секунду прорывается насквозь межзвездное вещество. Взрыв, вспышка была случайно, это в Серенгипете, карликовой новой. Наблюдали и разделили, кстати, экспозицию, хорошо, что это ПЗС, экспозицию, видите, как вспышка в ультрафиолете развивается. Из анализа какой, какие длинные волны раньше начинаются, значит, сделали вывод, что вспышка идет что-то outside in, длинные волны, в них начался сначала подъем. Ну и планетарные исследования здесь перечислены, только картинки, которые хорошо известны людям, крайне интересны, показывают то, что наша родная Солнечная система совсем не так просто, там, полно колец, всяких дисков, состоящих из газов, особенно воды, гидроксила, которые прекрасно наблюдаются внутри этой лете. Ну и, конечно, экзопланеты, собственно, первая атмосфера экзопланеты, в этой самой, которую акцитируют, была найдена по линии Ла Шайпа, о, извините, Лайманалика. А сейчас это мощный механизм, исследование структуры, корон, там, горячий кипитер, асимметрий, и так далее, все это протекает. Ну и, как заключение, значит, конечно, вот в эфире этого астрономия огромной перспективы, я коснулся там очень малой доли, много волновые наблюдения, видите, я упоминал и РГЭ, и Альма, и специально этому вопросу посвятить еще не важны, и я считаю, что нам вообще пора всем работать, поскольку это тоже национальный проект совместно, и мы готовы с РГЭ работать в свой вклад, вносить научный, и приглашаю все сообщество, особенно команду Спектра РГЭ наших соседей в проект, в работу в проект. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Глава Теоргенович, вот для поиска медленной жизни очень важен поиск и кислорода, атмосферы, и эти планеты. Земные на этот день не позволяет нас верить, если так плохо, если облечиваться такая, вот в утраконетии как раз кислород надежды с нашим скажем или с другими есть несколько больших проектов специально нацелены вы совершенно правы это проекты будущего но не истилетия на после тридцатого года я могу скажем называть такие проекты как куба европейский 4 метровый телескоп у которого одна из главных вот это как разадач стоит он куба получать ультравайли visual то есть и ультрафиолетов и визуально такого же класса или даже более но это немножко фантастические область до 16 метров телескопа размером будущее нет это все космические вы 3 колец это только космические и так далее то есть проекты которые смотреть как у нас есть сейчас вот интереснейшая вещь например посмотреть содержание комет тех которые летят по параболическим орбитам то есть долго периодически или вообще периодически они прилетают из того той зоны которая не была подвергнута воздействие слова и так далее так далее длительное время первичное вещество посмотреть и связать с моделями прото планетный прото солнечной туманности это там действительно есть и давайте так у нас обвинили будет следующая международная конференция у нас родится такая выпускаем из родным сообществом книги по ультрафиолетовой странами последняя немножко из-за всяких кризисов политических затянулась и с 12 года не выпускали сейчас снова в телевизоре в юле будет конференции выпустим книгу и я специально распространю информацию об этом потому что наверняка кого-то заинтересует можно участвовать значит у хаббла основное преимущество абсолютное он существует значит у нас делать то что мы учли некоторая ошибка несмотря на меньше апертуру 170 они 240 сантиметров значит с петрографы спроектированы так что мы про не покроницающей можем работать с объектами по крайней мере с точечными точно на 2 звездной величины слабее чувствительность выше да 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 у нас нет этих дополнительных поверхностей которые ультрафиолети в коротком очень серьезно это снижает борис Михайлович еще успеху вам со спектрами это прежде всего вам тоже спасибо и мы все должны за национальный проект спектр РГ сейчас вот ну как что можно сделать пальцы скрестить там давайте еще как говорится посмотрим я говорю от имени большого коллектива который этим проектом занимается ну миллиметрон это проект космической альтернатории который который будет работать в дальнем инфротрассном субмиллиметровом или миллиметровом диапазонном лимбол а вообще почему работать в таком диапазоне требует выхода в космос ну ответ он показан на этом графике это спектр пропускания земной атмосферы и дальний инфротрассный диапазон он вот находится как раз там где наша атмосфера практически не прозрачна наблюдения возможны в некоторых узких окошках здесь высоко в горах или стратосферы но космические конечно дают гораздо более лучшие возможности и наиболее результативной обсерваторией на сегодня в этом диапазоне была космическая обсерватория Гершель европейская значит она была запущена в 2009 году и три года успешно проработала но ее параметры здесь показаны еще одной важной особенностью этого диапазона является то что в нем становится чрезвычайно существенно тепловое излучение и самих приемников излучения и всех оптических элементов там главного зеркала и других зеркал поэтому необходимо для повышения чувствительности желательно очень понизить температуру всех этих элементов то есть температура приемником обычно она меньше кельвинов если меньше одного кельвина это если полометрические приемники у Гершеля температура главного зеркала была вот порядка 70 кельвин и она охлаждалась за счет наличия теплового экрана то есть пассивным способом и миллиметрон это он рассматривается как некий следующий шаг после Гершеля то есть он должен быть лучше чем он по параметрам ну и основное за счет чего он будет лучше это за счет более крупного зеркала 10 метров вместо 3,5 а также более глубокого охлаждения но об этом я чуть позже скажу сначала какие вообще научные задачи остались еще не решенными после полета Гершеля и после того как на земле там построена субмиллиметровая обсерватория альма например ну есть несколько таких очень интересных задач я начну от земли постепенно удаляясь дальше но вот в нашей солнечной системе одна из таких задач может быть решение вопроса о том как эволюционировала в солнечной системе вода и как она попала на землю по одной из гипотез значительный вклад в количество воды на земле в земные океаны могли дать кометы для ответа на этот вопрос необходимо изучать соотношение дейтерия к водороду потому что количество дейтерий может увеличиваться в некоторых особых условиях в холоде когда есть лед и поэтому вот это количество дейтерия по отношению к водороду оно служит показателем того где ну в общем в каких условиях жила вода которая у нас сейчас есть на земле оно конечно хорошо измерено в космосе измерить его сложно в частности как раз потому что линии воды они попадают в субмиллиметровый диапазон где их трудно наблюдать но вот для нескольких комет это было сделано ну конечно для части комет это были прямые измерения при пролете спутников через вещество кометное часть этих результатов получена была как раз гершеля и результаты пока оказываются довольно противоречивыми то есть часть комет показывает значительный избыток дейтерия что может говорить о том что кометы образовывались в разных условиях и не все кометы не из всех мест нашей солнечной системы подходят на роль носителей воды также на гершеле наблюдалось ну было открыто в общем истечение воды из астероида целиара наблюдалась вода в атмосферах планет ну и с помощью миллиметрона можно будет благодаря более высокой чувствительности наблюдать уже большую действительно статистику по объектам солнечной системы по соотношению дейтерия к водороду и уже окончательно ответить на этот вопрос ну кроме нашей солнечной системы будут еще наблюдаться большое количество протопланетных дисков в них наблюдения в этом диапазоне они тоже имеют большое значение потому что во первых та же ту же воду можно там исследовать в отличие от других диапазонов здесь можно наблюдать воду достаточно холодную и лед в том числе ну и например одним из самых точных на сегодня способов измерения массы протопланетных дисков является молекула HD которая тоже ну ее длина волны там 112 микрон и она доступна к наблюдениям только из космоса следующий класс задач традиционно решаемых в дальней к области это наблюдение объектов которые для нас видны довольно плохо в других диапазонах то есть они чем-то скрыты один хороший пример это вот некая туманность которая здесь показано как она выглядит в оптике видно что тут просто некие некое темное пятно ну вот часть его подсвечена звездами при наблюдении гершеля в дальнем к диапазоне видно что вот за этой темной невидимой частью скрывается много интересного там находятся тонкие филаменты в которых как раз и образуются новые звезды вот и ну после наблюдений гершеля и многочисленных подобных картинок полученных все равно остается остается ряд вопросов один из основных на сегодня это что поддерживает структуру этих филаментов для ответа на него необходимо измерять проводить не только такие наблюдения но измерять поляризацию то есть измерять магнитное поле в этих объектах то есть следующая космическая обсерватория дальнего эка диапазона должна уметь измерять поляризацию ну и совсем другой класс объектов но с похожими проблемами это черные дыры они мало того что чрезвычайно компактны поэтому как правило не хватает разрешения чтобы увидеть есть область близкую по размерам горизонту кроме того в например радиодиапазоне где угловое разрешение может быть достаточно высоким там как раз рассеяние и непрозрачность мешают увидеть этот объект при наблюдениях из космоса в дальнем эка диапазоне или в субмиллиметровом будет доступно целых два способа изучать эти объекты один из них это радиоинтерфериметрия со сверхдлинными базами ну там понятно что короткие длинные волны дают выигрыш в разрешении а второй это исследование экстремального фарадейского вращения то есть благодаря наличию магнитного поля недалеко от черной дыры тарманово достаточно большое излучение исходящее из ее окрестности оно поляризовано и угол поляризации он быстро меняется с длиной волны чтобы заметить эти изменения нужны наблюдения с очень хорошей чувствительностью и с хорошим спектральным разрешением и это как раз можно будет делать из космоса первые наблюдения альбы показывают что действительно такой эффект есть вот то есть можно будет подобраться вплотную к самой черной дыре причем двумя разными способами следующий класс задач это изучение межзвездной среды в галактиках ну во-первых газ для того чтобы образовывались звезды он должен остыть и на некотором диапазоне температуры это остывание происходит за счет атом за счет некоторых специальных линий излучения атомов и ионов эти линии они как раз приходятся на область в районе 100 микрон кроме того при рождении звезд образуется большое количество пыли которая в галактиках с активным звездообразованием поглощает очень значительную часть излучения звезд и перезлучает его опять же в районе 100 микрон то есть вплоть до того что спектры галактик с очень мощным звездообразованием они у них максимум интенсивности приходится на дальний диапазон поэтому эти объекты будут видны с очень больших расстояний и с миллиметроном можно будет наблюдать галактики практически на любых красных смещениях вплоть до начала их образования на Z порядка десяти то есть миллиметрон будет в этом очень помогать телескопу Джеймса Веба с помощью миллиметрона можно будет в частности впервые наблюдать вращательные линии водорода в столь далеких галактиках их в близких галактиках их наблюдал спицер ну все это нужно для того чтобы понять какова была история звездообразования во Вселенной в целом также в субмиллиметровый диапазон попадает конечно же реликтовое излучение и одной из задач миллиметрона будет исследование эффекта Синяева-Зельдовича ну вчера Рашид Алиевич показывал что может сделать 10-ти метровый телескоп целых полтелескоп на Земле а представьте теперь что такой же по размерам телескоп но только с гораздо большей чувствительностью за счет глубокого охлаждения и без помех со стороны атмосферы находится в космосе и он может конечно получать и тепловой и кинематический эффект с гораздо лучшей точностью ну теперь о самом проекте миллиметрон как я уже говорил он будет обладать размером головного зеркала 10 метров ну здесь показано что вот это зеркало окружено рядом экранов которые служат для охлаждения его ну это они обеспечивают пассивное охлаждение но также планируется сделать охлаждение активное с помощью гелиевых машин замкнутого цикла в этом случае температура главного зеркала может опуститься до примерно 5 кельвинов но даже если это сделать не удастся то с помощью только пассивного охлаждения его удастся охладить до примерно 40 кельвинов и это уже гораздо лучше чем то что было у Гершеля вот поэтому чувствительность миллиметрона будет как минимум на два порядка лучше чем у Гершеля ну здесь показано вот график зависимости чувствительности от длины волны еще нужно отметить важнейшую особенность наблюдений в дальнем ИК диапазоне она состоит в том что разрешение это за счет длины волны не очень высокое и поэтому галактики которых на небе довольно много они сливаются вот в такую вот кашу Гершель эту кашу видел она называется космический инфракрасный фон а при увеличении диаметра зеркала до 10 метров этот фон начинает распадаться уже на отдельные галактики то есть цифра 10 метров она здесь является критическим делать еще один аппарат с таким же диаметром зеркала это большого выигрыша не даст но по крайней мере при решении задач фотометрии то есть получение изображения возможности радиоинтерфериметрии которые планируются применять для исследования сверхмассивных черных дыр они конечно есть там но с некоторыми особенностями осложняющими дело поскольку для охлаждения телескоп должен находиться вблизи точки Лагранжа Л2 то есть на большом расстоянии от земли двигаться по орбите он будет очень медленно и поэтому изображение получить таким образом как это обычно делается в радиоинтерфериметрии не получится но тем не менее путем применения некоторых техник можно показать что даже такой интерферометр сможет отличить например в углик от точечного объекта здесь показана схема миллиметрона главное зеркало состоит из лепестков оно складывается чтобы влезть под обтекатель ракеты так значит я покажу видео как происходит развертывание телескопа механическая часть вот эта она достаточно хорошо отработана то есть механика подобна той что применялась в радиоастроне и в Красноярске в СС Решетнево уже сделан полноразмерный макет тепловых экранов на котором отработано их раскрытие ну вот сначала открываются тепловые экраны для пассивного охлаждения потом экран для активного охлаждения и наконец главное зеркало сейчас уже изготовлены отдельные лепестки из которых будет состоять поверхность главного зеркала и они испытываются на то какое они имеют оптическое качество и как они ведут себя при разных температурах научные инструменты которые планируются установить на миллиметроне они будут содержать в себе приемники для радиоинтерферметрии со сверхбольшими базами на длинных волн от меньше миллиметра до 1,3 сантиметра также будет матричный акаметр спектрометр коротка волнового диапазона которая будет получать изображение в нескольких поддиапазонах ну то есть просто картинки с большим числом пикселей а также будет получать спектры среднего разрешения порядка тысячи будет камера спектрометра длинноволновая которая как раз сможет работать с реликтовым излучением и планируется гетеродинный спектрометр высокого разрешения он позволит получать спектр в частности тех же линий воды вот но здесь показаны некоторые факты о текущем статусе процент миллиметров я думаю на этом можно закончить спасибо вопросы дальше аэдиострон полетел тогда, когда уже много лет на земле была решена проблема радиоинтерферметрии со сверхбольшей базы если я правильно понимаю, в данный момент еще нету картинки субмиллиметрового телескопа размером с земли есть ли гарантия того, что вот эта проблема технически проблемная по синтезу будут решены к тому моменту, когда вы будете запускать уже спектр в космосе это делается с длинными гарантий конечно нету, но синтез у нас по-видиму не планируется ну по крайней мере на орбитах там миллион километров то есть вынашиваются планы по тому, что после окончания времени, на котором работает активное охлаждение потому что это будет те же примерно три года, как у Гершли отправить миллиметром на низкую околоземную орбиту ну может не очень низкую, но что-то типа радиостроновской если хватит на это топлива то есть если это технически возможно такое, то это было бы наилучшим решением для радиоинтерферметрии тогда можно было бы строить изображение Роман, а какое качество зеркало необходим для наблюдения в этих диапазонах и насколько реально его будет поддерживать и такой сложной расстрадывающей структурой и в условиях там открытого космоса и так далее у нас нет никакой адаптивной подстройки? оно как раз адаптивное, да, я забыл об этом сказать зеркало планируется адаптивное а каким образом это будет такой разворачивающейся? значит, оно состоит из, по-моему, 72 отдельных панелей каждая панель крепится с помощью нескольких актуаторов которые подставят его в положение какая точность нужна? точность, минимальная точность, которая у нас сейчас заявлена это 10 микрон стандартных панелей поверхности но хотелось бы добиться 5 это было бы совсем круто и на земле это уже промерено, что это можно поддерживать? ну, конкретно для нашей конструкции зеркало пока это не промерено то есть это в стадии испытаний то есть сейчас как раз берут панель испытывают, смотрят, какое у нее у одной панели стандартное отклонение и как она ведется при изменении температуры Сергей, у меня есть вопрос мы все время обсуждали, но я Николай Семенович нам рассказывал про температуру 4 кельна берлавного зеркала сейчас я услышал информацию о том, что Вы произнесли, по крайней мере, пассивное охлаждение температуру 40 кельн это рабочая уже температура или просто Вы как план В это рассматриваете? ну, это план В так, еще есть вопросы? тогда все, спасибо уже 8 месяцев как наш проект научные исследования на борту спутника Ломоносов университетского спутника я расскажу сегодня о текущем статусе нашего проекта ну, мы начали его давно, уже несколько лет вот в 2010 году где-то в начале стартовал этот проект в Московском университете как идея которые хотели запустить раньше оказалось, как всегда, сдвинуто все вправо и сейчас вот Вы на этом слайде можете представить, что представляет из себя, собственно, наш спутник спутник верхняя часть вот этого спутника это служебная платформа, которая для нас изготовила космическое предприятие ВНИЭМ это серийная космическая платформа КАНОПУС которая успешно летает и сейчас обслуживает другие эксперименты в космическом пространстве а что касается вот нижней части это как раз инструментальная платформа это полностью область ответственности Московского государственного университета с кооперацией то есть, собственно, наша задача была вот наполнить эту космическую платформу идейным содержанием все это реализовалось, было реализовано как вот здесь Вы видите внизу в рамках программы развития Московского университета финансировалось за счет Московского университета за исключением одного из приборов вот это, о котором я сейчас, собственно, и буду рассказывать это зеркальный телескоп он финансировался в рамках федеральной космической программы ну и вот, после долгих перипетий мы наконец запустили благодаря счастливому случаю открытию космогрома Восточный первым запуском что обеспечило для нас бесплатный запуск нашего спутника в отличие от предыдущих всех других проектов когда с нас требовали огромные деньги за запуск этого спутника в чем, собственно, заключается наша наука на борту нашего спутника мы посвятили наше исследование изучению экстремальных процессов вот как мы назвали, пусть звучит так громко экстремальных процессов в ближнем и дальнем космосе среди них, я начну по порядку вот цель номер один астрофизическая цель это исследование космических лучей предельно высоких энергий самых больших энергий, которые существуют в нашей Вселенной это исследование гамма всплесков астрофизических объектов, хорошо знакомых этой аудитории это исследование радиационных поясов Земли и явлений, связанных с катастрофическими изменениями структуры, динамики радиационных поясов Земли и воздействием этих частиц на атмосферу Земли это исследование транзиентных световых явлений в верхней атмосфере Земли природа которых, в общем, до сих пор является предметом острых дискуссий это в том числе и отработка мониторинга таких опасных объектов в нашем ближнем космосе как астероиды, метеоры, космический мусор и так далее конечно, это свечение перманентное, квазиперманентное свечение в верхней атмосфере Земли сегодня, так как вы меня пригласили сегодня нас пригласили выступить на этой конференции я буду рассказывать, конечно, только об астрофизических аспектах нашей науки на борту спутника итак, первая цель астрофизическая цель это исследование космических лучей предельно высоких энергий о чем, собственно, идет речь перед вами энергетический спектр вот эта прямая линия в двойном логарифическом масштабе мы нацелены на изучение вот этих частиц на самом краю спектра у них есть такой термин название в нашей физике космических лучей ГЗК частицы почему? потому что много-много лет назад Грязин, Засепин, Кузьмин предсказали что таких частиц не должно быть так как они исчезают на реликтовом взаимодействии с реликтовым излучением Вселенной и должен образоваться вот такой котов обрезание спектра космических лучей здесь на границе это очень интересная область актуальная область но очень тяжелая для экспериментальных исследований потому что, вот вы видите здесь желтым объедено, да? статистика таких событий очень мала одна частица на квадратный километр в год при энергии примерно 10-19 электрон вольт то есть этих частиц практически нет но тем не менее, наземные установки которые существуют на сегодня дали результаты это произошло несколько лет назад что действительно какой-то эффект похожий на обрезание ГЗК существует вы видите здесь вот загиб этого спектра но моментально вслед за опубликацией вот этих результатов возникли идеи, что может быть это не ГЗК обрезание на реликтовом излучении а это просто предел ускорения это предел мощности тех астрофизических объектов вне нашей галактики которые могут ускорять эти частицы эти частицы принадлежат эти источники этих частиц в других галактиках что мы предложили? мы предложили такой проект много лет назад и вот это первый в мире эксперимент с попыткой зарегистрировать я очень аккуратно говорю с попыткой зарегистрировать эти частицы с помощью космического детектора. До сих пор изучение этих частиц проводится с помощью наземных установок. Идея заключается в том, что эти частицы, попадая в атмосферу Земли, генерируют вспышки ультрафиолетового излучения, ультрафиолетовую эмиссию. И ловя вот эти кванты ультрафиолета с помощью космического коллектора, можно сказать так, расположен на спутнике, можно посчитать или вычислить энергию первичной частицы, определить другие параметры. Однако есть сложность, потому что выбрав в качестве детектора, собственно, нашу земную атмосферу, мы, естественно, сталкиваемся со многими трудностями, связанными с тем, что такие транзентные явления, такие ультрафиолетовые вспышки могут быть сгенерированы различными явлениями. Помимо наших космических лучей предельно высоких энергий, пылевая пылинка, которая попадает в нашу атмосферу Земли, тоже даст ультрафиолетовую вспышку. Частицы радиационных поясов Земли, высыпаясь, мы знаем такие эффекты высыпания в миллисекундном, в микросекундном диапазоне времен, они тоже могут дать ультрафиолетовые вспышки. Ну и всем известны сейчас исследуемые очень интенсивно транзиентные световые явления в верхней атмосфере на десятках километров, природа которых, возможно, по крайней мере, частично связана с грозовыми явлениями. Это свечение, свечение квазиперманентное, свечение авроры, авроры. И даже вот нейтрино, которое проникает сквозь Землю, будет рождать ливень вторичных частиц, которые, в свою очередь, этот ливень будет генерировать ультрафиолетовую вспышку. Вот на фоне всего этого фона надо разобраться, сможем ли мы с помощью космического детектора регистрировать такие частицы. А космический детектор имеет явное преимущество перед наземным. Это преимущество заключается в том, что, разместив достаточно компактный широкоугольный телескоп на борту спутника, мы охватим огромную площадь атмосферы, которая может служить детектором для регистрации таких явлений. Поэтому мы разместили на борту Ломоноса вот этот телескоп, который, по сути дела, является очень быстрым имиджером, детектором изображения вот этих ультрафиолетовых треков, которые возникают в атмосфере, и направили его, естественно, на Землю. Вы видите вот этот телескоп. Я хочу подчеркнуть, все полностью отечественная технология здесь, но за исключением, может быть, фотоумножителей Хамоматсу, которые послужили основой нашего фотоприемника. Все это было сделано здесь, в России. И вот на этой таблице, в этой таблице вы можете посмотреть на сравнительные характеристики того, что получилось. Это довольно компактный прибор, весом всего 70 килограмм, диаметр зеркала 1,5 метра, 256 фотоумножителей, фотоприемники, то есть 256 пиксельный приемник, фотоприемник. И вот посмотрите, вот наземный, да, и как можно сравнить его возможности с наземными установками? По светосиле, по геометрическому фактору. АЖ, южноамериканская установка, крупнейшая сейчас, ну вот ее в этих единицах, которые здесь указаны, 7000, обратите внимание, вот это светосила, это установки. TA, Telescope Array, это установка в Северной Америке, но поменьше, но она использует, правда, другой метод, похожий с нами, исследование флуоресцентного свечения ультрафиолетового в атмосфере Земли. И вот наш прибор, вот такой компактный прибор, в общем, дает сопоставимую, я бы сказал, светосилу по сравнению с теми громадными наземными установками, которые сейчас функционируют. Площадь вот этой уже установки в Южной Америке сейчас несколько тысяч квадратных километров. Человек, естественно, ограничен в своих возможностях строительства, наденуся. Вот поэтому вот мы, так сказать, зацепились вот за эту идею проведения космических экспериментов. Что касается будущего, да, существует сейчас проект, вот, Джим Еуза, который еле теплится, к сожалению, сейчас, но площадь, вот, это широкоугольный оптический уже телескоп, если он будет осуществлен, то его возможности, конечно, превысит и наш ТУЗ, и превысит наземные установки во много, во много раз. Но это будущее. Вот такие возможности. Но я уже сказал, какие трудности мы должны были столкнуться, и мы реально с этими столкнулись, трудностями, наряду с этими треками ультрафиолетовыми, которые являются предметом наших исследований. Мы неминуемо столкнемся с разного рода грозовыми явлениями, которые генерируют ультрафиолетовые вспышки. Транзиенты, как следствие, может быть, этих, а может быть, других. Я сейчас покажу эффекты в атмосфере Земли. И все это создает нужный, ненужный для нас фон. Вот они, вот эти транзиентные явления в верхней атмосфере, как мы их... Это результаты наших предыдущих экспериментов на Татьянах, спутниках, на спутнике вернув. Они везде существуют. Они существуют не только над областями грозовой активности, они существуют и везде. Это, кстати, нечто новое, что мы сейчас отстаиваем. И природа их может быть связана не только с атмосферным электричеством, но и с явлениями высыпания энергичных частиц, релективистских электронов из геомагнитной ловушки. Вот это сейчас предмет интенсивного изучения, дискуссий. Вот это фон для наших измерений. Вот для того, чтобы как-то попытаться отселектировать нужные нам явления, я имею в виду космические лучи предельно высоких энергий, мы ввели несколько временных режимов работы нашего телескопа. Нашего телескопа ТУЗ. Медленные режимы, быстрые режимы, с тем, чтобы попытаться отселектировать эти все явления. Ну вот, например, видите, вот здесь написано, режим широких атмосферных ливней. Это наиболее быстрый режим, но меньше микросекунды. За время меньше микросекунды мы хотим зарегистрировать вот эти треки ультрафиолетовых свечений и отселектировать. А вот метеоры, допустим, дают, это известно, дают более длинные события, более длительные события, и такой режим сейчас тоже мы испытываем. Ну вот эти вот высотные разряды, которые существуют в атмосфере, но имеют промежуточные миллисекундные интервалы времени. Вот такие режимы мы постоянно меняем сейчас на борту нашего спутника и смотрим, что из этого, собственно, получается. И какие первые результаты? Ну вот обратите внимание, одно из событий, интересных на наш взгляд, это вот как раз блок фотоумножителей 256 пикселей. Вы видите динамику развития событий, которые мы зарегистрировали над Флоридой. Именно в это время здесь просто не показано. По данным других установок наземных, была грозовая активность сильная. Скорее всего, это явление хорошо известно как эльфы. Это такое огромное, на десятки километров распространяющийся разряд в верхней атмосфере, светящийся в ультрафиолете. И вот мы его видим, 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 вот в этой, пролетая над этой точкой. Вот, например, такое. А вот другое событие, вроде бы похоже, но в другом временном интервале, очень сильное, мощное. Мы его зарегистрировали где-то в районе Гималаев, да? Но не было внизу никакого атмосферного электричества. Было чистое небо. Чистое небо. И вот такой разряд в верхней атмосфере произошел. В чем его природа? Для нас это интересная проблема. Ну вот, видите, здесь временная развертка вот этого события. Скорее всего, это вот эти явления, которые называются спрайтами, голубыми струйами, что-то такое. Но природа, природа с чем связана, то ли это явление связано с высыпанием, допустим, частиц из радиационных поясов Земли, но трудно предположить, что в этом месте частицы покидают геомагнитную ловушку. И, с другой стороны, не было никакой грозовой активности внизу. На пределах тысяч километров чистое небо. Вот такого рода явления мы сейчас уже десятки, десятки зарегистрировали на Ломоносове и изучаем. А вот короткие вспышки, собственно, те, которые мы искали. И вот видите, трек этой короткой вспышки на блоке фотоумножителей. Вот очень похоже на то, что нам надо. Но, и мы зарегистрировали очень много таких явлений. Вот видите, временные развертки здесь этих явлений. Это микросекунды. Микросекунды. Вот, кстати, вот видите, каким возможности обладает этот телескоп. И, поизучав вот эти явления, мы поняли, что это не наши частицы. Но это космические лучи, вероятно. Вот это основная гипотеза, которую мы сейчас исследуем интенсивно. Почему? Это космические лучи низких энергий. Они взаимодействуют с блоком фотоумножителей, с фотоумножителями, и вызывают локальные каскады, которые регистрируются как вспышки вот этого света, фотоумножителя. Почему это космические лучи? Вы видите широтный ход. Вот это экватор, это полюса. Вот явный широтный ход. Желтые, это вот все вспышки, которые мы видим. И среди них синие. Это как раз вот эти треки микросекундные. Но вот это похоже, что... Вот еще один, так сказать, источник не очень желательного фона. Но вот такая вот гипотеза. Хотя есть вопрос, вопрос для нас сейчас. Я, так сказать, просто его озвучиваю. Мы почему-то такие треки не видим в районе Южно-Атлантической аномалии, где такие частицы есть, энергичные. Ну вот будем дальше. Вот я хочу подчеркнуть, что вот этот фон, который является нежелательным с одной стороны для изучения космических лучей предельно высоких энергий, для нас является одной из основных целей исследования на борту Ломоносова. Природа вот этих явлений. Мы сделали телескоп, который... Имиджер очень быстрый, который позволяет получить очень интересную информацию о развитии таких событий в атмосфере Земли. Другой астрофизический объект. Гамма-всплески, мягкие репитеры. И здесь я еще, ну я потом скажу, гамма-всплески. Гамма-всплески. Что мы собирались, что мы запланировали делать с гамма-всплесками на борту Ломоносова. Сейчас я скажу дальше. Но наряду с этим, наряду с этим, у нас есть возможность изучать и земные гамма-всплески. ТГФы. Трешил гамма-флэшес. Потому что наша аппаратура может, в принципе, регистрировать и всплески, идущие от Земли. Которые могут быть связаны также с явлениями интенсификации атмосферного электричества. Что мы разместили на борту спутника? Мы разместили быстрый, опять-таки быстрый, гамма-спектрометр. Вернее, три гамма-спектрометра, направленных в разное направление ВДРГ. Вы видите здесь. Мы разместили оптические камеры, это мини-телескопы, широкопольные телескопы на борту, для того, чтобы видеть гамма-всплески в оптическом диапазоне, видим в оптическом диапазоне. И ультрафиолетовый, такой небольшой телескоп, о котором я скажу несколько дальше подробнее, который позволяет лоцировать как раз изображение гамма-всплеска в ультрафиолетовом диапазоне. Вот такой набор приборов на борту работает сейчас для исследований гамма-всплесков. Вот наши возможности. Вы можете видеть здесь просто реальное измерение одного из гамма-всплесков в июле 2016 года. Вот такие временные разрешения мы обладаем. Сейчас 10 миллисекунд разрешение, 100 миллисекунд на краю этого гамма-всплеска. Вот тот же гамма-всплеск, который на ферме был зарегистрирован. Но, на наш взгляд, это неплохие технические, физические параметры, которыми мы обладаем, которые сейчас являются предметом исследований. Ну вот еще, пожалуйста, вам пример другого. Да, гамма-всплеска, да? Здесь показано, мы имеем возможность получать быстрые энергетические спектры. Вот вы видите здесь динамику энергетических спектров, полученных во время вот этого одного из гамма-всплесков. Но вот это тоже является предметом наших исследований. Вот мягкий репитер, и здесь тоже мы с хорошим временным разрешением получаем энергетические спектры. Вот, кстати, вот здесь, видите, на краю, в конце этого репитера мы видим явное смягчение энергетического спектра. Но вот это является предметом, это наша информация в области изучения гамма-всплесков. Ну вот еще одно событие, которое недавно мы, так сказать, зацепились за него. Вот посмотрите, вот это гамма-всплеск, который регистрировался на Ломоносове, да? Вот это гамма-всплеск, тот же гамма-всплеск на свифте и на ферме. Вы видите двухмаксимумную структуру здесь, которую не видим мы? Детальное исследование с помощью нашего спектрометра, вот что показало. Вот эта двойная структура наблюдается только в высокоэнергичной части гамма-излучения. Ну вот такого рода на нас ждет интересные результаты мы сейчас получаем и анализируем. Все это передается информацией в качестве триггера, передается на Global Star в реальном времени и систему международного сбора, сбора вот этой информации о гамма-всплесках. То есть мы работаем вот в сотрудничестве вот ДСН, вот этой системой сбора информации НАСОвской о гамма-всплесках. Наши телеграммы там сейчас фиксируются наравне со всеми другими космическими аппаратами, которые работают в этой области. И два слова буквально вот об этом телескопе УФО. Это, тут есть некоторая изюминка, это ноу-хау. В чем заключается изюминка? Вот этот гамма-спектрометр, собственно, ультрафиолетовый, извините, спектрометр, телескоп, направлен на изучение гамма-всплесков. Вот из себя представляют, собственно, два прибора. Первый прибор – это вот широкоугольный УБАД, это рентгеновский, рентгеновская часть этого прибора с кодирующей маской, которая позволяет определять направление, время и передает триггер на вращающееся зеркало ультрафиолетовой части этого прибора, да, и происходит локация источника. Локация источника, не надо вращать спутник, а можно направить вот это зеркало. Вот сейчас мы находимся в стадии отработки. Оказалось, очень сложное программное обеспечение, позволяющее нам точно определить направление вот этого зеркала, но в ближайшее время мы думаем получить первый уже физический результат. Ну, некоторые есть, я сейчас покажу. Вот это вращающееся зеркало, которое управляется вот этим триггером широкоугольного УБАД гамма-спектрометра. Ну, вот это кодирующая маска, вот гамма-прибора, здесь его параметры. Ну, вот видим, похоже, что видим галактическую плоскость с помощью этого прибора, то есть все работает. Ну, и еще последнее два слова я бы хотел сказать. Конечно, те оптические шоки прибора, мини-телескопа, которые мы разместили на борту нашего спутника, и основная цель этих экспериментов с этими оптическими приборами была направлена на изучение гамма-сплесков. Ну, конечно, грех было не использовать их для наблюдения всех других объектов, которые находятся вокруг нашего спутника. Ну, вот, куда-то, да, и все это, все эти оптические наблюдения на борту нашего спутника, мы воспользовались тем, мы их синхронизируем, мы работаем в линию с наземной системой Мастер роботизированных телескопов, аналогичных, которые расположены в разных частях нашего земного шара. Вот видите, флажки здесь. Все это создано Московским университетом. То есть мы испытываем одновременно наземный и космический сегмент оптических наблюдений. А они направлены, еще раз повторяю, как на изучение астрофизических объектов, так и на изучение вот разных таких опасных объектов. Ну, вот вам пример, пожалуйста. Вот это измерение гамма-сплеска на Бартула-Маносова, а это на Земле. А это на Земле, на одной из наших точек в Тунке, рядом с Байкалом, где установлена одна из, один из телескопов мастер. Вот такого рода приборы. Ну и вот заключение я вам покажу, собственно, что вокруг нас летает, какая опасность вокруг нас летает. Значит, вот эти камеры позволяют очень получать быстрое изображение. По сути дела, вот видеоклипы наряду с кадрами, стэдис-шот. Вот, и я думаю, это вот как раз тот прообраз космической системы, противоастероидной, противомусорной опасности, которую, собственно, сейчас многие космические агентства создают. Вот только мы включили эти шоки на борту космического аппарата, и вот что мы увидели. Вы видите, насколько грязно наше космическое пространство. Это и спутники. Вот это вот, видимо, какой-то мусор. Может быть, как сказали наши специалисты, вы сказали предположение, наверное, это оболочка FT, которая оторвалась и летает. А это с нами. Вот все координаты этих объектов мы умеем определять, и все это может работать в линию, и работает в линию с наземной системой Мастер. Это космический сегмент мониторинга опасных объектов в космосе. Над проектом работали, я говорил, что главная организация Московский университет. В Московском университете работал в унии ядерной физики, Мехмат и МИС, есть такой институт у нас, институт Штерберга, физические факультеты, институт механики. Среди российских партнеров огненный институт ядерных исследований. И вот над созданием ультрафиолета мини-телескопа мы работали вместе с зарубежными партнерами, которые вот здесь вот перечислены. Здесь в плане на Бартура Ломоносова. Спасибо. Вопросы? Сейчас я не могу сказать. Да, это надо. Во-первых, Сергей, светимость грамм-репитера опять. Высокщики или которые мы видим? Которые мы видим. У нас где-то на уровне 10-7-й, а на 10-2-й. Так, ну, по всей видимости, все на сегодняшний день. Все с нами. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо. Спасибо.